а здрасте всем друзья привет уленьки продолжаем играть nf марш в двадцатую ферму предпоследняя серия у нас в этом замечательном прохождении и как я говорил в прошлый раз в экспериментальном формате она и я боюсь представить вообще я не знаю на хрена я вообще все это задумал и сколько времени у меня на все это уйдет но в эту серию и друзья я хочу включить весь десятый год он начнем мы его с декабря 9 года как бы ладно уже и в этой серии друзья мы просто проиграем весь десятый год ничего мы строить не будем продавать практически тоже ничего не будем из продукции то есть пособираем это все дело немножко на финал чтобы устроить там большую распродажу единственно конечно косяк у нас есть куча долгов почти миллион и в общем то пара часов и перешкалит за миллион перешкалит перейдет то я прошу серии говорил что в принципе пофигу потому что у нас есть все ресурсы мы ничего не покупаем но на самом деле нет мы же покупаем корм мы покупаем корм для коров и покупаем корм для свиней корм для свиней у нас там чуть-чуть производится но этого все равно не хватает плюс друзья у нас все-таки есть много силоса 14 миллионов его можно и прямо сейчас продать на самом деле и 2 700 мы за это получим и выйдем в плюс и сразу же накупить корма посчитать или же это сделать все-таки в январе когда цена может быть будет чуть получше в принципе так то нам есть что продавать в случае чего но хочется обойтись без этого и не знаю у меня опять-таки мои вот эти максималистские мысли устроить потом большущую распродажу и за один ролик заработать как можно больше денег но это ладно друзья что еще хотелось я хотел засечь время сколько у меня уйдет на запись этой серии и сколько и по статистике вообще чем что у нас за год происходит поэтому запоминаем что сегодня у меня 18 января и в конце серии мы сравним просто сколько ушло и давайте вот эту вот статистику мы тоже запомним сделаю скриншотик и в конце серии посмотрим что к чему что у нас за год вообще произошло поэтому погнали начнем друзья 78 поле что у нас на нем происходит на нем уже почти все закончено осталось только до собирать камни дедлайн этого мероприятия у нас апреля когда будет здесь пассивная поэтому мы не будем обращать на камни сборщика и будем мотать время до апреля он пускай просто катается работает 12 часов это поле пахалась около 6 часов это поле мульчировалась и 16 часов камни сборщик ездит собирает но кроме этих 16 часов его сборов и мой еще но нужно частенько ездить разгружаться в порт и здесь в принципе близко но ездит он относительно часто извести на это поле ушло почти миллион у нас на складе она закончилась немножко осталось прицепе прям хватило тютелька в тютельку не знаю как это получилось но с тех пор уже немножко даже подна собиралась извести на заводе поэтому эту проблему в общем-то решили ну и потом посмотрим что будет к чему у нас с этим полем еще удобрение на него масса уйдет и я друзья решил не отправлять сюда никакой не навоз не жидкий навоз что как-то это просто тоже очень долго будет так что вот такая вот история ну и друзья давайте еще мы знаете что посмотрим наши планы на год значит в апреле в апреле нам надо будет засеять вот это поле а также я уже точно не помню что в марте что в апреле но надо будет еще засеять сюда вот кричиху на 44 поле 49 43 засеять подсолнечник на 50 засеять кукурузу на 53 засеять хмель и 15 16 засеять сорга ну и в течение года соответственно эти самые урожай убрать плюс у нас есть чокосить 47 48 45 а еще поле со свеклой вот они 54 и 3 тоже март апрель пассивная идет также три поля у нас идет на покос носилась три раза за год нам надо будет это все провернуть ну и убрать все поля которые вот мы засеем плюс у нас 42 поле это канола 46 у нас здесь по моему полба растет 34 35 36 у нас таморож 38 39 у нас пшеница и выше все описанное идет на мельницу для производства муки не 19 59 у нас тут ячмень и пшеница для производства пивоваренного солода сеять мы в этом году соответственно после этих полей ничего наверное не будем потому что у меня тут тоже на финал еще тоже заготовлена интересная история просто подготовим эти поля к посеву и все вроде как все просто кукуруза которую мы 7 на 50 поле у нас тоже сбор по вам в сентябре или в августе она идет у нас носилась в общем то все в этой серии мы увидим ну и кроме всего прочего придется постоянно следить за нашими заводами что-то где-то пополнять что-то где-то вывозить и декабрь у нас именно этому и посвящен по сути дела так что мы возможно его довольно быстро отыграем у нас есть куча перевозок которые нужно сегодня сделать во первых конечно же список слева производства которые закончат работу сегодня у нас а мы не хотим чтобы они заканчивали работу поэтому надо будет все вот это дело пополнить плюс ко всему прочему нужно будет покататься по заводам вывести всю продукцию на поддонах заехать к лесорубам забрать у них на лесопилку на стеклотарный завод на сахарные солод нужно будет забрать обязательно лабораторию целлюлозную фабрику два рыбака нам надо обслужить обязательно столярка мельница сыроварня и молочный завод да вот так вот мы обросли за 10 лет забрать оттуда всю продукцию и отвезти ее на склад также я тут уже просмотрел список весь по выписывал себе все маршруты которые надо будет сделать в общем то надо будет всего лишь забрать компост водочной станции на склад отвезти компост с компостера обязательно забрать потому что там уже тоже место мало остается с лесопилки щепу с завода извести известь забрать завода удобрения удобрения жидкие на склад отвезти также мы там немножечко семян сделали тоже заберем их на склад из сахарного завода еще компост забрать так что у нас все просто у нас все четко у нас есть план нужно просто зарядить всех в работу поэтому погнали в общем то этим и заниматься нам сегодня понадобятся наши вот эти вот замечательные грузовики хотя вообще знаете с кого бы я начал я бы начал с того кому надо вот по одной поездке сделать буквально кстати у нас контракт на 71 поле висит на культивацию так что давайте сначала зарядим вот этих ребят ты у нас вдруг едешь один разик всего лишь начинаем друзья с вывоза продукции на склад потом пополнение завода будет единственное может быть имеет смысл освободить дизельный завод я вот только что буквально мне пришла мысль в голову что надо было не останавливать завод потому что это случилось ночью а просто вывести вот сюда вот на этот склад он принимает дизельное топливо вывести просто чтобы он продолжал работать но уже ладно так вот вдруг ты у нас едешь на семена производство семян загрузка и выгружаешь их на элеватора и везешь семена один раз давай погнал далее ты у нас тоже поедешь поработать у тебя все просто ты едешь на поле номер 71 только курсплейчик тебе тоже еще зарядим простенький ты это быстро сделаешь точно быстрее чем все остальные закончат свои перевозки так что ты тоже погнал работать кстати техобслуживание друзья я поставил на распределение надоело его возить может быть когда-нибудь по к этому вернемся но сейчас нет так что точная вода этих обслуживание у нас на распределении очень много времени занимают эти перевозки но и друзья еще одно у вольву мы отправим который у нас жидкости возит ей нужно будет съездить два разика и отвести жидкое удобрение забрать его надо будет на производстве удобрений соответственно и отвести на нашу базу на склад жидкостей давай друг погнал а у зерновозом придется сегодня покататься намного больше во первых давайте их включим всех в перемещение по табу и загрузим по своим рабочим местам и так с 1 красный как раз заправленный починенный у него все хорошо ты поедешь у нас на компостер и будешь возить компост на базу компост загрузка и база элеватор и будешь возить компост тебе надо сделать целых восемь поездок поэтому давай есть катайся далее черного ты тогда покатай известь то у нас карьер производства извести известь загрузка тоже разумеется вози ее на базу и вози известь там 300 кубов лежит пять раз тебе съездить давай погнал и последний белым он тебе конечно меньше поездок надо будет сделать чем самому большому но по самому длинному маршруту ты будешь ездить ты будешь возить щипу с лесопилки и сразу же на целлюлозную фабрику шесть раз но тебе ездить через всю карту поэтому это тоже не самое близкое ну и в общем то погнал но теперь товарищ которого постоянно надо будет дергать он будет забирать продукцию начнем друзьям из молочного завода там самый неудобный триггер и если все триггера я настроил на работу на автомате то там у меня даже нет желания мучиться два раза я туда сам заеду заберу продукцию поэтому погнали туда оттуда начнем потом уже по автодрайву все будем распихивать уже пару раз до конца карьеры я туда съезжу ручками это не проблема тем более что завод находится практически рядом с базой тот кто за семенами ездил уже съездил стрять как быстро все у нас просто круг с обратной стороны здесь идет он там заехать не может здесь вот один поддончик уже даже стоит выгрузка у нас блин как неудобно здесь до сделано выгрузка у нас стоит вот с этой стороны поэтому мы вот здесь этого припаркуем вот этот поддон мы поставим вот сюда чтобы он его загрузил точно загрузил ну и загружаем фуру этим заводом все что здесь у нас есть 9 поддонов йогурта 23 поддона творога я его один раз опустошал за прошлый год всего лишь это не полностью производится здесь не сильно много продукции 23 поддона сметаны у нас осталось а влезет всего 17 поддонов значит мы 17 сюда и загружаем сдать 17 поддонов и все фура должна быть полной до ремни сами подцепились давайте-ка мы отсюда как-нибудь вот выедем здесь очень неудобно на такой фурии если бы у нас балкнуть маленькая возилка для поддонов она бы здесь конечно прекрасно и раз заезжала плюс еще неудобно этот коллектор сточной воды стоит здесь везде узко но ничего выезжаем вот так вот на дорогу а я думаю что мы пока поставим бесконечное количество поездок и первая точка куда он у нас поедет это конечно будут лесорубы так что сейчас он едет выгружается склад вот эти вот поддоны после чего едет к лесорубам там уже будем с ним развлекаться далее друзья обслуживаем наших лесорубов на самом деле тоже можно было бы точки автодрайва сделать но что-то я как-то этого не сделала как бы уже и ладно для ней кого автоматизма и так забираем отсюда дерево я думаю что мы почти полное вот эти 13 поддонов заберем все даже не полное все равно это все целиком потом вывезется на лесопилку дыр никаких не должно будет быть не должно будет быть да забираем тоже самое со второго и едем забираем все это дело с третьего те же самые 13 поддонов и мы уже не поедем на лесопилку да он не полностью еще один из поддонов влезет но поддоны с деревом супер тяжелая поэтому отправляем его сразу на выгрузку 383 куба нормально отправляем его на выгрузку и ждем пока он приедет на лесопилку но и значится друзья у нас два самых таких проблематичных можно сказать предприятие обслужена точнее продукция вывезена далее у нас будет вообще все просто все на автоматизме но с небольшим моим участием разумеется хотя можно это дело вывести в автоматизм в полный поставить автоматическую выгрузку поддонов здесь чтобы они выгружались как только они появляются и запихать все вот эти точки в одну папку и поставить смену точек загрузки тогда volvo сама объездит просто все предприятие перевезет все поддоны но я этим вариантом заниматься сейчас не хочу далее в общем то что мы делаем на каждое предприятие у нас везде есть точка загрузки вот такая замечательная он сюда приезжает и мы выгружаем продукцию которая сама залетает в кузов если ему все за раз не влазит он соответственно приезжает потом сюда еще раз потому что сейчас видимо у нас все за раз не влазит вот мы dvp dsp только забрали у нас еще планки поддона здесь остались все он загрузился и сам уезжает на склад после чего он сюда возвращается когда он сюда вернется я сюда тоже приду выгружу от остатки планки поддоны если она все не будет заполнена до конца volvo то мы меняем ему точку загрузки и отправляем туда и здесь мы будем по карте именно в том порядке чтобы это было удобно с точки зрения от эффективности маршрутов то есть у нас вот здесь лесопилка находится потом мы едем на стекло тарной здесь а далее уже вот в этой стороне у нас все заводы то есть по порядочку здесь сахарный завод вот эту всю территорию то есть солод сахар и лабораторию обслуживаем потом рыбаки и целлюлозная фабрика потом то что у нас вот здесь стоит мельница пивоварня столярка все в общем то в нужном порядке будем обслуживать просто чтобы чуть-чуть поменьше ездить хотя на самом деле разницы особой то и не будет но из этих самых заводов чем мы будем забирать с лаборатории мы забираем дрожжи да и силосную добавку можно тут пара поддонов есть почему бы и нет с лесопилки dvp dsp мы уже вывезли остались от поддона и планки лесорубов мы тоже освободили с мельницы забираем всю муку и отруби молочный завод мы тоже почти освободили а тут еще и масло и молоко поставить е-мое наверное надо будет съездить потом еще раз сюда за раз все не вывезли соответственно пивасик тоже весь забираем у рыбаков забираем всю рыбу и креветки омары сахарного завода все забираем вот стеклотару бутылки стеклянные банки забираем со столярки все забираем обязательно но из сыроварни тоже как-то не сильно много всего производится но да ладно солод само собой разные целлюлозные фабрики вот мы как я говорил ездим в общем то вот такой вот план пускай он в общем катается на друзья пойдем еще отправим сейчас очень мне не нравится вот эта горящая надпись дизельное топливо нет места нас друзья есть три volvo которая каждая по 50 кубов возит мы сейчас полностью забьем по 50 кубов отвезем на все три лесопилки обычно я это делаю знаете как опять-таки через смену точки загрузки и одну машину отправляем точнее смена точки выгрузки они в одной папке находится но сейчас мы отправим всех троих по одному разу весь друзья прикол в том что когда они приезжают на за дизельным топливом они и сами заправляются поэтому я думаю что их имеет смысл просто всех заправить поэтому по одному разу каждый у нас сейчас съездит ты у нас повезешь дизельное топливо на а лесоруб 3 и забираешь его на нпз загрузка топлива давай друг погнал ты у нас тоже один раз едешь это почти заправлены но да ладно ты у нас едешь на лесоруб 2 нпз загрузка топлива и везешь дизельное топливо вот замечательно и ты тоже один раз дизельное топливо а лесорубу один тоже НПЗ, загрузка топлива. Тоже погнал. И они довольно-таки быстро должны съездить туда. Втроем. Между тем у нас, кстати, силос в цене поднялся. По-моему, 190 это хорошая цена для силоса. Самое интересное, что видите значок, что ценник падает. Красная стрелочка. Но на самом деле он растет. Не знаю, как это работает. Тем временем на лесопилку прибыла наша Вольва. Я, друзья, силос сейчас продавать не буду. Рискну на январь. Подождать суперцену именно в январе. Итак, нам надо загрузить еще планки. 12 поддонов. Не так много. И, соответственно, поддоны. Их уже тут 30 штук. Вольва почти загружена, поэтому мы ее отправим на разгрузку сразу же. Давай, друг, разгружайся. А на стеклотарный завод в карьер ты уже поедешь пустым. И далее ты едешь на стекло загрузка продукции. А Вольва с дизельным топливом я отправил именно начиная с третьего, чтобы первый, который приедет разгружаться, вот здесь вот на дальнем приехал, чтобы они друг другу не мешали. Приедут они почти одновременно. Хотя ввиду того, что они там по очереди загружаются, может и не будут. Ну, знаете, на всякий случай перестраховаться, в любом случае, мне кажется, это будет эффективнее. Вот и первая Вольва приехала. Нормально здесь разгрузка пошла. Здесь для маленькой вообще тележки это все дело было у нас придумано, рассчитано. Но уже ладно. В общем-то, друзья, я забираю всю продукцию тогда. И мы с вами тогда встретимся. Ну что ж, друзья, у нас на часах уже 13.05. Баланс уже перешагнул за миллион. Ценник на силу все еще растет. Я думаю, что мы его продадим все-таки сегодня. Но сперва, друзья, наверное, мы обслужим производство. У нас еще не весь товар выбезен. Вольва еще продолжает все это делать. 71-ое поле, кстати, контрактик можно принять. И хоп, у нас опять меньше миллиона долгов. Итак, вставайте, в общем-то, по списку тогда и пойдем. Начнем со стеклотарного завода. Туда нужен песок. Песка у нас довольно много. 442 куба уже насобиралось. И мы, в общем-то, весь этот песок можем туда перевезти. Поэтому давайте один ман отправим, который будет этим всем заниматься. 442 куба это 7 поездок. 7 поездок это 420 кубов примерно. Так что давай, друг, ты едь вози песочек. Карьер, стекло, выгрузка, песка. Вот, песок, выгрузка. Как-то я по-еврейски там все понаписал. Выгрузка жидкости, выгрузка поддона. Здесь песок, выгрузка. Надо переименовать, наверное. Выгрузка, песок. Ну и загружаться, соответственно, карьер, загрузка. 7 раз. Давай, погнал. Далее нас интересует производство удобрений. Туда надо перевезти навоз. И навоз, на самом деле, у нас, знаете, где есть? На сепараторе. Прямо там рядом. Его тут 180 кубов насобиралось. Если мы отправим 10 раз съездить, 9 раз, вот эту вот нашу маленькую возилку там покрутиться, она, в общем-то, и перевезет нормально. Поэтому мы так и сделаем. Семена удобрения. Сепаратор. Ты забираешь его там. Выгружаешь тогда производство удобрений. Выгрузка. И катаешь ты навоз. 9 раз. Давай, погнал. Далее, друзья, ячменный солод, пшеничный солод. Вот про сеной не требуется, потому что у нас темное пиво производится только в бочках. Бутилированного нету. Но ничего. Давайте посмотрим, сколько сюда солода можно привезти. Привезти можно много. Влазит его сюда много. И про сеной, кстати, тоже влазит много. Поэтому, наверное, мы весь и перевезем, что есть. А есть по 150 кубов каждого, по-моему. До пшеничного тоже 150. И ячменного 150. Этим у нас будет заниматься наша Вольва, которая с прицепом и рефрижератором. Итого у нее получается 6 поездок. Со склада на пивоварню. Каждые две надо будет менять тип загрузки. Пивоварня, выгрузка солод нас интересует. Начнем с просеного по алфавиту. Давай, друг, погнал. Так что с этим мы тоже, можно считать, разобрались. По-моему, Вольва у нас приехала на загрузку. Да. С мельницы очень много всего забирать. Он уже третий раз сюда приезжает. Тут по 50 поддонов каждой муки у нас есть. Так что давай ей дальше. У нас вот как раз на мельницу рожь надо привезти. Но у нас ее нету. Поэтому мы просто отключим линию. И далее пивоварня, вода. Воды сюда 450 кубов можно привезти. А у нас ее 600. Ну, в общем-то, 9 раз тогда одну фуру отправим. На самом деле с водой вышел большой косяк. У нас есть бесплатная вода в гидранте. Но она не пополняется, если у нас отрицательный баланс. Поэтому нам сейчас надо все наши производства, которые требуют воду, мы продадим силы, с выйдем в плюс, забить вообще по максимуму. А потом уже с водочной станции как-то пополняться там будем. Итак, давай едь на пивоварню выгрузка вода и забирай воду на водочной станции вода загрузка. Это как раз полностью заправлено у нас. Все фуры полностью заправлены, которые для жидкостей. Тут все хорошо. Также вода нужна на производство извести и на коровник. Сколько у нас там ее влезет на производство извести? Много ее сюда влезет. Ну, ладно, пока воду трогать не будем тогда. Далее лесопилка, дерево. Дерево мы все забрали на склад, поэтому отправим одного из этих вот дружочков. Дерево у нас есть 383 куба здесь. Это на 6 поездок по 70 кубов. Поэтому дерево на лесопилку давай 6 раз и вези. С этим мы тоже разобрались. Далее НПЗ сырая нефть. Опять идем к нашим бочкам. И смотрим сколько у нас там этой самой нефти уже нас собирало. 259 кубов на 5 раз, как обычно. Сырая нефть, нефть загрузку ты забираешь. И выгрузка сыпучая, разгружаешься тоже. Давай погнал. Далее возвращаемся еще раз на базу. У нас следующий по списку идет фэт свинарник корм. Это уже такое довольно проблематичное у нас занятие. Но корма у нас много где производится. Есть 125 кубов. Пивоварня, НПЗ, ферментатор, солода. Везде не полные, но давайте в общем-то одного товарища отправим, чтобы он везде это все дело позабирал. Начнем с НПЗ. Загрузка сыпучая. И едешь ты на свинарник еда вода. Везешь корм для свиней. Давай погнал. Потом мы тебя переключим, когда ты не сможешь заполниться, уехать. А мы пока что идем дальше. На сыроварню нужен картон. И картона сюда влезает не очень много. Но у нас вроде как он есть, да? Картона 300 кубов есть. Я думаю 45 мы можем смело отвезти. В случае дефицита картона, там еще можно поставить дополнительные смены. Картон ты везешь вдруг на сыроварню. Сыроварня, выгрузка... Поддоны получается, да. Давай вези. Идем по списку дальше. Стеклотарный завод. Песок, но это пододвинулось. Ферментатор солода. Нужны поддоны. Пока что нечем их везти. Далее биогаз Север Силос. Вот это, друзья, интересная история. Мы Силос собираемся продавать. И следующий Силос у нас появится только в мае. В начале мая. Поэтому нам надо забить это производство ровно настолько, чтобы хватило до начала мая. Сейчас у нас будем считать, что начало декабря. Берем в руки калькулятор. И вот эти вот 8484. Это у нас потребление Силоса в час. Умножаем на 24. И получаем, что 203 куба 616 литров он потребляет у нас в месяц. Нам нужно пережить декабрь, январь, февраль, март и апрель. 5 месяцев. Умножаем все это дело на 5. И получаем 1 миллион 18 тысяч литров. Если учесть небольшой запас, можно остановиться на каком-нибудь условном миллионе 100. Тем временем вот эта Вольва еще приехала на загрузку. Давайте ее загрузим чем-нибудь. 40 поддонов отрубей. И что здесь еще осталось? Вот ржаной муки еще поддон есть. И здесь у нас все. Мельницу тоже вычеркиваем. Остается сыроварня и пивоварня. А едь тогда на сыроварню. Или нет? На пивоварню, пивоварня ближе. Вот на пивоварне, кстати, триггер до сих пор не проверялся. Мы штуку поставили совсем недавно. Поэтому сейчас посмотрим заодно, чтобы там все работало. Возвращаемся на базу. Давайте 9 раз отправим возить силос с элеватора. Боже, что я делаю? Зачем? У нас есть потрясающий хуражный прицеп. По 300 кубов он привезет 1 200 000. И 1 200 000 туда точно влезет. И этого точно хватит до мая. Вот он ты. Берешь на элеваторе. Везешь на БГА север разгрузка. Везешь силос 4 раза. И все, вопрос решен. Ну и по сути дела всех раскинули. Останется только решить проблему с водой. Но это чуть попозже. И картон. Нет, не картон. Картон мы отвезли. Поддоны. И все нормально получается. Не обгоняй его, пожалуйста, не надо. Какой он уезжает. Да, что-то у нас тут на один завод сразу много всех приехало. Так, здесь не самая удачная у нас зона погрузки. Как и на сыроварне. На сыроварне, кстати, такая же история получилась некрасивая. У нас вот на этом, на самом правом триггере первый поддон появляется. Сейчас посмотрим, что нас ждет здесь. Бздынь. Ты остановился. Давай один поддончик ты выгрузишь. И он появляется у нас вот здесь, в начале. Не очень круто. Поэтому нам надо эту точку передвинуть. На что-то он останавливался, например, где-то здесь. Чем мы это быстренько и замутим. Давайте, в принципе, вот эти вот две поменяем местами. Пускай вот здесь ты будешь останавливаться. По-хорошему сюда еще тоже точку добавить. Например, вот здесь, да? Нормально. И соединяем все это дело. И в теории должно будет работать. Эту точку тоже делаем второстепенной. Так что давай, подъезжай. Включаю автозагрузку. Эту штуку мы выключаем. И 42 поддона у нас загружено. Еще 8 влезет. Пофиг что, просто 8 поддонов. Все равно сюда еще надо будет ему вернуться. Все, оно все залезает. В общем-то, эта точка у нас тоже прекрасно работает. Замечательно. Тем временем у нас приехал загружаться первый свиной корм. Мы его отправляем на разгрузку. И смотрим, где у нас еще он остался. Еще на пивоварне и ферментадере солода. Значит, в следующий раз ты поедешь на... Да, я тоже, в принципе, на пивоварню. Пивоварня, загрузка, корм свиной. Замечательно. Линдтракт прибыл на парковку контейнера. Это хорошо. И у нас как раз приехала Вольво рефрижератор загружаться. Просиным солодом. Это вторая ее поездка. Мы ее меняем на пшеничную. И можно про нее еще на две поездки забыть. Даже на три. А вот этого товарища мы хотели отвезти поддоны на ферментатор солода. Почти 60 кубов сюда влезет. Можно даже, друзья, не менять предел заполнения. Просто вот эти 45 кубов отвезти. Да и все. Поддоны, которые ты везешь. Солод, выгрузка поддоны. Один раз тоже давай погнал. Ну и тут, друзья, насколько я понимаю, со всеми разобрались, с кем хотели разобраться. Поэтому пускай эти все товарищи катаются, возвращаются на базу. И мы тогда будем продолжать. У них еще будет чем заняться. Ну что ж, друзья, вроде как почти все закончили. А еще и ячменный солод, вот я, насколько понимаю, не весь отвезся. А так все припарковались. Вот последняя, да. Далее, друзья, далее мы продаем силос тогда. И этим мы отправим заниматься вообще всех, кто может что-то делать. Потому что очень много раз им надо будет съездить. И это тоже займет не меньше часа. Силос у нас продается на садоводство. 2,5 миллиона мы за него получим. Я думаю, вполне норм. На БГА у нас здесь лежит его 1,3 миллиона. До мая этого точно хватит. Сколько раз ему надо будет съездить, можно посчитать. Но я даже не хочу этим заниматься. Значится, ты, друг, едешь у нас, продаешь это все дело на садоводство. Сначала чиниться. Но я чинись. Да, вот это Вольво последний раз везет ячменный солод. Вот эти вот 3 мана отправляем всех. Возилку маленькую отправлять не будем. Красный ман отправляем. Он, правда, тоже едет чиниться. Черный ман отправляем. Он не едет чиниться. Белый ман отправляем. Всех отправляем. То есть на 1,5 миллиона в плюсе мы сейчас должны будем оказаться. Я надеюсь, что они хотя бы за час справятся. Потому что на сегодня еще много чего возить. Как я уже говорил, с водой надо будет решить проблему. Сделать запасы. И, наверное, еще с кормом мы тоже именно сегодня все порешаем. Пока будут деньги. Сделаем запасы корма. Но ладно, я об этом чуть-чуть попозже расскажу, что к чему. А пока товарищи возят силы. Сейчас пускай, в общем-то, возят, да. Декабрь, друзья, у нас продолжается. И был продан весь силы за кадром. Итого у нас на балансе стало 1 миллион 770 тысяч. Это, в общем-то, ненадолго. Даже если мы ничего не будем покупать. Эти деньги довольно быстро спишутся на амортизацию и на наше производство. Также у нас, соответственно, заработал наш гидрант. Поэтому я уже отправил всех возить водичку. Они целый день у нас сейчас катались. И я, друзья, забил все производства, которые требовали воду. Причем, как видите, забил их вот по максимуму. Где у нас еще вода требовалась? Здесь почти полная вода. Пивоварня полная вода. Да, многое он тратит ее. И осталось, друзья, только забить коровник. Но на коровник надо привезти еще много. Еще миллион 3, наверное, литров осталось туда привезти. У меня здесь увеличено немножко коровник. 5 миллионов он вмещает воды. Я сначала как-то, когда я вам рассказывал про то, что я увеличил емкость коровника. Воду я тогда не трогал. Потому что вроде как хватало. А вот на самом деле нет. Сдолбал ее каждый день возить по полным бакам. Сейчас, в общем-то, все перевезем и все. На какое-то время об этом забудем. А по всему, друзья, я также думаю, что надо, наверное, забить здесь корм. Пока деньги есть, потому что мы его покупаем. А у нас есть полтора миллиона литров. То есть еще мы можем привезти сюда 3,5 миллиона. 3 миллиона это 900 тысяч денег, если что. Если мы посмотрим здесь, дейли фут у нас 655 кубов в сутки. Но у нас, друзья, наши коровы начали плодиться, начали размножаться. И те, которые новые рождаются, они еще и растут. Они тоже больше жрут. Поэтому эта цифра будет немножко расти. В любом случае, если мы забьем полностью кормушку, то до лета нам должно хватить прям точно. Поэтому я предлагаю ее забить. Видите, там 3 миллиона. Давайте даже не 3 миллиона. Ладно, давайте 3 миллиона. Давайте ее полностью действительно забьем. У нас вот этот товарищ это будет делать. Он у нас будет возить манна смесь. Будет ее покупать на закупку материалов в ЖД вокзал. Так, я не то нажал. Покупать он ее будет там. А выгружать он ее будет в коровник еда. 9 раз. Это будет 2 миллиона 700. И еще надо будет потом 2 раза лишних. Может быть, он сейчас 2 раза загрузится. Мы ему сбросим счетчик опять до 9. А рассчитываем, что это будет 11 поездок. Каждая по 90 тысяч. 990 тысяч. У нас остается 700. Есть еще одна вещь, которую мы покупаем. Это наш корм для свиней. Мы его немножечко производим. Но если мы посмотрим, сколько мы его производим. Вероятно, нам станет плохо. Вот он, корм для свиней. У нас складируется 117 кубов в месяц. А свинки наши жрут по 126 кубов в месяц. На самом деле, не сильно большая разница. Но если мы копнем глубже, корм у нас производится здесь. На вот этих вот двух линиях. По 750. Канола у нас осталось 178 кубов. Так, берем калькулятор и считаем точно все. Чтобы было все четко. Смотрите. 1700 у нас канолы. Она первая закончится в любом случае, чем подсолнухи. Поэтому будем по ней ориентироваться. У нас тратится в час. Умножаем это на 24. Получаем 40 кубов, которые у нас тратятся в месяц. И с таким успехом он проработает 4,5 месяца. И 5,5 месяцев проработают подсолнухи. То есть, январь, февраль, март, апрель, май. В мае нам эту линию уже придется отключить. В июне подсолнухи. То есть, станет меньше корма. Также у нас этот корм производится на пивоварне. Но пивоварня, судя по всему, будет работать. Или не будет. Давайте посмотрим. У нас здесь, скорее всего, закончится хмель. Потому что солодом проблем, насколько я понимаю, особых нет. Хмеля у нас здесь потребляется 400-400-400-1200 плюс 500-1700. Хмеля тоже самое. Но здесь 293 куба лежит. Это получается на 7,5 месяцев. Там в любом случае что-то должно извиниться. И солодовля наша. Ферментатор солода еще производит у нас корм для свиней. Здесь все, скорее всего, закончится намного раньше. Хотя здесь у нас по 2000 потребления. То есть, 48 кубов в месяц. Округлим до 50. Соответственно, пшеница скоро закончится. 3 месяца она проработает с копейками. А ячмень проработает 6 месяцев. Даже 7. Короче, на полгода мы кормом как бы обеспечены. Но я бы сделал на всякий случай запас, друзья. Который просто можно будет отвезти на базу. Если у нас по 120 кубов в день тратится. То, возможно, имеет смысл на 3 дня сделать запас. 360 кубов. Сколько это нам обойдется? Сразу такой вопрос. Корм для свиней он так-то подороже будет, чем моносмесь. Закупка идет по 900. 360 кубов. Даже если округлим до 1000. 360 тысяч. Нормально, потянем. Это получается по 2 раза съездить к каждому ману. Давайте в каждый ман и отправим. Смотри, ты повезешь корм для свиней. И выгружать его будешь на элеватор тогда. Там его сохраним. Опять-таки на закупке. ЖД вокзал. Давай погнал. Е, чинись. И ты у нас тоже самое. 2 раза. Корм для свиней. На элеватор. И опять-таки закупка. ЖД вокзал. Сдынь поехал. Что он какой-то прям починенный нормально. Странно. И белый ман тоже самое. Закупка на ЖД вокзал. Корм для свиней. Все. Погнали, ребята. Ну и получается, что все у нас катаются. Так, кстати, один товарищ у нас ездит. Возит последнее. Вот этот жидкий навоз на сепаратор. В общем-то, уже почти все отвез. 4 раза ему надо еще съездить. После чего он присоединится возить воду. Тут, в общем-то, все просто. Ну и после того, как вот эти вот ребята уже все докатаются. А времени на это уйдет много. Я это завтра на работе, друзья, сделаю. Мы тогда с вами смотнем время и встретимся в начале января. Уже в реальном 10-м году. А то вроде как серия посвящена 10-му году. А уже сколько времени на гребаный декабрь ушло. Так что вот такая вот история. Наступило, друзья, утро января. Правда, написано, что год 9. Но, насколько я понимаю, это у нас из-за того, что год начинается с марта, судя по всему. Ладно, ничего страшного. Потерпим эту. Я как-то не обращал внимания даже раньше. В общем-то, наш баланс уже успел стать минусовым. Быстро, однако, конечно, это случилось. И январь-февраль, друзья, у нас обычно ничего не происходит. Опять-таки вот левый столбец. Обслужить производство и все. Больше ничего делать здесь не надо будет. Вообще, на самом деле, куда наши денежки-то ушли? Мы купили корма для свиней. Вот 415 кубов на элеватор ушло. Также был забит. Ну, он вообще, на самом деле, почти полностью был забит. Вместимость по корму для наших коров. Но они уже много сожрали, само собой. Мне кажется, они жрут больше, чем вот здесь написано. 652 куба. Есть у меня, в общем-то, такое ощущение. В общем-то, друзья, что нам нужно сегодня сделать? Особо ничего интересного. Я всегда зиму проматываю. Отвезти на сыроварню молоко. Туда, кстати, много влезет. Поэтому, я думаю, забьем полностью. Молока у нас хватает. Мельница пшеницы у нас закончится. Мы, соответственно, линию останавливаем. На производство удобрений нужен будет жидкий навоз. 600 кубов сюда влазит. Тоже забьем все по максимуму. Гречиха на мельнице дальше у нас идет. Которая тоже линия остановится. Производство извести требует камни. Это прям быстро, потому что камни у нас лежат в карьере. Чебеночный завод, да, называется. Камней тут хватает. Поэтому, в общем-то, все, что здесь есть, перенесем, перевезем на чебеночный завод. Далее пособираем корм везде, где есть. На свинарник отвезем. На компостер надо будет дизельное топливо. То, что требуется на следующий день, февраль, я тоже сразу сделаю, чтобы мотнуть сразу два дня. Соответственно, навоз на производство удобрений, скорее всего, с сепаратора можно будет взять там рядом. Сколько его тут? 89 кубов. В принципе, можно этот весь отвезти. Все равно, отсюда девать некуда. Поддоны рыбакам по одному прицепу, или сколько там влезет дизельное топливо, им там забьем в очередной раз. Производство извести тоже дизельное топливо. Забьем сколько надо будет. Лесопилка, дерево. Наверное, даже просто перенесем поддоны от наших лесорубов. По 6 штук их тут есть, соберем просто руками. Быстрее будет. То же самое, что на лесорубов надо перенести поддоны. Возьмем с лесопилки, перенесем руками. Сырую нефть перевезем. Щебеночный завод дизельное топливо перевезем. И биогаз, навоз тоже забьем. Навоза у нас много. Тут, друзья, 2 минуты. Я это опять-таки на работе завтра сделаю. Все просто перевозки, которые не сильно интересные. Поэтому встретимся уже, наверное, в марте даже. Ну, интересного вряд ли что-то будет здесь. А в марте уже посевная. Итак, друзья мои, наступил у нас март. И уже написано даже год 10. Так что все нормалды. 7 часов утра у нас. Баланс, разумеется, просел. Опять-таки, минус миллион почти. Но мы его чуточку восстановим. И какие у нас задачи на март? Ну, во-первых, как обычно, конечно же, обслужить наше производство все. Плюс нам нужно засеять несколько своих полей. В марте мы сажаем подсолнухи, свеклу. И все. Подсолнухи и свеклу получается. Для свеклы у нас выделено вот это вот замечательное поле. Маленькое. И вот это вот поле побольше. Третье. Они, разумеется, полностью у нас подготовлены. Тут все хорошо. Подсолнухи будем сажать, опять-таки, как и в прошлом году, на 49-е, 43-е поле объединенные. Так что тут, в общем-то, все понятно. Также, друзья, у нас есть несколько контрактиков. 6 посевов. Ячмень, морковь, мак, лук, пшеница и белая капуста. Поле 66 пшеницы и довольно-таки большое. Поэтому денег трехи поднимем. Семена у нас свои есть, поэтому все в порядке. Есть, друзья, 3 контракта на прополку. Я вот решил их взять. Несмотря на то, что они долго будут делаться, у нас много работы на сегодня. И, друзья, есть еще 17-е поле на удобрение. Но, кроме всего прочего, после прополок и после посевов появятся эти же самые поля на удобрение. Удобрять мы будем жидким навозом и навозом. У нас его очень много. Надо его куда-то девать. Плюс сэкономим удобрение, в конце карьеры продадим. И это действительно очень долго все будет у нас происходить. Поэтому март выйдет опять-таки очень длинным. Давайте тогда начинать. Начнем с тех, кто у нас будет долго работать. Начнем с полонника. Я думаю, с маленьких полей мы начнем с 55-го. Это маленькое поле, да? Самое маленькое. А нам еще наши поля надо будет потом полонником проходить. И как долго будет 80-е поле у нас полонник? Это кошмар. Но уже ладно, это все потом. Мы ж никуда не торопимся. Поле 55. Едь давай работай. Парковаться по завершению тебе не надо. Поэтому просто едь, просто работай. Также, друзья, отправим две сейлки. Начнем мы со своих полей. Свои поля мы будем удобрять нормальными удобрениями. Чтобы там полностью уровень азота у нас был четким. Значит, вот эта сейлка у нас будет подсолнухи сеять. А подсолнухи у нас 43-е вот это вот поле. С острыми краями. Припарковаться по завершению ему не надо. Потому что он до конца у нас не сеет. Надо потом маленькую пупуську будет вручную просеивать. И на поле 43 давай, шуруй, все там засевай. Далее у нас есть еще одна сейлка. Ей мы выставляем свеклу. Подсолнухи, кстати, возможно, еще надо будет прикатать. Точно не помню. Но это не сильно важно. Черт пролистал. До него свекла выставлена. Начинаем с маленького поля 4-5. Свеклу, по-моему, прикатывать не надо. Но это не точно. По-моему, вообще не надо прикатывать культуру, которая сидится именно с сажалками. Которые сажаются. Поле 4-5. Давай, шуруй, катайся. Ну и, друзья, отправим еще тогда поле 17 в удобрение. Отправим его поливать тогда жидким навозом. А где у нас эта штука стояла для жидкого навоза? А вот она, маленькая наша GCB. Черт, она, конечно, очень долго будет это делать. Но ладно уже. Это не самое большое поле. Ему, конечно, больше кататься придется. Именно пополняться. Но еще, в общем-то, у меня время на это есть. Пускай ездят и работают. У нас есть еще посыпалка обычным сухим навозом. Контрактов, в общем-то, в любом случае будет еще много. Они будут работать обе. Потому что у нас и навоза, и жидкого навоза впритык. А жидкого навоза у нас, по-моему, 3 куба всего осталось места. Но сейчас, в общем-то, от него и будем потихонечку избавляться. Но и на полях, кто сегодня будет работать. Пока у кого есть возможность. Все поехали. С этим мы разобрались. Давайте тогда разберемся с нашими производствами. В первую очередь, конечно, наверное, имеет смысл посмотреть, что нам надо повывозить. Во-первых, у нас много электрозаряда. Давайте мы его продадим. Далее, воды, в принципе, поднасобиралось неплохо. Возможно, отключим скважину. Давайте отключим скважину, действительно. Когда обслужим все везде, где надо вода, посмотрим по остаткам. И тогда включим ее, если будет мало. На компостере у нас насобиралось много компоста. Его надо обязательно перевести на склад. Также из лаборатории Дружини, наверное, надо забрать. Силосную добавку, в общем-то, имеет смысл вообще. Вольву с поддонами покатать везде. Поддоны все позабирать. Столкнулся зимой с очень нехорошей херней. Если в производстве входящие материалы совпадают с исходящими. Например, поддоны вот здесь, да. Хотя у нас не производятся поддоны. Здесь они только тратятся. Но их в исходящую... Их можно будет забрать просто оттуда потом. Неиспользованные они, короче, в инспекторе не отображаются. В продакшн хат инфо, да. И можно провафлить вспышку, когда надо их туда довезти. С лесопилки, друзья, все надо забрать обязательно. Щепу перевезем сразу же на целлюлозную фабрику. С лесорубов дерево тоже надо обязательно забрать. Кстати, лесорубам, друзья, я отвез белое бочковое пиво. По 5 кубов им вылил. Поэтому у нас сейчас оно работает как бустер. И мы немножко больше производим дерево. А лишним не будет. С мельницы, наверное, пока нет смысла ничего забирать. Потому что здесь у нас полпа еще осталось. Ее совсем чуть-чуть. Когда она вся переработается. Тут ей, по-моему, день или два осталось всего поработать. На какой день или два? 2,5 куба в час тратится. В общем-то мы эту линию отключим. И потом просто заберем отсюда все, что здесь лежит. И отвезем на склад. Чтобы потом отдельно не ехать за этой мукой. На молочном заводе, наверное, нет смысла пока ничего забирать. Тут прям мало всего у нас делалось. МПЗ понятно. На пивоварне что у нас происходит? Тоже не сильно всего много. Смысла забирать особо нету. Известь. Известь точно надо вывести будет. Производство удобрений. Удобрения тоже надо будет вывести. А у рыбаков тоже почти подзабито все. К рыбакам обязательно надо будет съездить вывести. Сахарный завод, наверное, смысла никакого нету. На сепараторе гербицид у нас уже поднакопился. Тоже имеет смысл вывести. Стеклотарный завод, наверное, тоже бутылки можно забрать. Довольно много их. Столярки, наверное, можно ничего не забирать. Вот поддоны опять-таки там не отображаются. Поддоны можно привезти туда. Сыроварни тоже мало всего. Солод, друзья, надо будет забрать. Потому что надо будет отвезти его на пивоварню. Весь из целлюлозной фабрики. Тоже имеет смысл все забрать. Ой, щебеночный завод. Это все дело мы продадим. Так что перевозок сегодня опять-таки много. Но ничего, покатаемся, повозим. Не проблема. Да, мельница полба 12 часов 42 минуты осталось. Проработать. Но время сейчас остановлено. Пускай оно будет остановлено. Мне как-то так комфортнее работать. Давайте потихоньку тогда отправлять всех в работу. Начнем, друзья, с манов. Кому прям много ездить, много возить. Значит, красный ман. Он у нас поедет забирать компост. 8 поездок он сделает. И все это дело у нас идет на элеватор. Давай, друг, погнал. Далее еще один ман у нас есть. Компост, кстати, можно вывезти-то и с водочистной станции. Но тут его не сильно много. Давайте заберем на всякий случай. Как раз 5 поездок. Компост. Водочист. Компост. Загрузка. Точнее, забираем мы водочист, компост, загрузка. Выгружаем мы на элеватор. Давай, друг, погнал. И еще один ман у нас остается. Чем будет у нас заниматься он? Он поедет у нас лесопилку обслуживать. Там тоже 8 поездок. Причем длинных. Загружая щепу, выгружаешь на целлюлозной фабрике щепа. И возишь щепу 8 раз. Отлично. Погнал. Маны отправили. Хорошо. Есть у нас еще такая вот маленькая возилка. Ее можно отправить, забрать, например, удобрение. Ей тоже как раз на 8 раз этого всего будет. Ты у нас забираешь производство удобрений и загрузка. 8 раз тоже погнал. Отлично. И погнали еще к нашим бочкам. Сейчас мы им тоже дадим работу. На самом деле не очень хорошо, что до хрена всех сейчас будет ездить. Но ладно. Я пока здесь. Я это буду все отслеживать, контролировать. Бочкам, друзья, не особо там много чего есть катать. В плане вывоза. Гербициды имеет смысл забрать. Одну бочку отвезти. И, друзья, жидкие удобрения я говорил. Три раза. Давайте, в общем-то, и отправим их тогда. На самом деле можно одну бочку отправить. Просто сделать 4 поездки. Когда она загрузится гербицидами, мы ее тогда поменяем. Семена удобрения сепаратор выгружатся на базе склад жидкостей. Все. Он когда загрузится, мы увидим, что он загрузился. Мы поменяем сепаратор на производство удобрений и загрузка. И гербицида на жидкие удобрения. С этим разобрались. Тогда у нас есть еще бочки, которые могут у нас заняться более полезными вещами, как уже обслуживание производств на поставку ресурсов. И первое, что у нас по списку идет, это биогаз север жидкий навоз. Его туда влазит аж 500 кубов. В общем-то, 450 на 9 поездок мы и отправим тогда, например, вот эту бочку. У меня имеет только эгаз север жидкий навоз. Остальное тут и все и так стояло. Давай, друг, погнал. Также на производство удобрений у нас требуется дегистат. Он там заканчивается. Его туда тоже, по-моему, до хрена влезает. Дегистат у нас есть 632 куба. А влезает его 600 кубов. Я думаю, тоже 9 поездок. Можно смело ставить. Дегистат отвозить на производство удобрений выгрузка. И забирать на БГА северный дегистат. 9 раз, погнал. Вуани сегодня накатаются у нас. И еще для бочек нужно будет лишь отвезти на НПЗ сырую нефть. Но кроме всего прочего, друзья, каждый день, наверное, надо сепаратором заниматься. Очень быстро идет потребление. Поэтому уже когда освободятся. Уже, кстати, на 9 поездок получается. Нефть можно повозить и этой штукой. Но знаете ли, это уже извращение будет. Да, свеклу прикатывать не надо. И подсолнухи прикатывать не надо. Так что все здесь хорошо. Потом лишь удобрить. Это все надо будет. А почему у нас здесь немножечко камней лежит? Странное дерьмо. Причем совсем чуть-чуть. Ну ладно, их уже трогать не будем. Ну и остается лишь позабирать продукцию. Погнали этим и займемся. Делать мы это будем на нашей вот этой Вольве. Как я уже говорил, поддоны будем забирать с лаборатории. С лесопилки обязательно. Лесорубы, само собой. Кстати, с них и начнем. Рыбаки. И стеклотарный завод, по-моему. Все, да? А, ферментатор обязательно тоже заберем. У нас на производство пойдет. Все, тогда отправляем его на лесопилку сначала. Заедем там к лесорубам. Все позабираем. Вы знаете, чего не хватает в этой игре? Вот мне в плане автоматизации всех. Нельзя в автодрайве, в курсплее создавать очередь какую-либо работу. Мне кажется, было бы вполне классно поставить какой-нибудь удобрялки. Сначала удобрить одно поле. После того, как он завершает работу, в курсплее меняется на другое поле. И маршрут курсплея там загорается какой-нибудь, загружается какой-нибудь другой. Пускай сохранен. Но он едет туда, выполняет ту работу и так далее. То же самое с перевозками. Отвести 9 поездок по такому-то маршруту. После этого переключиться там на 9 поездок по такому-то маршруту. Мне кажется, это было бы классно. Итак, с дерева. Забираем все. 13 поддонов. Пускай и не полные, но какие есть. Отсюда забираем те же самые 13 поддонов. И подъезжаем к третьему лесорубу. И делаем здесь абсолютно то же самое. Черт, не то нажал. То же самое, 13 поддонов забираем. 370 кубов. Погнали, отвезем сразу это руками на выгрузку. Маркер ставим влево. И примерно вот так вот стой. Да, без тормозов абсолютно машина. И вот так вот это все дело разгружаем. Ждем пока загрузятся поддоны. Загружаем все оставшиеся и выгружаем их еще раз. Кстати, в версии 3.9 вроде как эту всю штуку починили. Но у меня все еще 3.8 и обновляться я не буду до конца карьеры. Я, кстати, вот про эту штуку забыл. Сепаратор производства удобрений и загрузка. И загружаешь ты жидкое удобрение. Три раза давай. Блин, а как много техники работает. И между ними всеми переключаться стало геморройно. Все, дерево мы выгрузили. Теперь можно заняться перевозом продукции. Уже в автоматическом режиме. С деревом тоже можно было автоматически это все сделать. На просто 3 точки что-то как-то... Мне почему-то кажется, что так быстрее. Хотя в целом перевезти продукцию быстрее в ручном режиме. Итак, здесь мы выгружаем тогда 34 поддона ДВП. Да, за раз мы все не увезем. И 16 поддонов ДСП тогда. Бздынь. Все, выгрузили. Давай, шуруй, ждем тебя снова. Наш лесопильный чел уже едет на место парковки. А что, ему так мало поездок прописал там что ли? Он же не мог успеть отвезти. Это же очень долго. Мне тут 409 кубов осталось. Три раза что ли всего съездил? Или даже два? Или даже один? Как так-то? Давай, друг, 6 раз тебе еще минимум ехать. Есть катайся, что это ты? А вот этому товарищу одной цистерны хватило на 10% выполнения контракта. То есть ему нужно будет 10 цистерн. Да, логично я посчитал, да? Ну, первое поле со свеклой засеялось. Сейчас мы его переставим на третье поле. Вот здесь, кстати, просеял полностью, до конца проехал. Я не знаю, друзья, как это работает, если честно. То досеивает, то не досеивает. Но да ладно. Ну, тогда дальше, друг, ты едешь на поле номер 3. Все, давай, погнал. Ну, и это поле тогда еще надо удобрить. Можно сразу отправить удобрялку. Вот эту нашу прекрасную вальтру. Удобрять поле 4-5. И пополняться на элеваторе. С острыми углами все как положено. Давай, друг, едь, работай. Ты же у нас потом паркуешься? Паркуешься. Мы распределение азота ставим авто, чтобы он не экономил, а делал все по фэншую. А тем временем вальва, кстати, приехала на лесопилку. Что самое странное, вот сколько они тут уже катаются, еще ни разу никто не столкнулся, никого не надо было поправлять. Итак, выгружаем. ДСП. 15 поддонов, еще на 35 остается место. Поддоны я вывозил оттуда, кстати. Планки. О, как раз 35. Ну, 34 забираем, чтобы полные только были. И поддоны мы тогда трогать не будем. На следующий день заберем в апреле. Или нам они нужны будут? Нет, друзья, заберем. На всякий случай еще и поддоны отсюда все. Пока 1. И 28 у нас еще здесь остается. Следующей ходкой, значит. А вот и накаркал я. Итак, с дубль 3 у нас третий раз. Мы приехали на лесопилку. 27 поддонов мы отсюда забираем. И отсюда тогда едем на стеклотарный завод. Потому что полмашины еще пустой. А стеклотарный завод у нас где находится? В карьере, правильно. Стекло, загрузка. О, кто-то... А, удобрялка. Ладно, это неинтересно. Быстро она справилась, однако. Стекло, загрузка продукции. Давай, друг, едь туда. Ну и все получается. Четвертое, пятое поле засеяно и удобрено. Это замечательно. Единственное, конечно, надо будет еще здесь... А, сорняки у нас здесь не вылезут на этом поле. Потому что мы его пахали. И на 80-м поле сорняки не вылезут. Мы его тоже пахали. Вот это классно. А вот Ман прибыл на парковку. Который у нас компост с выдачной станции возил. Его надо отправить куда-нибудь покататься. У нас на пивоварне закончились поддоны. И я за этим тоже не уследил. Так как время сейчас установлено, тоже не видно было. Надо поддоны сюда отвезти обязательно. Сто кубов вылазит. Хорошо. А, производство извести. Тут на 7 полных поездок у нас извести есть. Так что давай, едь, катай. Тоже на элеватор. Извести у нас вся закончилась. На элеваторе ее сейчас нет вообще, по-моему. На 78-е поле ушли все запасы. Так, известь, загрузка. Все, туда давай шуруй. 7 раз, катайся. А тем временем Вольво прибыло. Кстати, в карьер на стеклотарный завод. Даже если вся продукция не влезет, она скорее всего не влезет, да? Заберем просто бутылок, сколько влезет. Вот 23 штуки мы можем выгрузить. А у нас их здесь 42 поддона. 23 выгрузим и нормально будет. Выгружаем. 23. Стой же ты, остановись. Опс, остановился. Выгружаем. 50 поддонов загружено. Он 15 секунд стоит, ждет. Просто сразу. У него ожидание. Мы пока ему поменяем точку загрузки. Сахарный завод, солод, загрузка продукции. В следующий раз он поедет за солодом. На ферментатор солода, кстати, тоже поддоны нужны. А, они у нас в списке здесь отображаются. Это хорошо. А вот на пивоварне не отображаются. У нас же здесь поддоны есть. Поддоны 270 кубов есть. Хорошо. Отправим один раз вот этого товарища. Пивоварня, выгрузка, поддоны. Один раз. Только предел заполнения мы снимем. А то 45 кубов для чего-то стояло. Мы это дело сбрасываем. Давай, съезди, отвези поддончики туда. На самом деле поддоны такая штука, которую тоже иногда подумываешь о том, чтобы поставить просто на распределение, да и все. Черт, а эта Вольво не может в горку подняться здесь нагруженная. Пожалуйста, не сталкивайтесь. Вот ей тяжело загруженной. А здесь горка такая неприятненькая. Ну куда ты вот это? Ну вот что за дела вообще? Черт, как ей тяжело-то, а? Она буксует, но забирается хотя бы. Нет, все? Или едет? По чуть-чуть едет. Давай, ты сможешь. Я в тебя верю. 750 сил же. Давай, 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 давай. По-моему, в прошлый раз у нее таких косяков не было. Все, нормально, поехала. Блин, бутылки вроде же не так много должны весить. Да и пустые поддоны там. Опаньки, один водовоз прибыл на базу. И куда мы его отправим? А, нам надо было еще нефть перевезти. Нефти, наверное, пять раз стандартных, да? 250 кубов собралось, да? 237. Четыре раза. Сырая нефть. НПЗ выгрузка сыпучая. Загружаться. Нефть загрузка. Давай, погнал. Это, в принципе, он обычно быстро делает, потому что тут мало ему ездить. Я вот еще, друзья, знаете, что думаю? Смотрите, у нас ферментатор солода. Пшеница уже заканчивается. То есть солод перестанет производиться. А это был поздний урожай, и мы поздно запускали. А сейчас урожай у нас будет ранним. То есть в июле уже начнем собирать. Если не в июне. И опять запустим это производство. То есть восстановится оно в следующем году намного раньше. Но это уже ладно. В следующем году мы эту проблему и будем решать. Да это, в общем-то, не проблема. Еще один водовоз у нас прибыл на базу. Это который возил жидкий навоз на БГА. Что-то он как-то долго ездил. С учетом того, что там одно место было, другое там раньше закончил. А, другому 4 поездки всего было. Ну ладно. А, в общем-то, для водовозов одна у нас работа всего лишь осталась. Это сепаратор. Сколько? 450 кубов. Еще 9 поездок. Как раз жидкий навоз с коровника на сепаратор. И все, получается, с жидкостями будет весь вопрос решен. Что странно, обычно жидкости у нас больше времени занимают. Но получилось вот так. Контейнер у нас прибыл на парковку. Это тот, который поддоны возил. Кстати, контейнеры надо будет сейчас отправить. Потому что надо поддоны на ферментатор солода. И надо еще на столярку планки отвезти. И на парковку зерновоз ман прибыл. Ух ты. Это приятная новость. И только найти бы его. Текст. Какая у нас есть работа для мана? По поводу вывоза, по-моему, у нас все, кроме карьера осталось. Да? Но карьера я прямо сейчас не хочу трогать. В последнюю очередь его. Отсюда все на продажу. Все маны просто пачкой. Тогда пойдем, друзья, по списку. Тут, на самом деле, тоже немного всего надо сделать. Смотрите. Фед свинарник солома. На самом деле, лучше отправить... О, у нас еще и этот прибыл на парковку. Значит, корм, наверное, будет катать вот этот товарищ у нас. Или нет? Или ман. Что у нас там по корму под нас собиралось? Я один прицеп, кстати, уже искупленного. Отвозил. Резаная сахарная свекла. Купится. У нас линия эта запущена-то вообще? Я помню, что я ее то запускал, то останавливал. У нас эта линия не запущена. Эвана как? Я сюда привез эту самую резаную сахарную свеклу, но линию не запустил. Значит, давайте мы ее заберем. Вот ман и поедешь ее туда возить. Три раза? Два раза. На три там не хватит. Резаная сахарная свекла. Забираешь ты ее на сахарном заводе. Загрузка известь на той точке. Там, в принципе, загрузка всего спущего идет. Везешь на БГА. БГА север разгрузка. Давай, погнал. Так вот, мы хотели решить по поводу корма для наших свинок. И тут получается по одному прицепу с ферментатора, с пивоварни и с НПЗ можно забирать. С пивоварни еще и маленькие. Ладно, с этим понятно. Так вот, друзья. На свинарник имеет смысл отправить, наверное, нашу Джесси Бишку. А еще у нас Вольва приехала за солодом. Надо ее загрузить. Давайте, просяной солод. 33 поддона. Далее, пшеничный солод. 17 поддонов. И места в фуре больше нету. Все, давай, вези. Нам нужна Джесси Бишка. Что у нас тут по соломе? Солома только тут осталась, да? 3,5 миллиона еще есть? Нормально. Или есть она у нас еще? Нет, она у нас только на одном месте. На элеваторе больше нету. Ну и ладно. Значит, со сколько у нас сюда ее влезет? Влезет ее 242 куба. Прицеп у нас на 300, поэтому надо поставить ограничение по заполнению. На 242 тысячи литров. Бздынь. Едешь ты, друг, всего лишь один раз. Со склада тюков у нас забираешь. И на свинарник солома выгружаешь. Везешь солому, как ни странно. Все, давай, есть у тебя получится. Мы тогда возвращаемся на базу. На ферментатор солода. На ферментатор солода нужны поддоны. Посмотрим, сколько туда влазит. То на некоторых 50 кубов всего влазит в производствах. Здесь влазит 75 кубов. У нас прицеп на 70. В целый прицеп не влезет. Это не беда. Одним простым движением мы делаем так, чтобы влезло 65. И давай, друг, дой. На сахарный завод. Солод. Выгрузка поддоны. Погнал. Далее. На столярку. Нам нужны планки. И поддоны, кстати, тоже туда нужны будут, наверное. Планок влезет прям до хрена. А есть у нас их 737 кубов. Тоже до хрена. Я думаю, можно скататься 5 раз. Планки. Во. И выгружаться на столярки. Столярка. Столярка-выгрузка. Все, давай, тоже погнал. Вези к этой планке. Еще на лабораторию нужна патока. Но патока у нас возится нашей фурой. Которая рефрижератор. Вопрос, есть ли она у нас здесь на складе сейчас. 205 кубов ее есть. Плюс еще 100 кубов можем забрать с сахарного завода, если что. А влазит сюда 600. В общем-то все 300 можно везти. Поэтому пускай 3 раза у нас съездит. Получается со склада. Тоже на сахарный завод. Лаборатория выгрузка поддона, насколько я понимаю. И везти патоку. 3 раза. Давай тоже погнал. Опять работает куча техники. Так, друг. Давай-ка ты тогда. Едь сначала в лабораторию. Лаборатория загрузка продукции. Сначала патоку заберем. Потом золот весь оставшийся. Да, тут такая ситуация получается, что я вроде как с той территории вожу на склад. А потом со склада везу обратно. Но мне так удобнее. Далее, если мы посмотрим по списку необходимого в обслуживании, то производство удобрений на ввоз требуется. Которое, конечно же, удобнее забирать с сепаратора. Но сейчас туда ездит бочка. Мне кажется, это не очень удобно было бы. Ну ладно, давайте отправим уже. На сколько? На 9 раз тут получается хватает. Единственное, только, наверное, я бы его заправил сейчас вручную. Потому что у него счетчик потом собьется. Поэтому давай, друг, заправляйся. И давай, езжи заполни мне там все. Также туда надо будет отвезти еще компост. Но компост отвезем с базы. Заполним. Я, друзья, производство удобрений не сильно хочу сейчас полностью заполнять. Потому что именно навозом. Потому что навоза у нас много в избытке. И он производится еще на сепараторе. И оттуда его тоже девать некуда. Завершил кто-то у нас работу. Кто у нас завершил работу? Завершил работу у нас свекла завершила. И вот это поле, она, видите, до конца не убрала. Точнее, не засеяла. Поэтому надо это сделать вручную. Не знаю, от чего это зависит, как это работает. Но вот иногда получается вот такая вот история. Поэтому мы это дело вот так вот проходимся. И обратно ее складываем. По всему, друзья, свекла засеяна. А значит, можно приступать к контрактам. Начинаем, как всегда, с маленьких полей. Например, 69-е. Выставляем здесь белую капусту. Опять пролистал. Вот она. Выставляем минимальный расход семян. Вроде как это ни на что не влияет. Но знаете ли, душе спокойно. Фуражник у нас там, кстати, тоже закончил. Отвез соломку свинкам. Поле 69. Во. И давай тебе там тоже маршрут тогда сгенерируем. Вот такой можно даже поставить. Сглаженные углы теперь. Давай, друг, едь туда сей. Ну и третье поле тогда можно нам удобрить. Можно отправить туда удобрялку. Она поедет на поле номер 3. Ставим ей работу с курсплеем. Она потом припаркуется. И генерируем ей маршрут. Как обычно, самый простой. Все. Давай, едь, удобряй. О, тем временем сюда у нас приехала наша Вольво. Так, а патока у нас не здесь. Патока у нас на сахарном заводе. Я ее неправильно отправил. Давай, друг, сахар. Загрузка продукции едь туда. Он кружочек сейчас быстренько навернет. Здесь все нормально будет. Да, насыщенный март, однако, у нас получается. И это только март. Апрель будет намного веселее. Потому что в апреле еще и покос. Ну и тут, друзья, в апреле чуть попозже. В этой же серии, кстати, да. Так, первое, что мы выгружаем, выгружаем патоку. 20 поддонов. И я думаю, тогда дуй, друг, на солод загрузка продукции. У нас там еще один водовоз прибыл на парковку. Но все, для них сегодня работы уже не будет. Кто завершает, тот идет отдыхать. У нас сегодня самое много работы будет для наших удобрялок. Точнее, которые навозом и жидким навозом. Они у нас тут будут работать до победы. Я не знаю, сколько времени у них на это уйдет. Боюсь, что не один рабочий мой день. Но ничего страшного. Итак, 20 поддонов у нас загружено. 30 еще влезет. Я думаю, что мы вот ячменного солода 30 поддонов и загрузим. А остальное ничего, грузить уже тогда здесь не будем. Пшеничного у нас чуть-чуть осталось. Мы его заберем завтра, когда здесь вся пшеница закончится. И отвезем его весь на пивоварню тогда сразу. Сделаем так. Что нам еще из поддонов надо было забрать? Я не помню. Рыбака, по-моему. И все, да? Рыбак и все, да. Больше мы решили ничего сегодня не трогать. Так, друг, стой. Ты у нас потом поедешь на рыбак загрузка поддона. Вот этого мы тогда паркуем, чтобы он в табе нам не мешал. Между тем, красный ман у нас закончил свою работу. Он у нас возил резанную сахарную свеклу на БГ. Кстати, она из списка у нас пропала, да? Но висела здесь. То есть на пару дней там ее буквально. Вот патока сейчас закончится и списка пропадет. Мы ее там прям много-много загрузим. Так вот, его мы останавливаем. Что нам еще останется сделать? Производство удобрений и компост надо отвезти. И вот туда влезет 300 кубов. Поэтому 4 раза. Один раз, кстати, можно забрать сахарного завода. Ну ладно, уже не будем. У нас, кстати, компоста уже много. Мы его в прошлом году не продавали. Трохи под нас собиралась. Так, производство удобрений и выгрузка. И везешь ты компост. Во, компост. 4 раза. Погнал. Ну и по сути дела останется только корм для свиней на свинажник. Ну и потом в долгую на вывоз всего добра из карьера. Наконец-то приехал Волева за рыбаком к рыбаку. Итак, с камбалы у нас здесь получается 17 поддонов. В первую очередь забираем камбалу и селедку. А остальное уже сколько влезет. Потому что там именно забито было. 17 поддонов. Селедки забираем. Итого 34. Остается еще место на 16 поддонов. А креветки получается 7. Ясно, понятно. И омары тогда тоже 7. Еще место для двух поддонов остается. Но мы его отправим на базу. Не полным получается, да? 48. Ну и нормально. И потом ты поедешь, друг, у нас еще на рыбак 2. Загрузка поддона и сделаешь ту же самую операцию. Столько же и загрузим. Белому ману осталась одна поездка всего. Щипу отвезти. Два раза еще надо будет компост съездить отвезти красному ману. И где наш еще один? Кто у нас там? Черный ман. Три раза известь забрать. Ну это, кстати, самое долгое. Можете еще с кормом разобраться бы. Но это ладно, разберемся. Тем временем подсолнухи у нас тоже практически досеялись. Единственное, только я вот вижу еще кусочек, который не просеялся. Мы его сейчас ручками просеем. Ну и в общем-то это хорошо. Наша посевная наших полей уже закончилась. Ну вот что ты вот до конца не доезжаешь, а? Ладно, не беда. Мы за тебя все сделаем. И вот эту вот тоже маленькую пупуську мы сейчас сами ручками просеем. Чтобы все у нас здесь было хорошо. Не было никаких вот таких вот дыр. Все. Это дело мы складываем. И можно отправлять его на работу по контрактам. А я думаю, что он поедет тогда на поле номер 24. Сеть маг. О, как раз удобрялка прибыла. Сейчас мы ее сюда и отправим. Итак, с маг на поле 24. Немножко дурацкое поле, но нас особо сейчас не волнует. Убирать его неудобно. А всякие такие работы в принципе-то и пофигу. Итак, с поля 24. И ставим опять-таки частоту сева на минимум. Все, друг, есть тогда выполняй контракт. Вольва у нас сейчас прибыла. К рыбакам давайте мы ее из стаба, во-первых, выпилим. Ну и загрузим, разумеется. То же самое, что и в прошлый раз. У нас 17 поддонов камбалы, 17 поддонов селедки и креветки и омары по 7. Сдынь и омары тоже 7. Все, они загрузились. Отправляем этого парнишу на склад, после чего он просто припаркуется. И для него сегодня работа тоже закончена. На 43 поле тогда отправляем нашу вольтру. Поле номер 43. И на поле номер 43 делаем ей маршрут. Вот такой вот. И давай едь, удобряя это поле. На наших полях работа, получается, завершена будет. Контракт на поле 55 у нас выполнен. Там у нас, по-моему, полонник работал. Где же он, черт, промотал? Давай, друг, стой. Контракт этот мы перенимаем. И тут у нас появляется удобрение. Блин, довольно большое поле. Может его на потом оставить? Хотя, с другой стороны, какая разница? Сейчас ты, друг, поедешь полоть поле номер 71. Она тоже не маленькая, конечно. Но у нее около двух часов ушло. А ему еще потом 54 полоть, которая прям здоровенная. Сколько времени уйдет на его удобрение навозом? Это просто... Не хочу даже об этом думать. О, кстати, у нас 69 поле. Тоже закончился контракт. Давайте-ка мы его уберем. Этот контракт мы тоже примем. И вместо него возьмем удобрение, которое поменьше. И начнем тогда с него. А ты у нас тогда поедешь сеять поле 20... Нет, 24. Мы уже отправили поле номер 1. Тогда ячменем. Выставляем тебе ячмень. Выставляем тебе поле номер 1. Ставим тебе курс плей. И этот самый курс плей тебе генерируем. Во, вот отсюда. Простой маршрут. Думаю, у него здесь не будет никаких проблем. Надеюсь, по крайней мере, на это. Там тоже такое, знаете ли, не самое удачное, удобное поле. Ну и тогда берем нашу вот эту вот вальтру. Навоз разбрасыватель. Вополняться она у нас будет на коровник навоз. Парковаться по завершению ей не надо. Работать она поедет на поле 69. 69. Маршрутики, конечно же, тоже бубеним. 24 метра у нее ширина разброса, если что. Но навоза потрачено тоже будет довольно-таки много. Давай, друг, едь, это все дело удобряй. Далее по манам смотрим. Этот последний раз выгружается. Едет на базу. Этот ман едет, выгружается еще один раз. Ему надо будет съездить за известью. Этот ман уже все наделал, едет, паркуется. Хорошо. А маленькой нашей возилке еще три раза нужно съездить. На самом деле, есть тут такой момент, друзья, что он вроде как вот из этой точки едет разгружаться вот сюда, но он не может здесь развернуться. Там нет такого маршрута. Поэтому он едет и объезжает 13-е поле вокруг. Поэтому по итогу это тоже не самое быстрое занятие получается. Но ладно. Он 40 километров уже на сегодня накатал. Этой Вольве один раз осталось съездить отвезти дегистат, а этой Вольве еще пять раз отвезти жидкий навоз. Кроме этого. Водитель двигается КЗС. И кто это поехал? Лесопильный. Стоять. Прибыл на парковку зерновоз 3 и сразу же уехал. Так, друг, блин, ему еще и починиться хочется. Но да, он 50 километров съездил пару раз, щепу отвез. Нас, друзья, интересовал корм для наших хрюшек. Один раз НПЗ, один раз пивоварня, один раз ферментатор солода. Давай, друг, корм для свиней. Едь тогда на НПЗ, загрузка сыпучая. И выгружайся на свинарник едовода. Ставим тебе два раза, он когда загрузится, мы ему поставим, потом поменяем точку загрузки. И вот этого красного мана тогда тоже сразу перехватим. Один раз его поставим. Тот же самый корм для свиней. На тот же самый свинарник едовода. И загружаться ты поедешь, например, на пивоварню тогда. Загрузка, корм свиной. Давай, едь один раз. Парковка фура, парковка рефрижератор. Все прибыли. Хорошо. Развоз продукции у нас закончился. Уже как дорого чиниться стоит. 6 тысяч, 8 тысяч. Кто-то прибыл на поле. А71 это у нас полонник прибыл. Работа кипит, в общем-то, все путем у нас. Знаешь, друг, наверное, я тебе поставлю один раз. А вот этому товарищу поставлю два раза, потому что он как-то быстрее доедет до пивоварни. Хотя пивоварня у нас, по-моему, прямо рядом с НБЗ находится. Но тот еще заправляться поехал. Вот он, красненький наш прибыл. Сейчас он здесь загрузится. И мы ему точку загрузки на ферментатор солода поменяем сразу. И больше он нас сегодня интересовать не будет. Я думаю, вообще, как минимум на один день, то, что мы сейчас привезем, 180 кубов им хватит. Остальное пособираем тогда дальше. Можно будет даже остатки не собирать. Итак, сахарный завод. Это у нас солод. Загрузка свиной корм. Соответственно, он тоже почти все на сегодня сделал. И я думаю, друзья, что с мартом мы сегодня разобрались. За кадром у меня, конечно же, останется еще дохренища работы. Остается еще два контракта у нас на прополку. Это надолго. Остается у нас еще несколько контрактов на посев. Это не так надолго, но все равно какое-то время займет. И все эти поля надо будет удобрить жидким навозом или навозом, от которого надо избавляться. Вот это вот прям супер-мега надолго. Особенно поле 66 и поле номер 54. Где оно? Вот оно. Он говорит, что его будет полоть 3 часа всего. Мне кажется, дольше наш полольник будет с этим справляться. Поле 66, посев 5 часов. Но мы справимся быстрее. Возможно, туда две сиелки даже отправим сразу. Посмотрим тут, как будет идти. Также получается у нас, что кто еще работает? Вот этот товарищ докатается, едет парковаться. Больше ничего делать не будет. Этот товарищ докатается, едет парковаться. Больше ничего делать не будет. Этот тоже самое. Он вообще последнюю поездку даже сейчас делает. Остаются работать только те, кто в полях. А, но еще Вальтер у нас удобряет наше поле. Но она тоже скоро закончит. Насколько много ты будешь сейчас навоза тратить? А, расскажи мне, друг. Тут он только сейчас доехал сюда. Это одно из самых маленьких полей. Насколько ему хватит вот этого навоза, который мы в него загрузили сейчас. Все, пошел посыпать. Ну да, расход, друзья, как видите, прям большой. Хотя бы вот эту одну сторону ты проедешь с этим расходом, а? Мне, кстати, не так уж и много тратится. Жидкого навоза тратится сильно больше. Он, дозировка у него идет 10 тысяч килограмм на гектар. Обалдеть. Контейнер прибыл. Отлично. Время, кстати, на 0,5, наверное, можно запустить. А, значит, что мне за кадром надо будет сделать? Контракты. И, друзья, еще по поводу перевозок. Конечно же, не все у нас закончилось. Щебеночный завод мы оставили на потом. Щебень, камни, чернозем вывозим на продажу. Песок вывозим на производство стекла. Потому что в апреле он у нас тут в списке уже где-то был. Вот, стеклотарный завод, песок. Забьем тогда песок туда. Да, и тем более быстрее это все будет. Ну и встретимся, друзья, тогда уже то ли в апреле, то ли в мае. Перед тем, как мотать время, подведем некоторые итоги. Может быть, даже у нас баланс будет чуть больше, чем сейчас. В смысле, минус станет немножко меньше. Потому что все-таки за контракты деньги получим. И какие-то копейки за щебень и чернозем тоже получим. А если быть точным, 86 тысяч за чернозем стоит почти 200 тысяч за щебень. Ну, за камни 10 тысяч за 200 кубов. Несерьезно. Да, хватило на... Нормально хватило, кстати. Навоза меньше расход, чем у жидкого навоза. В общем-то, ребятки работают, а мы с вами встретимся чуть попозже. Аварель, друзья, наступил. На балансе минус 267 тысяч. Правда, к концу прошлого месяца баланс вышел в небольшой плюс за счет контрактов. Но он вновь стал отрицательным. Но ничего. У нас сегодня много контрактов. И какие у нас, в общем-то, планы на апрель? Ну, ясен пень, во-первых, обслужить производство. Из очевидного, да? Также у нас на коровнике почти закончилось место для молочка. Погнали посмотрим, сколько там этого самого молочка. Вот он, наш коровник. Кстати, на контракты по удобрению в прошлой, я хотел сказать, серии, в прошлом месяце была полностью опустошена вот эта бочка. И сейчас в ней уже почти миллион литров. То есть, они прям очень много жидкого навоза дают. Так вот, молока здесь 3 миллиона 916 кубов. Этого еще где-то на 2-3 часа места хватит. Куда мы денем это молоко? Ну, разумеется, в производство. Давайте, в общем-то, все по списку сейчас прогоним. Что у нас тут везде? Вода заполняется потихонечку. Да при том, что скважину я отключил. Компост вывозить пока не надо. С лаборатории дрожжи, наверное, надо вывезти. Их уже тут прям прилично. Ну, и заодно силосную домавку. На лесопилке вроде как все нормально, но поддоны я бы оттуда забрал. Потому что поддоны надо будет развозить. Мельница, друзья, остановлена полностью. Закончилось все зерно здесь. Поэтому отсюда тоже можно абсолютно все вывезти на склад. Далее молочный завод. Вот сюда нужно молоко. И оно, кстати, почти закончилось. Вот сюда еще и влезет дохренища. Это хорошо. Далее на НПЗ у нас дизельного топлива тоже очень много. Но, кстати, топливо из канола, наверное, имеет смысл выключить. Чтобы канола осталось как бустер работать. Подсолнухи пускай пока перерабатываются. Так вот, дизельного топлива много. Но, в принципе, там есть куда его заполнить. Плюс у нас 200 кубов еще на базе лежит. Я туда вывозил, когда переполнено все было. Метан мы трогать не будем. На пивоварне, в принципе, можно, кстати, вывезти товар. Извезти, наверное, можно пока не трогать. Удобрения можно пока что не трогать. У рыбаков ракушки забиваются потихонечку. На сахарном заводе пока тоже ничего трогать не стоит. Со стеклотарного завода бутылки, наверное, можно вывезти. Со столярки я бы тоже ничего не трогал. На столярке, друзья, я запустил линию поддонов. Они тут почти закончились. И в тот момент не было у нас на базе поддонов. Поэтому пускай производятся. Сами себя обслуживают. Потом выключим. Или поддоны вывезем. Неважно. На сыроварню можно также привезти молоко. Будет забить это все дело. И деревянный ящик надо бы сюда, наверное, закинуть. Один или два. Хотя, может, и не надо. Посмотрим. Если будет требоваться, закинем. Далее, ферментатор солода у нас с пшеничной уже закончился. Точнее, пшеница закончилась. Он перестал вырабатываться. Поэтому весь этот пшеничный солод мы, наверное, отвезем на пивоварню. И ячмень с орга еще на пару дней есть. Ну и с сулулозной фабрики тоже имеет смысл забрать весь товар. Опустошали совсем недавно. Тут у нас уже потихонечку техобслуживание заканчивается. Но вроде как пока что хватает. День в день не требуется. Оно у нас на самораспределении стоит. Когда начнет прям требоваться, сильная просадка будет. Мы запустим вот эти вот две линии обычные. И они там будут работать себе. Его будет производиться больше, чем нужно. И, соответственно, оно начнет копиться. Вот такая вот история с нашими производствами. Ну, в общем-то, тут все понятно. Теперь, друзья, к нашим контрактам. Есть несколько контрактов на посев. В общем-то, не сильно жирные. Но выполним. Это быстро все будет сделано. Одна прополка и 66-е поле. Пока все будут кататься, в общем-то, пускай оно прополит. Плюс там удобрение появится вкусное. Есть, друзья, парочка удобрений. Три. 54-е поле большое. 66-е тоже потом будет большое. Что мы, в общем-то, выполним. И, друзья, я взял контракты на тюкование сена. Осталось невзятых две прополки. Будем смотреть потом по обстоятельствам. Может быть, выполним. Ну, и здесь тюкование. То ли маленькие поля, то ли силос на больших полях. Которые я, в общем-то, брать не стал. Ну, и, друзья, еще и наши поля, конечно же, есть. На наших полях надо будет убрать сорняк с поля, которого мы засеяли в прошлый раз. Ну, по-моему, подсолнечник сеяли. Я вот не помню. Да, подсолнечник сеяли. Здесь у нас сорняк появился. Соответственно, полонникам и гербицидницей все это дело парой пройтись. 4-е, 5-е и 3-е поля мы пахали, поэтому сорняк здесь, соответственно, не вылез. Ну, и, друзья, есть поля, которые нужно сегодня еще и засеять. Именно наши поля. А именно 44-е. Здесь у нас гречиха, которая на гречневую муку пойдет. 15-е, 16-е сорга. А 50-е поле засеять надо. Там у нас кукуруза будет на силос. И 53-е поле, на котором у нас будет расти хмель. А, стоять. Еще 78-е поле, конечно же. На котором мы засеем веселую траву. И после посева, разумеется, нужно будет эти все поля. Ну, не все, но некоторые. Прикатать и, разумеется, удобрить. А на 78-е поле удобрений может уйти прямо много. Но у нас они есть, это не проблема. Поэтому, друзья, предлагаю тогда начинать потихонечку работать. Сперва обслуживаем наши поля, потом контракты. Так, да, самое главное не забыл, друзья, еще ж. А, не самое главное, но забыл, короче, да. 45-е, 47-е, 48-е поле. Травки. Все созрело. Косим. Посыпаем известью. Мульчируем. Удобряем. Ну и весь урожай в силосную яму, чтобы был силос. Блин, долгий месяц будет. За день я его, наверное, не отыграю. Куда-то я прям вообще не туда убежал. Итак, спогнали по порядку. Кто у нас будет сегодня работать? Полонник будет работать. Сперва наше поле 43-е. Он у нас обрабатывает, когда он его сделает, вернется на базу, тогда и запустим его работать по контракту. Давай, друг, погнал. Он работать будет долго. Далее, кто у нас еще оттуда? Эти пока товарищи нам не нужны, эти пока тоже не нужны сейлки. Давайте начнем с маленького поля, например, с горячихи. На 44-м поле у нас будет горячиха расти. Сразу ей бубеним маршрутик. Только с острыми углами опять я промахнулся. И возвращаться по завершению тебе не надо. И, соответственно, поле номер 44. Давай, друг, едь работай. И еще одна сейлка у нас есть. Она у нас поедет работать, например, на поле 16. Одно совместно работающее орудие и острые углы. И здесь у нас поле номер 16. Пстынь. Ну и культуру, разумеется, выставляем соргу. Сорга. Давай тоже едь работай. Ну и получается, здесь все как-то не сильно много, но ладно. Зато здесь у нас еще есть техника. Первым, значит, поедет работать у нас вот эта вот косилка. На поле 47. Ей тоже парковаться по завершению не надо. У нее работы прямо много сегодня. И есть у нас еще одна косилка. Такая вот замечательная. Она у нас на поле 48 работает. Тоже давай едь работай. И парковаться по завершению тебе тоже не надо. Потому что эти все косилки потом еще поедут работать на контракт. Есть у нас еще здесь удобрялка, которая поливает все жидким навозом. Какие поля нам надо удобрить? Давай ты поедешь удобрять поле 65. Она работает медленнее просто. Вот это вот поле и обход островков. Простой, да. Блин, ей тоже надолго. Но ничего, пусть катается. Поле 65. Давай, друг, погнал. Ну и на этой базе пока что тоже получается все. Но есть, друзья, у нас еще один гаражик. Отсюда оранжевая вальтра тоже поедет работать по контракту. Навозиком все посыпать. Сначала на поле 1, а потом на большое поле, которое большое, да. Поле номер 1. Давай едь работай. Во, в принципе, все порешали. Так, я когда смотрел наше производство по поводу вывоза ракушки. Что там по извести и ракушкам. Вообще здесь ракушек до хрена. Можно их просто тупо продать. Хотя стоят они, наверное, копейки. Да, мы за все ракушки получим 20 тысяч. Но все равно, в любом случае, их надо вывезти. Давайте, прежде чем обслужить производство, займемся вывозом того, что нам надо вывезти. Это у нас была лаборатория. Лесопилка. Мельницу мы хотели освободить. Пивоварню мы, по-моему, хотели. Да. Хотя можно ее не трогать пока что. Известь, наверное, имеет смысл привезти на базу. Потому что надо будет посыпать потом известью. Все. Мы ее не склад... Или мы складировали, не помню. Короче, в любом случае, 3 прицепа стоит оттуда забрать. Бутылки я, наверное, тоже хотел, но это не сильно важно. Там еще хватит. Солод обязательно забрать. Потому что сразу потом на производство надо будет отвезти на пивоварню. Там закончилось точно. Целлюлозную фабрику. И все. В принципе, пивоварню действительно можно вычеркнуть из этого списка. Лаборатория. Лесопилка. Мельница. Солод. И целлюлоза. Начинаем, как обычно, с лесопилки. Давай, друг, едь. Мы тогда, друзья, смотрим производство. Целлюлозная фабрика. Нужны поддоны. Остались они у нас здесь. Еще осталось 220 кубов. Еще приедут. Хорошо. Значит, ты их повезешь. Влазит их до хрена. Целый прицеп. Значит, вези. Хотя здесь стоит 50 кубов. В принципе, и 50 кубов тоже пойдет. Целлюлозная фабрика. Выгрузка поддоны. Давай, едь, вези. Далее. Пивоварня. Ичменный пшеничный солод. Пока что не можем мы привезти. На компостер нужен навоз. Это не очень хорошая мысль. Потому что туда можно отвезти только вот этим малышом. В принципе, едь, вези тогда. Может, здесь сепаратор его забрать тогда? Что нам там сепаратор сделал? Давай, 4 поездки тогда, чтобы ближе было ездить. Семена, компост, выгрузка. Давай, тоже погнал. С этим можно считать разобрались. Молочный завод, молоко. Это, друзья, в последнюю очередь. На свинарник нужен корм. Корм будем собирать везде по сусекам. 42, 42, 53. Из базы я, кстати, 1 или 2 прицепа уже увозил. Ладно, давайте отправим 1 мана. И, как в прошлые разы, будем просто менять. О боже, какой-то непочиненный. С карьеры долго увозил и так и не чинился. Давай, друг, тебе 4 раза. Ты у нас будешь возить корм для свиней. Возить это будешь на свинарнике, еда, вода. И начнешь ты... Вообще пофиг, откуда начинать. Давайте с НПЗ. Загрузка сыпучая. Все, давай, езжи, чинись и вози. За ним, конечно, придется потом следить, чтобы... А то там корма на полный прицеп нигде не хватает. Так, на стеклотарный завод нужен песок. Тоже отправляем мана. Песок я весь продал в конце марта. Поэтому загрузим только то, что она собирала. 203 куба, 3 поездки этого должно хватить. 3 поездки песка и выгружаться не в порт, а карьер, стекло, выгрузка, песок. Тоже давай погнал. У нас тут Вольва приехала за поддонами. Давайте ее загрузим. В первую очередь, конечно же, поддоны. 28 штук и остается место еще на 22 поддона на оставшиеся всякие дела. Ну, что влезет, заполним ее полностью. Давай вот 12 поддонов планок и 10 поддонов тогда чего-нибудь другого. ДВП. Погнал. Все, уехал, да? Уехал, хорошо. Так, он-то уехал. Надо же ему поменять место загрузки следующее. А следующее место загрузки у него будет на сахарном заводе. Солод, загрузка продукции. О, чтоб он после выгрузки вернулся именно туда. Блин, опять миллион техники работает, а? На самом деле классно, когда все работают, но немножко проседает ФПСик в таком случае. Ну ничего, жить можно. Далее. На водочистную станцию требуется дигистат. Его уже должно было подсобраться. Хотя на самом деле пока есть вода, наверное, имеет смысл эту линию вообще выключить. Так и поступим. Потом чуть-чуть включим. Тогда на целлюлозную фабрику требуется щипа, в принципе не так много. И рыбакам требуется дизельное топливо. Давайте как раз отправим дизельное топливо рыбакам в первую очередь. Посмотрим, у кого меньше топлива в баке, они как раз сами заправятся у этого полбака. У этого меньше, чем полбака. И у этого меньше, чем полбака. Вот эти двое, значит, поедут. По 100 кубов рыбакам-то влезет вообще. По 100 кубов влезет. Отлично. Заодно немножко освободим наш НПЗ. А в мае он еще лесорубам придется топливо ввести. Тоже нормально все. Значит, НПЗ, загрузка топлива. Нет, выгружаться. Это я выгрузку ставил. Что я в последнее время снизу вверх начал идти по списку. Так, рыбак один, выгрузка. Давай едь два раза. Вези дизельное топливо. И забирай его на НПЗ. НПЗ, загрузка топлива. Погнал. Сначала чиниться. Ты, значит, поедешь один раз. Тоже повезешь дизельное топливо. Повезешь его второму рыбаку. НПЗ, загрузка топлива. Погнал. И, друзья, вот этот тоже поедет один раз второму рыбаку. Чтоб он просто тоже заправился. Потому что сегодня возить много молока. Плюс, может быть, еще сепаратор, наверное, имеет смысл заполнить. Может, посмотрим с водочистной, что-нибудь придумаем. Неважно. В любом случае, рыбак два выгрузка и НПЗ загрузка топлива. Тоже один раз. Давай съездим. Тем временем, у нас ман один заполнился. Поэтому мы его отправляем. И говорим, что в следующий раз ему нужно будет съездить на ферментатор солода. Который у нас находится где? На сахарном заводе. Солод, свиной корм. О. Так, один уже возвращается на базу. Это хорошо. А сегодня очень много работы будет вот для этой же сибишки. Потому что ей надо будет собрать всю нашу траву. Перевезти ее всю потом в силостную яму. И еще пособирать кучу сена. Не вывезти на продажу. Прибыл на контейнер. Молодец. Нет, вы знаете, что подумал? Мы, наверное, запихнем весь солод, который у нас есть. Если останется место в фуре, то отсюда, соответственно, заберем дрожжей. Просто добьем, сколько места будет. И не поедем сюда опустошать лабораторию. По-моему, это хороший план. С другой стороны, сюда, может быть, сейчас места не хватит даже на солод на весь. Потому что у нас... Хотя... Пшенично мы забираем весь. Даже не полный поддон последний. Уже 26 штук. Остается место на 24. Но вот этих немного. 12. Забираем тогда 12 таких. А ячменного... Давайте тогда тоже 12 заберем. И больше мы сюда не поедем. Но дрожжи тогда заберем. В следующий раз ты, друг, тогда едешь на лабораторию. Загрузка продукции. Потому что как-то солода прям совсем мало получилось. Как будто они не успевают его производить. А то мы обычно же целую фуру возили. А то сейчас 60 кубов всего ячменного повезем. Или он у нас есть на базе. А, он у нас есть на базе. 150 кубов. Можно было и не забирать. Ну ладно уже. Также на целлюлозную фабрику требуется щипа. Поэтому давайте мы отправим еще ман. У нас есть один свободный. Покатать эту самую щипу. С лесопилки. Там 210 кубов. Вот. Пускай он их и везет. Три разика. Тоже чиниться ездит. Но ничего. Ну и получается вроде как всех по работам распихали. Еще один ман заполнился. Давай, друг, вези. И после этого ты поедешь на пивоварню. Пивоварня. Загрузка. Корм свиной. Так вот, друзья. Получается по работам мы всех распихали. Пускай они катаются. Я завтра на работе продолжу все это дело. Сейлки наши. Боже, что такое низкий фпс. Реально. 18-17. Что за дела? Он ниже чем обычно. Ну ладно, переживем. Один ман застрял где-то. Вот этот застрял в карьере которой. Действительно. Почему он застрял? Дружище, ты же здесь раньше не цеплялся. У нас тут правда и пучка один раз застряла. Давайте действительно здесь делаем чуть пошире выезд. Как-то вот так. Надеюсь, что он здесь цепляться больше не будет. Так вот, друзья. Сейлки наши. После того, как закончат делать то, что я им сказал. Вот это поедет еще 15-е поле засеет. Еще нужно 53-е, 50-е, 80-е. Потом, если успеется, то поедут они контрактики делать. Наш полольник тоже потом поедет делать контракты. Косилки тоже поедут делать контракты. С перевозками мы все разобрались. Вот эти ребята только закончат свою работу. И бочкам надо будет только молоко перевезти, в принципе. А, ну и вольво-рефрижератором надо будет отвезти солод ячменный и пшеничный на пивоварню. В остальном, вроде как все понятно. Просто курсплейчик работает и катается. Мы с вами, друзья, тогда встретимся чуть попозже. Когда можно будет подвести какие-нибудь итоги. Две бочки, кстати, уже вернулись. Которые второму рыбаку поехали. А вот одна поехала еще заправляться. И еще одна поездка. Просто, друзья, я понимаю, что серия супер длинная и хочется как-то по максимуму ее сократить. Но я себя знаю. У меня вот в такие вот моменты обязательно какая-нибудь ненужная вот эта вот болтливость появляется. Я начинаю рассказывать обо всякой херне, которая не имеет, не несет никакой полезной нагрузки. Не имеет ничего относящегося к игре. По-моему, это сейчас вот ровненько тот же самый случай. А потом я когда монтирую все это дело, я думаю, Никита, какой же ты придурок. Хватит нести чушь, заткнись. Так оно и происходит на самом деле. В общем, ладно. Встречаемся, значит, чуть попозже. 8 часов 10 минут утра. Правда, время остановлено и довольно-таки давно. Поскольку у нас идет сбор силоса. Короче говоря, какой сбор силоса у нас идет? У нас идет заготовка силоса. Сюда мы, как обычно, высыпаем сначала траву еще два разика. Ему вот съездить это все дело забить. И мы уже тогда запустим вот эту вот штуку. Точнее, вот этот трактор с отвалом. Чтобы он это в кучу начинал сгребать. И чтобы к 8 утра следующего дня этот самый силос был готов, чтобы мы начали май. Потому что уже лесорубам не хватает топлива. Я уже не хочу их сейчас везти. И это топливо им. Поэтому проще останьте время. Ладно. Что у нас, в общем-то, происходит? Что было сделано, друзья? Во-первых, все наши поля практически засеяны. Кроме 78-го. На 78-м поле еще идет посев. Еще час ему здесь кататься. И после этого это поле надо будет еще прикатать и удобрить. Удобрений, кстати, вот на коноплю требуется не сильно много. Где-то местами 100 килограмм на гектар. В общем-то, наверное, правильно я сделал, что не пустил сюда навоза разбрасыватель. Можно было бы и лишнего сыпануть. А также вторая наша сейлка уже по контрактикам там работает вовсю. Несколько контрактов было сделано. Осталось еще всего три поля. Так что нормально. Правда, поля такие тоже не маленькие некоторые. Но, в общем-то, все нормально. Этот контракт можно принять. Здесь будет удобрение. Вместо него есть контракты, друзья, на удобрение. 54-е поле у нас сейчас посыпается навозом. Это вот все это время оно посыпалось навозом. Совсем недавно закончился контракт. 65-е поле большое тоже удобрялось жидким навозом. Я думаю, что эти поля остальные мы все просто обычной нашей удобрялкой. Просто, чтобы это быстрее было. Хотя посмотрим, что там будет по времени. По поводу тюкования, друзья. Все контракты. Все везде скушено. Все везде переворошено. И последнее, 41-е поле, самое большое, сейчас волкуется. Осталось только это все дело собрать. Но наш фуражник сейчас занят. Он у нас собирает, возит траву в яму. А также наши поля, которые были под покос, все посыпаны известью. Все замульчированы. Нет, вру. 45-е сейчас мульчируется. Но там уже чуть-чуть осталось. Сейчас посмотрим. Ну и, соответственно, сейчас я занимаюсь удобрением. 48-е удобрено. 47-е. Сейчас запускаем удобрялку. И надо будет еще удобрить 45-е. 45-е уже замульчировано практически. Тут один проход ему остался. Также контрактик 66-й там, по-моему, прополка у нас была. Тоже целый день он выполнялся. И что, удобрение на него не появится, что ли? Серьезно? Блин, я только ради этого делал. Ну ладно, потом посмотрим, потыкаем еще. Так вот, с травой практически все разобрались. Осталось только удобрить. Те поля, которые я сам засеивал, наши поля, все засеяно. А вот здесь вот 44-е поле, здесь надо прикатать. Соответственно, сейчас тут ездит чувак и прикатывает это все дело. Остальные поля прикатывать не надо. Они уже тоже все удобрены. Хмель растет, прикатывать ничего не надо, все удобрено. 15-е, 16-е тоже самое. Прикатывать здесь ничего не надо. Но в мае придется протравить сорняки. По поводу сорняков на нашем поле, то что мы... Черт. 43-е, 49-е. Там, разумеется, полонник все закончил. И гербицидница тоже прошлась. Все это дело эко-счет нам вывело в максимальное значение. Так что работа кипит. Все у всех хорошо. Яму мы здесь заполняем. Скоро запустим ее трамбовать. Дождь идет неприятно, конечно. Что у нас по топливу у лесорубов вообще? Наверное, стоит запустить время, да? Чтобы они потратили до 10 кубов, чтобы 50 осталось им влезло. Давайте так и сделаем. Сразу же, как вид, небо поменялось. Стало затянуто. Пускай они, в общем-то, тратят это топливо. И тогда сегодня и отвезем всем троим. Хотя это будет... Ну ладно, не важно. И сепаратор тогда тоже заполним сегодня. Компостер соломы бобовых. У нас она вообще осталась или нет? Что время придется мотать тогда часов до 10 утра, когда у нас сила созреет. Солом бобовых у нас осталось, да? 300 кубов, так что тоже, наверное, надо будет отвезти ее. Ну и прицеп обычной соломы. Ну ладно, посмотрим. Может быть, тоже сегодня это в апреле. Тогда сделаем, закроем. На май тоже тут много придется кататься. Но май будет длинным только потому, что придется травить сорняки на всех полях, что мы засеяли. Это тоже не самое быстрое занятие. Ну ладно, посмотрим. Нам еще тут в апреле работы уйма. Вот этого товарища вообще куча работы. Потому что ему надо будет покататься, собрать сено со всех полей. Что у нас класс так по-ублюдски припаркован, а? Мне вот это не нравится. Ну-ка съезди, припаркуйся нормально, по-человечески. Это что это он выдумал так плохо стоять? Есть у меня, друзья, подозрение, что мы на контрактах выйдем опять, грубо говоря, в какой-то типа ноль. Мы можем на контрактах тупо жить. Ничего не продавая. Молочко, кстати, все развезли. Везде все забили. И полтора миллиона литров на все это дело ушло. Так что пускай дальше собирается. Короче говоря, в апреле у нас работает тут еще уйма. Я, друзья, не буду тратить домашнее время за наблюдениями, как сам грузплей работает. Завтра на работе пускай они все это делают. Так что будем считать, что это было такое, знаете, промежуточное прямое включение. А мы тогда встретимся опять-таки чуть попозже. Посмотрим, что завтра за свой сокращенный рабочий день я успею сделать. Какой же, друзья, однако долгий у нас апрель получается. Да, на часах все еще 8.15. Но это потому, что время остановлено. Что у нас, друзья, произошло за последний рабочий день? Во-первых, в силосную яму. Я закинул все, что можно было сюда закинуть. Получилось 3,5 миллиона силоса у нас. И уже на 93% у нас здесь все запрессовано. Что, в общем-то, хорошо. Хорошо, выполнены были все контракты на пассив. И те, которые были контракты на удобрение, тоже выполнены. Здесь все хорошо. 78-ое поле, наши друзья, удобрено. Ну, засеяно, разумеется, да. И, в общем-то, сейчас оно прикатывается. Тут еще на 4,5 часа работы. Это прям дохрена, да. Долго это все делается. Но что поделать. Ну и, друзья, все сено с контрактов было уже собрано. Практически все. Его здесь почти 2,5 миллиона лежит. Сейчас еще 300 сюда приедет. И тут на поле, друзья, последняя проходка вокруг полей. То не целая. Так что тут почти все закончено. На самом деле, я думаю, что можно тогда уже начинать отвозить это все дело по контракту, чтобы все это дело закрывать. Что у нас по балансу? 547 тысяч минусе. Давайте вот эти вот посевы и удобрения, все, что есть, закроем. И на удобрение возьмем еще 3 новых контрактика. 337 тысяч стало уже приятнее. А также тюкование мы возим все на садоводство, да. Да, абсолютно все контракты на садоводство. Давайте тогда здесь это самое садоводство и поставим. Нам надо вывести еще дохрена получается сено, чтобы эти все контракты закрыть. Давай, еть, разгружайся. И, друзья, манов отправляем тогда работать. Давай, черный ман, еть, катайся. Красный ман, еть, катайся. И белый ман, то же самое. Возишь у нас везде, как и все сено. На садоводство и с элеватора тоже давай, еть, катайся. Да, плюс мы здесь точно не выйдем. Есть подозрения. Хотя, кстати, еще сено какое-то у нас продастся. Но это, друзья, ладно. Апрель, как правило, не самый длинный месяц. У нас будет еще... Оп, 14-е поле засчиталось. 61-е пошло. Будет, друзья, летний месяц. И июль, август и октябрь. Они будут прям точно супер длинными. Потому что уборочная. И да, много стримов будет. Скорее всего. Точнее, было. Маны уже тоже выезжают с базы. Хорошо. Майк, кстати, тоже будет относительно долгим. Потому что мы что-то сеялишь в этом месяце. Надо будет сорняки травить. Это время занимает много. Но это ладно, друзья. Сейчас мы немножко заняты другим. У нас сейчас тут контрактики. Значит, 2,5 миллиона литров перевести не самое долгое занятие, конечно. Но и не самое быстрое. Если вас интересует, почему я сначала все это дело повез на базу. А потом только на продажу. Как бы быстрее было бы сразу же с поля возить. И все это дело продавать. То просто делал я это в разные дни. И вот смотрите. Мы сейчас убираем поле. И засчитывается первое 14-е. Если бы я вот, например, собрал все с 41-го поля. Засчиталось бы 14-е. А с 14-го я не собрал еще все дело. То после перезахода в игру мне бы даже не дало там урожай собирать. Механика игры. Поэтому да, сначала на базу. И потом все с копом мы отвозим на продажу. Кстати, через 3 километра этот же Сибишка пробьет 9000 пробега. Да, она у нас прям много накатала. Да и в общем-то в эту игровую сессию уже 134 километра. Пока они, друзья, катаются, мы давайте запустим еще... У нас же есть 3 контрактика на удобрение. С одной стороны, быстрее, конечно, было бы сделать это все обычной удобрялкой нашей. С другой стороны, там же 4 часа все равно еще нашему катку ездить. Поэтому запустим их действительно так. Давай, 67-е поле едешь ты. Только давай мы тебе края скругленные поставим. Давай, друг, едь на поле 67. Самый первый, в принципе, и сделается. Далее ты, друг, который обычным навозом это все будет разбрасывать. Давай на поле 68 тогда. Вот так вот такой вот маршрутик тоже простой. Давай, друг, погнал. И есть у нас еще, которая поливалка жидким навозом поливает. Ее мы тогда на поле 62 запустим. Ты поедешь на поле 62. Все, тоже давай, едь, работай. Да, у этих товарищей тоже бешеные пробеги будут в итоге. А этому осталось всего 2 минуты. Хорошо. 61-й контракт нам засчитала. Пошло засчитываться 9-е поле. 9-е поле маленькое. Оно сейчас просто всеми тремя машинами быстренько и засчитается. Которые сейчас туда приехали на разгрузку. Хотя, может быть и нет. 53% стало с очередного мана. Ну да ладно, какая разница. Так, JCB-шка закончила. Это дело мы сбрасываем и ставим ей возить просто все это дело с элеватора на садоводство. Сначала на заправку, да? Раз поедешь на заправку, тогда давай, едь, заполняйся полностью, друзья. Ну и ждем, пока они все это дело привезут. А пока они катаются, у нас бункер запрессован на 100%. Давайте вот этого товарища мы в стороночку сейчас отгоним. Хотя он может, конечно, и здесь стоять. Но пусть стоит здесь. Завтра мы это силы будем собирать. Ну и раз пошла такая пьянка, то можно запустить время. И сразу у нас здесь все ожило. Что им там осталось? 1,8 млн еще осталось. Хорошо, в общем-то пускай катаются. Ну и насколько я понимаю, друзья, последняя поездка у нас сейчас намечается здесь. Вся вот эта вот очередь стоит. Если я все правильно посчитал, то все должно влезть в эти кузова. И они после этого поедут. Все припаркуются. 34% 75-е поле последний контракт. Сейчас его закроем и примем все контракты сразу. Плюс что-то около 200 кубов мы продадим. Не сильно задорого, но какие-то денежки мы за это все равно получим. Также по удобрению 1 контракт 67-е поле, который обычной удобрелкой он уже выполнился. Остальные 2, 18-23%. Но это надолго, им часто есть здесь пополняться. Сама работа на поле-то не сильно быс-долгое. А вот постоянное пополнение это время занимает. Также Сибишка уехала, сколько там осталось? 141 куб. Да, они как раз ровно в эти 3 и залезут. Белый неполный поедет, но ничего страшного. Хотя бы трохи посветлело. Кстати, дождик заканчивается, что радует, потому что он надоел. Все, пошла продажа на 75-е поле. Я точно не помню, сколько там 75-го, но вроде как я должен его полностью закрыть этим прицепом. Удобрялка прибыла на парковку, тоже хорошо. Ну и все, контракты закрыты, все остальное продается. Кубов 30. Здесь 59, 59 и 22. В последнем мане. А, это то есть вообще копейки, да? Ну ладно, ничего страшного. Все, друзья, разгружайтесь тогда и разъезжайтесь по парковкам, а мы тогда принимаем пачку контрактов. На 79-е поле на тюкование дается прикольная игрушка. Я ей ни разу не пользовался. Итак, наш баланс составляет минус 67 тысяч, не так уж и плохо. Но, как вы понимаете, друзья, мы с вами встретимся уже в мае, когда он опять будет что-то там под минус 300, да? У нас есть еще два контракта, которые 50 тысяч нам дадут, но мы все равно залезем в минус, друзья. Получается, с апрелем у нас как бы все. Заканчивают работу наши удобрялки по контракту, заканчивают работу наш каток, который прикатывает это все дело. И мы тогда встречаемся в начале мая, друзья. Но вот и май наступил, 6 часов утра. И списочек производства у нас сегодня прям большой. Силос у нас созрел на 96%. Насколько я понимаю, здесь раз в час это все дело обновляется. А то есть 7 часов можно будет его достать. Так что нормально все. По контрактам, друзья, один контракт всего адекватный. А, прополка вся исчезла. Тогда сейчас должно появиться удобрение. Один только. Нет удобрения, но ладно. Значит, два контрактика адекватных у нас. Чукование, понятное дело, делать не будем. Так как мы здесь опять-таки надолго удобрять у нас кто поедет. Правильно. Удобрять будем говнецом. Значит, ты, друг, поле поменьше. Поедешь 62 удобрять жидким навозом. Давай, едь. Удобряй. А обычным навозом поедет у нас вот эта штука. Она поедет на поле 68. Он быстрее работает, кстати, если что. Так, поле 68. Давай, друг, тоже погнал. Все, эти друзья, поехали. Также, друзья, у нас, как видите, первое в списке дизельное топливо на лесорубы. Сейчас мы по всем производствам пробежимся, но чуть попозже. Здесь везде по 50 кубов влезает, поэтому мы отправляем три наших вот этих вот фуры. По одному разу каждого съездить. И чтобы они сами еще тоже заправились. Потому что им сегодня, наверное, кататься придется немножко. Минимум водичку надо будет повозить. Так, НПЗ, загрузка топлива. Лесоруб топливо 1 и везешь дизельное топливо. Один раз погнал. Ты едешь на лесоруб топливо 2. И ты едешь на лесоруб топливо 3. Все, друзья, давайте едьте. У нас еще есть, друзья, работа на наших полях. И именно нас интересует сорняк. Это поле 44 и поле 15-16. Мы еще засеивали 53, 50 и 78. Но эти поля у нас тут кукуруза, соответственно, была пахота. Это 78 поле мы тоже перепахивали. И после хмеля, видимо, тоже была пахота. Я уже точно не помню. В общем-то, эти поля нам не надо обрабатывать от сорняков. Работаем по старой доброй схеме. Сначала полольник, потом сверху для эко-счета. Контроль сорняков. Проходимся гербицидницей, которые не тратятся. Полольник, увы, работает долго. Но я думаю, за завтрашний мой рабочий день они легко справятся. Поле 40... Нет, поле 44, да. Поле 46, там полба. Там все нормально. А, давай, друг, на поле 44 и парковаться по завершению тебе пока не надо. Все, тут все готово. Соответственно, мы можем приступать к осмотру наших производств. Кстати, мне интересно, что у нас по жидкому навозу, потому что я его весь истратил вообще. И за сутки у нас 800 кубов получилось. 700 кубов на коровнике. Он там почти в ноль был освобожден из свинарники. 100. Не то, чтобы прям много, но ладно. Итак, в первую очередь смотрим, что нам надо вывести. Электрозаряд нам не надо вывозить. Хотя, может, имеет смысл его продать. Давайте действительно продадим эти 800 кубов. Потом поставим дальше на... Правда, через 40 минут только будет. Но деньги лишними тоже не будут. Далее, компост. 355 кубов. Отвезем на склад. Будем все записывать, потому что потом я забуду. Лаборатория. Тут все нормально. На лесопилку. Наверное, имеет смысл ее освободить. Много чего тут уже поднасобиралось. Хотя, с другой стороны, поддоны мы сейчас понесем руками. Лесорубом. Сколько мы? Кубов 60 заберем. Оттуда минимум. Это если мы по 4 поддона возьмем каждому. Наверное, лесопилку тогда трогать не будем. Щипа, если там на целлюлозную надо, как раз отвезем. Далее, лесорубы. Дерево это нам, наверное, надо будет забрать. И сразу на лесопилку отвезти. Мельница у нас уже не работает. Она пустая. Молочный завод. Тоже пока рано, наверное, все вывозить. Половины даже нету. НПЗ та же фигня. Подсолнухи. И, кстати, линию с подсолнечником, наверное, тоже имеет смысл выключить. Пока они как бустер работают. Пока урожай не заберем. Далее, метан не нужен. Пиво варня. Тоже половины еще нету. Наверное, трогать мы ничего не будем. Известь. 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 Можно, в принципе, вывести. Далее, производство удобрений. В одной машине, наверное, нет смысла туда возить. Семена мы, кстати, забрали или нету, что делали. Да, все позабирали. Рыбак. Ракушки. Да и комбала, селедка, креветки. Рыбаков надо точно вывозить. Сейчас посмотрим, ракушки нам на производство извести нужны или нет. Сахарный завод. Тут тоже ничего вывозить не надо. Сепаратор тоже не надо. Стеклотарный завод. Бутылки, наверное, имеет смысл вывезти. Столярку я бы тоже пока не трогал. Сыроварни тоже меньше половины. Солод тоже пока трогать, наверное, нет смысла. Тем более, сейчас сорга закончится просиной, тогда и вывезем весь. Ичменя еще много. Ичменя насобирали, кстати, неплохо, да? Дольше всего работает. На целлюлозную фабрику, не знаю, туалетную бумагу, наверное, можно забрать. Сколько у нас? Полтора куба в час. Три куба за два часа. Тридцать шесть кубов в сутки. Тридцать шесть кубов еще до завтра сюда точно влезет. Смысла никакого нету. То щебеночный завод тоже еще даже наполовину не заполнился, пока не трогаем. И, в общем-то, все. Так и немного. Тогда нужно лишь производство забить, да и все. Я думаю, мы это быстро сделаем. И погнали тогда по списку. Лесорубов мы отправили. Один из них уже даже выгрузился, насколько я понимаю. Далее на компостер солома, бобовых и солома. Это у нас поедет джесибишка. Мы ее сразу же отправляем на два раза. И ставим здесь солому. Разгружаться. Семена удобрения. Компост выгрузка. Загружаться. БГА Северный. Загрузка. Тюков. Вот склад тюков. Загрузка. Сейчас ждем, пока он начнет загрузку. Поменяем его на солом бобовых. И у него будет как раз две поездки четеньких. И мы его трогать дальше не будем. Оп. Загрузка пошла. Ставим солом бобовых. То есть он сейчас едет. Первую поездку выгружает солому. После этого загружает солом бобовых. И вот они две поездки. Его будут. Поэтому погнали дальше. По списку. Ферментатор солода сорга. Это нам не интересно. Это мы просто выключим, когда сорга закончится там. Производство удобрений. Навоз. Справим малыша, который заберет у нас все с сепаратора. Как раз у нас этим занимается. Не только не на компост, а на производство удобрений. Выгрузка. Там 95 кубов было. Поэтому 5 раз давай едь покатайся. Далее. Фет свинарник корм. Сколько у нас корма насобиралось? Что-то как-то и не сильно много. Давайте одной поездкой заберем с ферментатора солода. И с НПЗ. Одной поездкой с пивоварни. И наверное стоит один прицеп с элеватора туда закинуть. Отправим на эту работу одного мана. Получается 3 поездки ему надо будет сделать. Давай начнем с НПЗ. Загрузка сыпучая. Возить ты будешь корм для свиней. И выгружаться ты будешь в свинарник едовода. Все, давай едь загружайся. Далее. Производство извести вода. Воду оставляем на потом. НПЗ сырая нефть. У нас там фуры успели вернуться или нет? Или они только в пути? Одна вернулась. Отлично. Раз ты вернулся, значит поедешь катать нефть. А этой самой нефти 276 кубов у нас есть. Черная возвращается. Все вернулись. Да, хорошо. Так, НПЗ нефть загрузка. 5 раз. Возишь сырую нефть. И возишь ее на НПЗ выгрузка. Все, погнал, развлекайся, катайся. Далее, после сырой нефти у нас биогаз. Резаная сахарная свекла заканчивается. Она у нас, друзья, хранится, точнее производится на сахарном заводе. 95 кубов ее здесь есть. Как бы не сильно, надолго-то ее хватит. Но одну поездку можно сделать, закинуть. На БГА пусть еще немножко поработает. Соответственно, МАН туда поедет у нас кататься. Сахарный завод, сахар, загрузка, известь. Надо переименовать эту точку, как загрузка сыпучая. Потому что там не только известь, там еще шикорм для свиней. И что-то еще там тоже было. Резаную сахарную свеклу ты везешь на биогаз север. Разгрузка. О, давай, друг, погнал. Далее, пивоварня, вода, тоже на потом. Лесопилка, дерево. Это ты у нас поедешь туда. Давай езь пока к лесорубам, потом тебя загрузим. Целлюлозная фабрика щипа. Да-да-да, о чем я вам и говорил. Соответственно, вот этот МАН отправим покататься. 193 куба есть. Три поездки. На самом деле, это не так много. Наверное, на один день ему. Ну ничего, потом, если что, с саливатора привезем. Там тоже еще щипа у нас осталась. Блин, у него топлива мало не хватит. Давайте его заправим сразу. Все, друг, заправленный, едь, грузись. У нас, тем временем, вот этот товарищ загрузился. Давайте мы его отправим на ферментатор солода тогда, который у нас находится на сахарном заводе. Солод, загрузка, свиной корм. Давай, погнал. Это Вольво у нас приехала. Сейчас мы тут вручную все сделаем. Продукцию еще с бутылок хотели забрать. Может, через склад это все сделать-то и не париться. Наверное, так и сделаем. Давай, дерево, выгружай все, что есть. 13 поддонов. Отсюда выгружай все, что есть. 13 поддонов. Ставим здесь две поездки. И на стеклотарный завод его сейчас отправим. Так, сты здесь тоже выгружай дерево. Все, что есть. 13 поддонов. Здесь, да, выбираем стеклотарный завод. Тогда он у нас в карьере находится. Стеклозагрузкопродукции. И отправляем его туда. Только сначала выгрузится на склад. Все, давай, погнал. Так, и что-то наш список уже успел весь перемешаться. А что у нас там дальше по списку? Стеклотарный завод. Поддоны нужны. Погнали, это устроим. Во-первых, сколько их туда надо? Этих самых поддонов. А, влезает много. Целый прицеп можно. Сколько у нас их на складе лежит? 300 кубов. Хорошо. У этого 50 тысяч заполняется. И тоже пойдет, в принципе. А, стекло, выгрузка, поддоны. Все, давай, едь, вези. С этим мы тоже вопрос закрыли. На пивоварню нужны дрожжи. Они у нас здесь на складе есть вообще? Они есть. Их здесь даже много. 285 кубов. И хамеля не так много осталось здесь, кстати. Дрожжей влазит немного. Мы можем чуть меньше, чем 90 кубов туда отвезти. Делать мы будем с помощью вот этой Вольвы. 85 тысяч литров мы тогда повезем. Со склада на пивоварни на завод. Выгрузка солод. Ну, тут там же и дрожжи. И везем мы, соответственно, дрожжи. Дрожжи один раз. Давай, друг, погнал. Это есть. На сахарный завод тоже нужны поддоны. Возвращаемся на базу. Нет, сперва мы вот на этот ман переключаемся. И говорим, чтобы он ехал, отвез корм. А потом поехал на пивоваренный завод. Загрузка корм свиной. И в следующий раз забирал все оттуда. А теперь возвращаемся на базу. У нас тут все уехали. Кошмар. Итак, сты. На сахарный завод поддоны. А их там влезает супер много. Поэтому целый прицеп. 70 кубов. Давай, вези. Поддоны. Так, нет. Не на столярку только. Сахарный завод. Выгрузка поддонов. Во, все. Давай, едь. Я ж надеюсь, вы тут разъедете сейчас. Нормально разъедутся. Так, далее. Компостер просит топливо. А если компостер просит топливо, то мы дадим ему топливо. Там вроде как мало его влезает. Этого самого топлива на компостере. Компост. Да, 25 кубов всего. Один раз наш малыш туда съездит и нормально будет. Он его ест прям мало там. Этого самого топлива. Загружаешься на НПЗ. Выгружаешься. Компост топлива. Везешь топливо. Тоже погнал. Это есть. Далее. Сепаратор. Сепаратор мы выключим. Что-то у нас как-то. Хотя. Жидкого навоза вроде как опять подсобрали. Отвезу опять-таки тоже потом. Далее. Щебиночный завод. Техобслуживание. Начинает потиху просаживаться уже прям в минусе. Поэтому, друзья, мы запустим просто вот эти вот две линии. Будет производиться больше техобслуживания. Распределяется 144 куба с этими линиями. Требуется уже 160. А как это так получилось? Ну, доп. Материал вторую смену мы не можем запустить. У нас нету батона и сыра. Точнее, сыр есть, батона нету. Точнее, хлеб. Ну, нарисован просто батон такой. Бустеров тоже никаких нету. Мы никак не можем увеличить производство. С другой стороны, что-нибудь же скоро освободится, правильно? Какое-нибудь производство перестанет скоро работать у нас, которые требуют техобслуживания. Или нет? Блин, надо будет что-то делать. У нас все производства, которые требуют техобслуживания, они все всегда работают. Кстати, ракушки не посмотрел, что с известью. Ракушек тут еще прилично, значит, просто их продадим. Из техобслуживания как бы можно купить, да? Почему мне предлагают купить миллион литров? А, минус миллион. Потому что у меня денег нет. Я даже не могу купить сейчас ничего. Ну, ладно, значит, раз не можем, значит, не можем. Будем решать проблему, когда будут деньги. Вообще, мы можем поставить пекажню, делать хлеб. Сыр мы делаем. Но опять-таки нет денег. Так, друг, а у тебя вот это вот как получилось сделать, а? Расскажи мне. Ну, мне просто интересно. Как ты так повис? Потому что, наверное, ты складывался по конченому, да? Давай нормально едь. Так, сман корм для свиней привез, давай, вези, отвози. Еще один прицеп потом с элеватора. Привези. Тут у нас, это мы на стеклотарной приехали. Соответственно, забираем 47 поддонов с бутылками. И еще 3 поддона с банками тогда тоже заберем. Бздынь, грузитесь. Все, и тогда есть паркуйся, ты нам больше сегодня не нужен. Вроде как. Далее. С техобслуживанием, в общем-то, грустно все. Но понятно, а пивоварня требует электрозаряд. На самом деле, сейчас вот солнце выглянуло, и электрозаряд вроде как должен будет поступить с этих наших навесов. Мы электричество продадим, которое собрались продать. Если вдруг электрозаряда не будет хватать, я там тоже поставлю на распределение, все будет нормально. Блин, он отсюда уехать не может. Неужели бутылки такие дорогие? Да, бутылки были дорогие, он не мог выехать даже с карьера потом. Ну ладно, поможем ему чуть-чуть. Далее. Лесоруб нужны поддоны, мастерская нужна планки. Это мы все ручками будем носить. Сколько сюда надо планок? 50 кубов, кстати, влазит. А может все-таки привезем? У нас же тут планки есть. У нас тут много планок, поэтому привезем. Но на лесопилке лесорубом отнесем точно руками. Для этого выгружаем поддонов. Давайте 6 штук. По 2 каждому достанется. И просто их вот так вот ручками сюда все переносим. Это самый быстрый способ доставки поддонов сюда. Тем более это не так часто делается. Так, все. Поддончики здесь тоже есть. Все хорошо. Так, смотрю я на этот список и думаю просто, что еще надо сделать. А вообще май, как правило, быстро проходит. Относительно скучненький он в плане контента. Но зато в июне у нас начнется уборочная. И начнутся стримы, которых давно не было. Так, вот ты приехал. Ты мне и нужен. Ты, друг, давай 45 кубов планок. Не поддонов, а планок. 45 кубов отвези на базу того выгрузка. И этот момент мы тоже закроем. И на лесопилку дерево еще надо будет тебе покатать. Но я думаю, это же не проблема. Я вот смотрю на инспектора. Вольво с бутылками вот 2-3 километра в час что-то едет. Как у нее там дела обстоят. А это она еще из карьера не выехала даже. О, кошмар какой. Ну давай, пытайся есть. Если ничего уже не получится, то мы как-нибудь ей поможем. Джсибишка прибыла. Мэйси Фергюсон, водовоз маленький прибыл. Отвез топливо на компост. Да, потихоньку они еще все возвращаются на базу. Контейнер прибыл тоже хорошо. То, что контейнер прибыл, это прям хорошо. Потому что мы его отправим сейчас возить дерево. 389 кубов мы привезли. Это на целых 6 поездок ему. Дерево, лесопилка, выгрузка. Давай, катайся. Так, а что это ты не выгружаешь планки здесь, а друг? Или они не здесь? А, здесь выгружаются. Ну что ты, триггер для автодрайва так себе. А знаешь что на самом деле? Давай-ка мы тебе сделаем 3 поездки, чтобы ты возил дерево. Знаешь куда? Правильно, на лесопилку. И предел заполнения мы тебе сбросим. И запустим его помогать другому контейнеру. Потому что вдвоем они же справятся в 2 раза быстрее, правильно? Так что давай, друг, едь. А вот этому контейнеру мы тогда 3 поездки снимаем. У него останется 2. 2 загрузки у него останется. Да, все, Вольва сдалась. Она полностью загруженная поддонами. Не может здесь подняться, потому что слишком ей тяжело. Но ничего, мы ее ручкой вытащим. Далее как-нибудь сам доедет, надеюсь. Так, с тем временем. У нас наступило 7 утра. У нас, во-первых, продалось электричество. 144 тысячи стало минусов всего. Но к концу дня вы понимаете, что это станет опять минус 700. На щебеночном заводе техобслуживания время стало чуть больше. Как мне показалось, там было 20 часов с копейками. Стало 21. Но он все равно будет расти в минус. Просто оно не закончится там через 20 часов. Будем думать. На пару дней этого еще хватит точно. Так, а где наш... А, Лондини уехал кататься, да? Мы сейчас не можем даже бункер открыть. Без него у нас не получится. Потому что у нас специально для него здесь кувш. Ну ладно, в общем-то на самом деле не горит. Это в любое время можно сделать. Надо будет просто поставить ленту сюда, вывести весь силос к нам на базу. Тут мне, в общем-то, ничего не мешает это сделать потом за кадром. Так, с продажи вот эту штуку мы убираем. Пока на складирование, а потом посмотрим. Значит, друзья, вроде как совсем разобрались. По крайней мере, все понятно, что куда пойдет. Воду я с нашей водочной станции развезу. Сепаратор, наверное, заполню. Но все остальное мы по факту уже сделали. Но и... О, кстати, вот и он прибыл в Лондини. Отлично. Стой, пока никуда не едь на парковку. Надо бункер открыть. Подцепляем ковш. И с помощью ковша это все делаем. Э, бункер, открывайся давай. Вот тебе здрасте. Вот тебе новость. У него внутри снег лежит в ковше. Откуда он взялся? Почему он не растаял? Ладно, я думаю, что если мы выгрузим снег сюда, то он должен будет расставить, правильно? Видимо, просто нападало в ковш. Это что-то новенькое. Сейчас-то ты возьмешь сила здесь, да? Э, друг. О, открыл. Все, хорошо. Косилась надо выгрузить здесь. Чего в ковше возить-то? И просто подъезжаем. И он открывается, этот самый бункер. Я уже говорил, друзья, если поставить просто конвейерную ленту, то потом этот бункер будет вообще не открыть. Так было не только в этой 22-й ферме. Так было, я в 15-ю играл, там то же самое было. Такая же история. Так, ману мы какому-то мешаем. Подожди, друг, я тут со всей силы работаю вообще-то. О, черт, как нехорошо получилось. Блин, и снег опять забрал этот. Непонятно зачем. Я надеюсь, он растает и исчезнет. Он мне не нравится, я не люблю снег. Тем более в мае. Так, друг, ты тогда едь паркуйся. Ты вроде как все сделал. Да и вроде как мы, да, все сделали. Я вам, друзья, про все рассказал. Еще минимальные перевозки, конечно, нас ждут. Силы с на базу и про то, что я вам рассказывал. Ну и на этом вроде как май у нас тогда и заканчивается. Само долго, конечно, я буду ждать, пока у нас полонник все сделает. Поэтому, друзья, мы с вами уже встретимся в июне, перед началом уборочной. Там уже будет нам весело. Ну вот и июнь, друзья. Баланс всего лишь минус 533 тысячи, что меня в принципе радует. И в июне, друзья, у нас начинается уборочная. На самом деле, наш минус будет только расти, потому что будут работать комбайны и, соответственно, обслуживание техники будет прям вообще большим. Из насущных проблем, которые я наблюдаю, это техобслуживание. В принципе, 20 часов 22 минуты. Не сильно оно убавилось с мая. То есть до июня оно дотерпит. Когда наступит июль, у нас много полей созреет, во-первых. И, соответственно, будут контрактики на уборку этих самых полей. Правда, самое жирное практически поля, которые мы обычно убираем. Типа 19-го, 59-го, 78-го, 53-е, 42-е, 50-е. В общем-то, это уже наши поля. Ну, вот 77-е, 76-е. В общем-то, будет что поубирать по контрактам. Так что, нормально, не расстраиваемся. Плюс, опять-таки, возьмем контракты на Покос Сена. Я думаю, что мы по балансу выйдем в плюс. А когда мы выйдем в плюс, то мы в наши мастерские... Так, поддоны, все, последнее закончилось. Я понял, сейчас выведем. Так вот, мы в наши мастерские. Где они? Вот. Докупим хлеба и привезем сыра. Мы потом посчитаем, сколько надо здесь будет до конца карьеры хлеба, потому что тратится его здесь всего лишь 10 литров в час. В общем-то, привезем столько, сколько надо. Посчитаем. Точнее, сыра привезем, а хлеба купим. И до конца карьеры, я думаю, уже три линии у нас будут работать. Хотя, с другой стороны, сильно надолго нам это не надо, потому что в следующем году мы заканчиваем. Какой мак красивенький, да? Как по мне, так классно смотрится. Так вот, что нам надо сделать за июнь? Ну, разумеется, наше производство, обслуживание, никуда не делось оно. Ну и, друзья, убрать парочку полей. А именно, 34, 35, 36, а также 59, 64, 58. А 64, 58 это контрактные поля, а 34, 35, 36 наши. Странно, как-то они созрели. 59 у нас ячмень, на этих трех у нас рожь, пшеница не созрела еще. Ну ладно. Ну, друзья, все это дело я оставлю у нас стримы, потому что их, во-первых, давно не было, во-вторых, такая работа быстро пройдет по стримам. Правда, ближайший стрим я планирую только через два дня. Поэтому производство мы обслужим, и один день все-таки будет простое какого-то минимального на ферме. Давайте тогда разбираться с нашими производствами. Что-то я тут бегаю, непонятно зачем. Нам надо на базу. Я думаю, что мы довольно быстро со всем разберемся. Первый. Биогаз Север. Резаная сахарная свекла. У нас есть на один прицеп всего лишь этой самой резаной сахарной свеклы. Я думаю, что мы временно эту линию отключаем. 70 кубов этого, ну, это никуда не годится. Он даже сутки не проработает с этим наполнением. Далее. Вообще, надо сначала освободить лесопилку, да. Там поддонов как раз на один прицеп получается. Поэтому давай едь туда. Мы потом придем, загрузим тебя. Далее. Стеклотарный завод требует песочек. Чуть попозже посмотрим, где там что надо вывезти. Потому что я смотрю, тут много чего надо будет вывозить. Так вот, песка у нас есть 376 кубов. А на стеклотарный завод влезет все, что есть. Это 6 поездок к одному ману. Например, тебе. С карьера сразу на стеклотарный завод. Давай едь, катайся. Он это довольно быстро сделает. Несмотря на то, что 6 поездок, они там все ряд. Далее. На компостер требуется навоз. Я думаю, что мы его возьмем с сепаратора. Тут есть 85 кубов. И как обычно, наша вот эта вот маленькая возилка 4 раза и скатается. С сепаратора на компост выгрузку 4 раза. Давай едь, катайся. До силы с друзьями собрали. Сколько у нас его тут вышло? 3 миллиона 600 тысяч литров. Нормально. Копим. Далее. На молочный завод нужен картон. Картон на 50 кубов всего влезает. 45 отправим, если он у нас есть на складе. Но вообще должен быть. 380 его даже много. Давай, друг, тебе одну поездку надо будет сделать. И загрузку тебе поставим 45 тысяч литров. Давай вези. С этим все понятно. На производство удобрений у нас требуется навоз. Не очень хочется отправлять туда сейчас кататься машину, но ладно. Влезает туда довольно много. Я думаю, если мы 300 кубов отправим, перевезем, это будет нормально. А 300 кубов это 5 поездок для одного мана. Ты повезешь навоз на производство удобрений выгрузка. И забирать его будешь на коровник навоз. 5 раз давай погнал. С этим разобрались. Погнали загрузим нашу лесопилку. Точнее не лесопилку загрузим, а вольву загрузим. Которую у нас здесь хорошим. Конечно привезти ее и разгрузить. Ну ладно, это я потом сделаю. Все. 50 поддонов. Все подчистую мы забираем. Да, то что там показывало 249,999. Вот пока они здесь появляются, уже насобираются вот эти вот лишние литры. Чтобы там были полные поддоны. Хотя в любом случае на складе они потеряются. Но это не важно. Погнали дальше на базу. Посмотрим, что нам еще там надо сделать. Кого куда отправить. Дальше у нас идет фэт свинарный корм. По корму у нас все не очень хорошо. Плюс он у нас перестал производиться на НПЗ. Один прицеп можно собрать в сумме с пивоварни ферментатора солода. Давайте друзья, мы сейчас 3 прицепа. Отвезем с элеватора. Тот, что мы купили вот на такой вот прозапас. А на заводах пускай он немножечко подкопится. Давай друг, 3 прицепчика вези. Далее на коровник тоже нужен корм. И вот это уже проблема. Мы же не сможем его купить сейчас. Я же не догадался сделать запас еще и пава на смеси, да? Не догадался. Да, с этим получается проблема. Вопрос, жрут ли они силос. Вот здесь не написано, что они жрут силос. Ладно, друзья, ставим это чуть-чуть на потом. Далее, в фэт коровник требуется солома и в фэт свинарник требуется солома. Я сейчас это дело трогать не буду. Там довольно-таки большая вместимость на коровнике по соломе. Со склада я ее сейчас возить туда не хочу. А мы когда будем убирать поля, у нас там будет соломка. Соответственно, ее будем возить сразу туда. А остатки уже забьем, в общем-то, полностью, да. Далее, на пивоварню требуется ячменный и пшеничный солод. Есть они у нас на базе-то, а? 103 куба есть одного и 100 кубов есть другого. Влезает его туда прям много. Солод у нас возит наша Вольва, которая рефрижератор. И стоит у нас здесь. Давайте мы ее тоже отправим тогда сделать две поездки. Дрожжи мы отвозили в прошлый раз. Давай пшеничный солод тогда. Когда он загрузится, поменяем его на ячменный. Далее, на лабораторию требуется картон у нас. Его туда вроде прям немного надо, если мне память не изменяет. А не, влезает много. Требуется его не сильно много. Я думаю, кубов 30 надо отвести. Или давайте даже посчитаем. Смотрите, 250 литров у нас используется в час. То есть в сутки 6 кубов. Сейчас у нас июнь. А значит, играть мы будем еще, по моим подсчетам, 18 месяцев. То есть 108 кубов надо. Поэтому 70 можно ввести смело. Потом мы уже будем добивать. Да, на финал я собираюсь все четенько посчитать. Прям литр в литр. Ну, примерно. Давай, друг, ты повезешь картон на... Эти товарищи как раз вернулись. На сахарный завод. Сахарный завод, лаборатория, выгрузка, поддоны. Один раз. Давай, едь. Далее по списку у нас идет сепаратор. Его мы пока не трогаем. Техобслуживание пока не трогаем. Федсвенарный корм уже в процессе. Сыроварня требует деревянный ящик. Деревянный ящик, друзья, этот мы относим руками. И один. Главное не заблудиться. Потому что его там требуется прям очень мало. Хотя здесь тысяча литров. Странно. Деревянные ящики у нас требуются только для обычного сыра. 50 литров в час. То есть 1200 в сутки. Ну да, почти на сутки хватает. Одного поддона хватает на 4 с копейками дня. Поэтому мы его один просто и отнесем. Давайте выгрузим один. Деревянный ящик. Выгружаем. Вот он появляется. И главное найти теперь этот самый. Эту самую сыроварню. Потому что я, честно говоря, не сильно ориентируюсь, где она правильно стоит у нас. Если мне не изменяет под 64 полем. Или над. Короче говоря, около. Вот за этим. Вот холмом. За этой насыпью. Да, вот он. Действительно сыроварня. Сыроварный завод. Сыроварня, да. Вот сюда они выгружаются и все. Это дело у нас тоже исчезает. Так, у меня в Вольве стоит загрузка до 85 кубов. Ну ладно, ничего страшного. Давай, друг, в следующий раз ты ячменный солод повезешь. Ну, меньше так меньше. Ну и получается с этим делом мы совсем разобрались. Отправили всех, кого надо. Я, друзья, завтра на работе пробегусь по списку. Хотя, может быть, просто даже объеду все предприятия. Время-то будет. Повывожу все, что надо повывозить. Соберу все поддоны на склад. В общем-то, везде. А проведем стримец, на котором уберем все поля наши, которые созрели. И встретимся тогда уже с вами после уборочной. Будем думать, что нам делать с коровником и с кормом для коров. Посмотрим, что у нас будет по финансам. Итак, друзья, у нас июнь продолжается и закончился стримец. Трехчасовой стримец, на котором мы убирали несколько полей. Что мы сделали за стрим? 64-е поле убрали, 59-е поле убрали, 58-е поле убрали. Также на всех этих полях у нас соломка осталась. 64-го поля соломку мы собрали, с 58-го еще нет. Сейчас я ничего делать не буду, просто вам расскажу, что к чему. Соломку мы сразу же перевезли в наш коровятник. И здесь уже полтора миллиона литров ее есть. Остальное опять-таки будем складировать туда, потом на склад, потом на элеватор на основной. Соломы у нас будет много. Правда, возможно, потом надо будет от нее избавиться. Посмотреть, сколько ее тратится. Неплохо было бы. Я просто боюсь, что в элеваторе места на нее не хватит. С учетом того, что у нас появилось 78-е поле, на котором будет конопляная солома. Я не знаю, какой выход ее, но она нам прям очень нужна будет. Как там поживает наш урожай. Все с ним хорошо. Весь ячмень мы отвезли сразу же на ферментатор солода. Его здесь у нас теперь 612 кубов, было 78. До того, как мы начали собирать поле. Это я про наше, про 59-е говорю. В общем, весь вот этот урожай, 612 кубов, будет перерабатываться 306,5 часов. А 306,5 часов, это 12,75 дня, суток. То есть, в следующем июне у нас прекратится производство вот этого самого ферментатора солода. А мы, друзья, в этом сезоне уже ничего засаживать не будем. То есть, все вот эти зерновые культуры, у нас все-таки конец карьеры. Мы поля обрабатываем, готовим к следующему посеву, но засевать ничего не будем. Может быть, если мне в голову устроить, у меня есть одна мысль, но о ней уже в следующей серии. И то не факт, это зависит от того, сколько мне хватит нервов, времени, сил, желаний и так далее. Вот. А еще мы собрали рожь и ячмень, 253 и 236 кубов, соответственно, с контрактных полей. Это все дело я вывезу. Излишки ржи пойдут на мукомольный завод. Излишки ячменя мы закинем тоже на ферментатор солода. Это, друзья, я сделаю завтра на работе за кадром. Также, друзья, на работе за кадром я соберу 36, 35, 34 поля. По поводу обработки, там это уже не горит, это можно будет делать хоть зимой. Мы с вами встретимся тогда уже в начале июля. Ну и посмотрим, что у нас, как там будет. Потому что в июле у нас будет прям весело. Все поля, которые вот такого вот темно-зеленого цвета, а их, видите, полкарты здесь. Вот это вот все добро у нас созреет в июле. Плюс в июле покос. Так что будет и много контрактов, и много всего остального. Единственное, да, косяк у нас, знаете, с чем? С финансами. А минус 674 тысячи у нас на балансе. И у нас нечем кормить наших коров. Нам надо, чтобы у нас было хотя бы 1400 в плюсе на покупку корма сейчас. Есть, знаете, какой вариант я еще придумал, чтобы ничего не продавать? Это взять кредит. Я, наверное, возьму кредит на миллион. И на все деньги, которые там будут, мне же дадут миллион. За эту уборочную, маленькую, уже 140 тысяч обслуживания техники. Ну, кошмар. Да, много клацать приходится, прям совсем. Во, берем кредит на миллион. У нас получается 325 тысяч типа плюса. А весь этот баланс мы тратим на покупку моносмеси, сколько влезет. Но 90 тысяч за 300 кубов получается у нас. То есть почти 400 кубов мы купим. Почти 4 прицепа, это миллион двести. В принципе, на какое-то время хватит. Я надеюсь, что в следующем месяце на контрактах мы отобьем весь этот кредит, чтобы выйти в какое-то хотя бы близкое к нулю значение. Вот. Как-то вот так вот все у нас сейчас обстоит. Так что, друзья, встретимся в июле, когда закончится все вот это вот дело. Июнь, друзья, у нас продолжается. Но, в общем-то, по сути дела, все дела июньские мы сделали. Два контрактика у нас еще висит. Это культивация тех полей, которые мы убирали. Соответственно, мы их забираем и наш баланс становится минус 43 евро. Замечательно. А я, друзья, немножко подуменьшил кредит, во-первых. 715 тысяч осталось. Я два прицепа всего лишь моносмеси закинул нашим коровам. Этого хватает еще на один день 9 часов. Вроде как на следующий день завтра у нас будет прям много-много-много контрактов на уборку и на покос и все такое. И мы вроде как должны будем заработать много денег, чтобы и кредит выплатить, и кормом затариться. Плюс как бы и свиным кормом тоже неплохо было бы затариться, наверное. Есть подозрения у меня, что немножко по деньгам у нас все-таки будет просадка. По поводу наших полей. Разумеется, все было убрано на стриме. А это я вам показывал, друзья. Не показывал я вам 35, 36, 34 поля. Тут я, в общем-то, все это побырико убрал. Солому я еще не собрал. В принципе, сейчас не горит абсолютно это делать. Также, друзья, насколько я помню, коровник я полностью соломой забил, да? Да, 4 миллиона литров здесь есть. Сейчас мы отвозим солому на наш склад тюков. Хотя здесь не сильно много влезет, но в ночные элеваторы будем все сгружать. Как я уже сказал, вот это вот все дело не горит. Будет вот прям свободное время. Тогда я эту солому и пособираю, когда фуражник будет свободен. Сейчас он вот на 59 поле еще работает. Тут, в принципе, не так много осталось. Так что все, в общем-то, путем. А рожь, друзья, мы собрали все и сразу же отвезли с полей на нашу мельницу. Тут у нас есть линия ржаная мука. А ржи получилось 380 кубов. Так что эта линия у нас сможет на этой ржи проработать 152 часа с копейками. Это меньше недели. Меньше 7 дней. Ну и ладно, в общем-то, после этого завод будет остановлен. Больше мы рожь высаживать не будем. Так уж у нас получилось. Линию, в общем-то, мы эту запускаем. Ну и так как все наши июньские дела, в принципе, сделаны, то мы запускаем время и мотаем до утра июля. А вот, друзья, и утро следующего дня. О чем я, друзья, не рассказал вам еще в июне. У нас остались остатки с урожаев 10 кубов ячменя и 15 кубов ржи. Разумеется, все это зерно пойдет у нас на заводы, надо будет отвезти. И что нам надо, друзья, сделать в июле? Ну, во-первых, да, 26 контрактов. Но нам нужны деньги, объективно говоря, поэтому никуда от этого не денешься. Также, друзья, нужно обслужить производство. Тут, в принципе, я смотрю, список не сильно большой. Рыбакам отвезти поддоны, это то, что мы можем сделать. А на биогаз север силос отвезти, это не проблема. Сепаратор в последнюю очередь забьем. Федкоровник у нас сейчас. Корма нет, копим денежку. Воду отвезем на молочный завод, не проблема. НПЗ, в принципе, все не проблема. Пивоварня, электрозаряд заканчивается. Но, во-первых, пивоварня у нас скоро отключится, потому что в этом же списке на пивоварне заканчивается хмель. А хмеля у нас нет, поэтому это все закончится. Короче говоря, список небольшой, за кадром я его довольно быстро весь сделаю. Кроме всего прочего, у нас тут много контрактов на уборку. Тритикали, горчичное зерно, пшеница, канола, даже мак созрел. Короче, до хрена всего созрело. Я взял даже маленькие поля. Плюс сенокос, 9, 10, 14, 41, 60, 61, 7. Короче, до хрена полей, да. Носил из, друзья, не брал, как обычно. Плюс ко всему прочему, у нас созрели наши поля некоторые. А именно, друзья, на 19 поле у нас созрела пшеничка. Эта самая пшеничка у нас пойдет на ферментатор солода с 19 поля. Также пшеничка у нас еще созрела на 39 и 38, по-моему, высаживали, да? Эта самая пшеничка у нас пойдет на мукомольный завод на муку. 42 поле у нас с канолой тоже созрело большое. Канола пойдет у нас на НПЗ. И 46 поле здесь у нас созрело полба. И вот это все нам надо убрать. Кроме всего прочего, друзья, у нас еще и вся трава созрела. Трава, клевер и все остальное. Тут тоже надо будет все скосить, все собрать. Короче, работа в июле. И сколько времени на это уйдет, я, честно говоря, не представляю. Но заработаем на контрактах денег тоже хорошо. Плюс же еще культивации всякие у нас появятся. Я не знаю, сколько дней у меня уйдет. Будет несколько стримов по всему этому поводу. Я, друзья, за кадром, наверное, какие-нибудь маленькие поля поубираю. Знаете, да, чтобы время на стримах не отнимать. Это, в принципе, просто делается. На стримах мы большие поля будем убирать. Покажу, наверное, все. Все, что курс плейм без моего участия. И развезу, друзья, все по заводам. И мы тогда встретимся с вами после уборочной. Посмотрим ее итоги. Блин, интересно даже засечь, сколько времени у меня на это все уйдет. Вот 1200 часов как раз у нас наиграно, 12 минут. Посмотрим. Ну что ж, друзья. Три рабочих дня своих я потратил на то, чтобы убрать все поля и все поубирать. Сейчас идет вот последняя прям фаза. Последнее поле, на котором убирается солома. Также, друзья, я убрал свои поля, которые должен был убрать. Солому я с них еще не убрал. Только с одного поля, там еще когда время, короче, было свободное у нашего фуражника. Еще вчерашним днем. Даже 35-е поле, которое мы собирали в июне, еще солома не убрано. Все поля наши посыпаны известью. И солома вся заволкована. То есть, осталось ее только собрать. Но ее много. Из того, что мы собрали со своих полей. Давайте посмотрим. Все сразу же увозилось на производство. Поэтому будем смотреть здесь. Итак, мы собирали пшеницу с 38-го, 39-го поля. 410 кубов. Линию мы запускаем. Также собрали полбы. 359 кубов. 46-го поля. Эту линию мы тоже запускаем. А также с 19-го поля мы собрали пшеницу, которую перевезли на ферментатор солода. Вот он. 367 кубов. Что-то как-то с 39-го больше намного получается, да? Ну да ладно. Эту линию мы тоже запускаем. Но и получается тут у нас все. Также, друзья, клевера почти миллион. Люцерны чуть больше миллиона. Это, в общем-то, стандартные все цифры. Травы почти 2 миллиона. Солома этот склад весь забит. Свинарник, по-моему, тоже забит, да? Да, свинарник полностью забит. И коровник, друзья, полностью забит. А не, не полностью. Тут еще один прицеп в лес бы. Почему-то я решил его сюда не вести, но это не важно. Итого. Что мы собрали по контрактам? Горчица 500 кубов. Канолы 300 кубов. Мака 170. Полбы 157. Пшеница 91. Сена 2 миллиона 700 кубов. Это все надо тоже вывести по контракту. Солома почти 5 миллионов литров здесь уже лежит. Сейчас еще прицеп приедет. То есть больше 5 миллионов будет еще плюс с наших всех полей. Ее что же надо будет собрать? Но опять-таки там не горит. Будет свободное время. У трактора он пособирает. Может быть, кстати, сегодня. Потому что работы-то сегодня еще много на самом деле. А уже прошло 19 часов игры. И это довольно-таки оперативно. Никто не простаивал. Тритекали 780 кубов тоже было собрано. И вроде как все. Я, друзья, не очень хочу сейчас собирать себе эти остатки урожая. Что мы вообще отсюда можем себе забрать-то? На самом деле канолы для топлива можем немножко забрать. Ну как бы с топливом у нас проблем нету. Лишнее телодвижение. На полбяную муку немножко полба. Но тут ее совсем мало. Пшеницы тоже мало в остатках будет. Как бы эти пары кубов роли не сыграют. Тритекали много. Можем пустить ее только на семена. Как бы с семенами тоже проблем нету. Тем более, что сеять мы уже ничего не будем. Поэтому, друзья, мы весь этот урожай просто сдадим. Да и все. Ну и тогда я предлагаю начинать. Давайте начнем с того, чего у нас меньше всего, наверное. Это, например, пшеница. Пшеница у нас идет перекупщику зерна. Две поездки тебе нужно съездить. Далее полба, по-моему, тоже немного. 157 кубов на три поездки. Она у нас идет на ЖД вокзал. Давай, друг, катайся. И еще мы посмотрим, кого-нибудь отправим. Точнее, не кого-нибудь, а у нас есть еще один. Мака, он тоже на три поездки есть. Тоже перекупщику зерна он достается. Тоже три раза. Давай, езь, катайся. Они будут потихонечку освобождаться и мы будем их менять. Да, контрактики потихонечку капают. И вот пшеничка. Вторая поездка из двух. Последняя уже тоже приехала. И она выгружается. Да, пару кубов у нас продалось. Тысячу лишнего мы получили. Ты, друг, значит, дальше ездишь возить у нас канолу. Ее у нас 300 с копейками кубов. Она у нас возится на гитрайды АГ. Да, на гитрайды АГ, все правильно. Пять раз тебе надо съездить. Давай, едь. И там, друзья, останутся еще копейки. Поэтому один раз еще вот этот трактор съездит у нас. Один разик. Давай тоже съездим. Мак, друзья, последний прицепчик у нас тоже вот приехал. Сейчас тоже что-то лишнее продастся. Семь кубов примерно лишних получилось. И 15 тысяч. Ого-го. Мак, это выгодно. Ты, друг, у нас все оставшиеся продажи идут на гитрайды АГ. Поэтому я даже таймер, не таймер, а счетчик сброшу. Ты, друг, вози горчичное зерно тогда на гитрайды АГ. Да, контрактики потихонечку заканчиваются. Точнее, не заканчиваются, а закрываются. И последняя полба у нас тоже сейчас выезжает. Неполный кузов. Там у нас еще три текали. Осталось тоже на гитрайды АГ будет кататься. Не знаю, хорошо это или плохо. Вообще, не самая близкая точка. Такая не самая удобная на доставку. Долго туда катаются наши маны. Но что поделать. Полбу последнюю тоже продаем. Точнее, сдаем. Остатки продаем. Но тут 10 кубов у нас лишних осталось. Но, да ладно. Около 10, чуть меньше. 2 800 мы всего получаем за продажу. Так, друг, стой. Еще чек мы тебе тоже сбрасываем. Бери три текали и тоже на гитрайды АГ катайся. У водителя прибыл на парковку фуражник. Сейчас мы тебя тоже загрузим. Все, друг, давай езди. Будем следить, как там у них дела. Так, JCB-шка наша. Знаете, что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть, нужно ли на компостер что-нибудь из этой травы. Если нужно, то отвезти. По-моему, именно трава нужна. Если мне память не изменяет. Да, трава скоро закончится. Поэтому один прицеп травы. На компостер, друг, будь добр, отвези. Ну, а мы ждем тогда, когда закончатся наши покатушки. Вот и канолка приехала. Тоже последняя. Тут уже, наверное, лишнего урожая трохи побольше будет, конечно же. Около 15 кубов, если я правильно понял. А 10 тысяч мы за это получаем. Тоже, в общем-то, нормально. Так, съедь тогда вази. Горчичное зерно. И, друзья, последняя горчичка к нам едет. Часть из нее тоже продастся. Тут уже повеселее будет, чем с прошлыми зернами. Если можно так выразиться. Нормально, почти 30 кубов. В продажу идет 50 тысяч. Огонь. Ну и, друзья, осталось у нас 3 кали. Но, увы, мне нужно бежать. Я думал, за час сейчас успею тут все продать. А мы, друзья, принимаем вот эти все контракты. Именно сейчас, которые закончили. Хотел я пачкать, чтобы было классно. Но не получилось. Осталось 3 кали и пугование, друзья. Но я через часик вернусь. И тогда посмотрим. 205 тысяч плюс у нас есть. Плюс мы еще потом выйдем в плюс. Плюс мы еще выйдем в плюс, да. Будут у нас, в общем-то, денежки. Это прекрасно. А вот, друзья, и последняя 3 кали. 3 кали, в общем-то, едет. Дядя, ты че вообще так вылетаешь? Вот этого я прикола сейчас вообще не понял. Он вообще про тормоз забыл или что? Да, таким вот нехитрым способом. Да, здесь отбойники. Это самое веселое на этой карте. Особенно, если играть в мультиплеере. Постоянно все на них виснут. Ну ладно. У нас 3 кали, в общем-то, все контракты закрылись. Так, я надеюсь, мы без такой фигни сейчас обойдемся, а, друг? А то там впереди будет еще один такой поворот. И последняя, в общем-то, едет сейчас на станцию выгрузки. Уже, наверное, доехал даже, да? Да, вот он выгружается. Это уже 40 кубов. Последние они все продаются. И мы получаем за это 14 тысяч всего лишь. Да, что-то как-то с горчички побольше было. Ну ладно, ничего страшного. Эти контракты, друзья, мы тоже тогда закрываем. Остается у нас только лишь тюкование. Для этого надо еще дохренища сена отвезти. Он опять повис на отбойнике. Серьезно? Друг, что с тобой не так? Он как будто забыл, где у него тормоза. Что ты так торопишься? Я понимаю, что на заправку торопится. Но всему же есть предел. Так вот, нам нужно еще отвезти все сено. У меня тут как раз параллельно вот ездила наша Джесси Бишка, заполняла травой нашу силосную яму. Сейчас мы ее снимем тогда. Он опять где-то убрался. Что с ним не так? Реально, он вообще не останавливается перед поворотами. Он вылетел вообще во всех поворотах. Давайте-ка за ним понаблюдаем. Он реально как будто вообще не тормозит. Обычно такого нету, поэтому я не хочу сейчас лезть в настройки. Там вот это вот все. Ну давай, друг, смотри, ответственный шаг. Поворот направо. Опаньки. Что не тормозит перед поворотом? Непонятно. Ну да ладно. Мы, в общем-то, всех, друзья, загружаем. Возить с элеватора на садоводство сено. Если ты, друг, будешь так же ездить дальше, то ты быстро этой работы лишишься. Так, отправляем всех. Трава сейчас разгрузится. Ее тоже отправим. Садоводство. Сено. На балансе, кстати, у нас 467 тысяч. Это меня, конечно, радует. Все, давай едь. И красный. Тоже садоводство. И сено. Тоже давай едь. Вот этому товарищу мы, во-первых, убираем смену точек доставок. Мы ждем, пока он разгрузится. И, в принципе, можно отвал, наверное, будет запустить, да? Пока здесь свободно будет. На работу у нас в этот день еще много. Яму затрамбовать и еще кое-что. Так, если ты работаешь в силосной яме, ширину тебе ставим 6 метров. Ждем, пока вот этот вот чубрик уедет отсюда. А пока будет кататься, продаваться сено, а тут все у нас гребется в сторону. Точнее, не в сторону, а ближе к задней стене. А мы пока курс плечик вот этому товарищу поменяем. Выгрузка у него дальше будет тоже на садоводство. И возить он будет сено. Все, давай едь, катайся. А этого товарища мы тогда запускаем работать. У него вроде как проблем никаких быть не должно. Он уже много раз это все делал. Кроме-нибудь считал, сколько раз вот мы яму забивали уже? Нет, тоже не считал. Все, друг, ты катайся. Ну и остальные катаются. Получается, нам надо перевезти 2,5 миллиона литров. Это около 6 поездок для всех вот этих вот четверых ребятишек. Пускай катаются. Эй, друг, а ты куда поехал? На какой склад тюков? Ты че? Едь на элеватор. И 3 поездки? Это неправильно. Так, давай-ка еще глянем вот за этим. Нормально ли он ездит? Нормально ли он оттормаживается заранее? Нормально. Сейчас оттормозился заранее. Хотя и то что-то не так. Но ладно. Едет и едет. Короче говоря, им около 6 раз нужно будет съездить. Пускай катаются. Мы с вами встретимся. Я так понимаю, что где-то через полчасика. А я вот, друзья, еще о чем не подумал. Это надо было контракты на культивацию принимать сразу же после приемки. Игру не перезапускать. Потому что некоторые поля уже сами закультивировались без меня. В итоге контрактов на культивацию будет всего лишь штук 10, да? Ну ничего страшного, ладно. Ну вот, друзья, и последнее сено у нас высыпается. Бздынь. 7358 дохода от продажи урожая. Это излишка. Вообще немного. Около 135 кубов здесь было. Так что мы можем принимать контрактики последние. И 721 тысяча у нас на балансе. Далее, друзья. Значит, 9 контрактов у нас есть на культивацию. Я их завтра на работе днем выполню. Также параллельно добью яму. Тут уже как раз он сгреб все, что мы сюда привезли до этого. Можно будет ее дальше забивать. Плюс параллельно, сколько там времени хватит мне, буду собирать солому и мульчировать наши поля, которые убраны. Так, друг, стой, у тебя все. Вот, и потом уже посмотрим по финансам, потому что у нас есть кредит. Как бы хотелось бы его вернуть. Плюс нам нужен корм для коровника, для наших коров. Посмотрим, что будет по финансам и как-нибудь это дело уже распределим. Потому что впереди у нас август и сентябрь. Это не самое интересное месяце. В принципе, тут вот 65 поле созреет из контрактных. Может быть, еще посевы какие-то будут. Поэтому, может быть, что-то мы заработаем в августе-сентябре. Но я сомневаюсь. В августе у нас созреет наши поля ссоры. Ну ладно, это мы все потом обсудим. Я, друзья, выполняю завтра тогда контрактики. И мы с вами встречаемся. Думаем, что нам делать дальше с нашими деньгами, с коровками и так далее. Ну что ж, друзья. Вот и подходит у нас к завершению наш июль. Из работ, которые не сделаны, это не замульчировано. Лишь 46, 42 и 50, точнее 19 поле. Все солома собрано. Все собрано. Все у нас хорошо. На балансе есть 790 тысяч. Также я забыл, друзья, еще, что надо удобрить 45 поле. Но все эти работы, которые остались, они, в общем-то, могут продолжаться и потом. Единственное, что еще, друзья, надо сделать, это покормить наших коровок. Вообще, в день нашим коровкам, если верить вот этой надписи Daily Food, требуется 820 кубов корма. Сейчас у них там 263 лежит. Наверное, 3 прицепа по 300 кубов надо им отвезти. Это дело, разумеется, мы купим. И обойдется вся эта история нам в 270 тысяч денег. Берем наш фуражный прицеп. Отправляем его на закупку ЖД. И коровник еда выгрузка. И везим она смесь 3 раза. Давай, друг, погнал. Ждем, когда он закончит вот эти вот все свои дела. И тогда мотаем время уже на август. Ну и да, мы хотели посмотреть, сколько у нас июль займет вообще по времени. 1200 часов. 29 часов. И вот я за 29 часов справился с этим месяцем. 29 часов игрового времени я потратил на все это дело. Ну да, уборочное. Уборочное времени занимает много. Солома, кстати, со своих полей мы что-то около 7 кубов собрали. Теперь у нас на складе лежит их 12. Ну и силы, со разумеется, мы весь здесь укатали. Все хорошо. Так что, друзья, ждем, пока закончится перевозка корма. И мотаем время. Ну и, друзья, 6 утра. Август у нас наступило. Август не такой веселый у нас получится. И намного быстрее мы его отыграем. И, в общем-то, какие у нас планы на август. Ну, разумеется, производство по списку все пройтись. Также есть несколько контрактиков. В принципе, какие-то деньги мы за это получим. Я, кстати, забыл, друзья, кредит вернуть в прошлый день. Поздно, точнее, вспомнил. А 365 тысяч кредита осталось. И баланс, разумеется, ушел в минус. 262 тысячи уже. Правда, весь кредит все равно не получил. Но неважно. Также, друзья, освободить производство надо будет. В августе много чего повывозить. С водочистной станции вот компост надо вывезти. С компостера компост надо будет вывезти обязательно. Я думаю, поддоны можно будет вывозить со всех предприятий. Много чего тут уже под нас собиралось. На лесопилку тоже освободить не помешало бы. Лесопилку каждый день надо освобождать. Она быстро забивается. По крайней мере, поддоны. Короче, тут у нас все понятно. Про контракты я хотел сказать. Есть несколько контрактов на уборку. Есть три контракта на удобрение. Быстро выполнится абсолютно. Навозом каким-нибудь их обработаем. Также, друзья, у нас забился... Ну, что это он здесь вот не прошел? Маленький кусочек. Как это работает вообще? Непонятно. А, друзья, у нас забился еще... Яма для навоза забилась, да. На коровнике. Я думаю, этот весь навоз можно тупо продать. На свинарнике миллион литров лежит. Да, он будет стоить копейки. Здесь вообще полный. 100 тысяч мы получим за весь. То есть он прям вообще мало стоит. Ну, ладно. Просто освободить место. Хотя на производство удобрений требуется навоз. Еще куда-то, наверное. Не важно. Это, в общем-то, уже даже сегодняшней серии много раз видели, друзья. Также у нас созрели наши поля. Созрело 44-е поле с гречкой, которую мы собираем, везем на мельницу. 53-е поле с хмелем, везем на пивзавод и заново его запускаем. И 15-е, 16-е поле с орга у нас тоже созрело. Это дело тоже нам надо убрать и отвезти на солодовню. Ну и, соответственно, ее тоже запустить. По-моему, она не запущена. А также, друзья, у нас кукуруза зашла в стадию уборки насечку. Поэтому 50-е поле с кукурузой нам тоже нужно будет собрать и насечку все это дело отвезти. Плюс силос в нашей яме созрел. Его нужно будет отсюда вывезти на склад. Место тут вроде как еще есть. Так что вроде как все путем. Я думаю, что даже будет какой-то минимальный стремец поуборочной. А может быть и нет. Посмотрим. Что-нибудь поделаю и тогда, в общем-то, все вам дальше расскажу. Еще один рабочий мой день прошел. И я, друзья, обслужил производство практически все. Не обслужил сепаратор, но это ладно. Потом запустим еще. Тут работы у нас просто много. Запустим, покатается, вывезем жидкий навоз с кормом. Разберемся чуть попозже. Посмотрим по финансам. Опять кредит придется брать. Техобслуживание в просадке, но пока что хватает. Сечку еще не собрали. А поддоны, друзья, я случайно вывез на склад все с лесопилки. Поэтому я чуть попозже завезу их, когда время запущу. Контракты, друзья, все поля я поубирал. И вот с последнего поля здесь солома уже ворошится. И приехал товарищ, который будет ее собирать. После того, как он ее соберет, мы отправим его на 50-е поле собирать сечку. Там прям надолго. Также, друзья, я убрал свое поле номер 44 с гречихой. Можно, кстати, его и открыть, посмотреть. Гречиху я сразу же отвез на нашу мельницу. Вот она, гречневая мука. 152 куба получилось. Не сильно много. Линию мы запускаем. И у нас, друзья, еще остались неубранные два поля. Это 15, 16 и 53. Здесь у нас сорга, которую мы будем возить сразу же на ферментатор солода. Ну и хмель на пивзавод. Пивзавод, соответственно, потом тоже запустим. Все это дело будет у нас на стриме происходить, который начнется через 13 минут. Так что, друзья, поубираем поля. И, наверное, тогда я еще раз включу запись и посмотрим на итоги этой уборочной. Контракты, друзья, закрою тоже на стриме. Поразвожу весь урожай. Что мы там вообще собрали? Гороха 300 кубов у нас получилось. Ржи 160. 230 кубов сорга. Мы собрали с большого 65-го поля фасоли 243 куба. Чечевицы на один прицеп. 48 кубов 49. И 130 кубов ячменя. В общем-то, все это дело я развезу. Сдам. Не буду ничего откладывать себе. Просто сдадим как есть. Плюс продадим. И, наверное, еще картошку надо продать. Мы ее отложили когда-то давно. Там 92. Так, выберись ты. Там 92 куба у нас картошки лежит на складе. На случай, если пришлось бы ее посадить. Но не пришлось. Поэтому, я думаю, можно от нее избавиться. Правда, опять-таки, денег мы за это толком не получим. Но, чтоб не мозолило глаза. В общем-то, встретимся после стрима тогда. И посмотрим на итоги нашей уборочной. Ну что ж, друзья. Закончился у нас стримец. Осталось еще вывести 105 кубов фасоли по контрактам. Как раз вот два мана. Они сейчас подъезжают сюда. По одной поездочке каждый из них сделает. И все будет нормально. Все у нас здесь вывезется. На стриме мы успели убрать одно поле лишь. Точнее, 15-16 с соргом. Что-то мне казалось, что его надо будет пахать. Но ладно, видимо не надо. Хорошо. А поле 53. Я, друзья, завтра на работе тогда уберу. В принципе, даже один комбайн запущу. Пускай долго катается. Ничего страшного. Также закончилась у нас уборка соломы. И наш вот этот фуражный прицеп поехал работать на уборку кукурузы на сечку. В принципе, немало они успели сделать. Но в любом случае, тут еще им работать и работать. Чисто комбайну кататься еще 3 часа, если верить инспектору. Плюс не забывайте, что кучу раз нужно нашей GCP скататься на базу. GCP уже почти 10 тысяч километров наездила. Я думаю, что за завтрашний день ей нужно перевезти сечку. Вот эту всю на башню. Отвезти силос из ямы забрать. Это она будет делать. И потом, соответственно, сечкой эту самую башню забить. Точнее, не башню, а яму. Так что ему еще надо будет покататься. Плюс, друзья, надо будет еще посчитать, сколько надо будет сечки отвезти на компостер. Чтобы компостер тоже продолжал работать. Ну, а остальное все в яму. Пойдет, сами понимаете, как обычно. И весь этот силос еще вывезти. Ему надо будет тут 3,5 миллиона литров. Хотя тут ездит тоже, знаете ли, недалеко. Вот. Не исключаю вероятности того, что придется нам продать немного соломы, наверное. Хотя, что нам еще надо будет складировать на склад. Но вообще еще сечка сюда придет. Уже 1,5 миллиона есть. Обычно сколько там? 1,3 миллиона выходило, да? И плюс 3,5 миллиона литров силоса еще нужно будет сгрузить в этот элеватор. Плюс, друзья, будет еще покос и силос потом у нас в октябре. И плюс в октябре у нас уборка еще самого большого поля намечается, 78-го. И оттуда урожай тоже мы будем складировать сразу же на базу. И он там будет лежать до лучших времен. Здесь у нас растет такая вот замечательная травка. Я не знаю, какая у нее урожайность. Но в любом случае, с учетом того, что это 78-ое поле, будет немало. Плюс, есть тут еще и специальная соломка. Которая дорогая. Ее тоже надо будет на базу все отвозить. Поэтому, возможно, надо будет немножко освободить там место. И пару миллиончиков литров соломы продать. Я думаю, что это не особо большая проблема. Плюс, решим проблему с денежками, наверное. Да уж, много времени на эту серию у меня потрачено. Так что, друзья, давайте, наверное, этот самый лайкусик. Если вы досмотрели до этого момента. Потому что я, честно говоря, уже прекрасно понимаю, вот на данной статии, что мало кто вообще будет это дерьмо смотреть. Даже из тех, кто постоянно видосики смотрит мои. Итак, последняя фасоль. Последняя фасоль. Закрываем контракт. И забираем свое бабло. Давай разгружайся, друг. Ну, сейчас разгрузится и поедет парковаться. Твою мать, мышка упала. Так вот, он сейчас разгрузится и поедет парковаться. Второй ман тоже поехал парковаться. 4 тысячи лишних мы получили. 440 тысяч минуса у нас на балансе. И мы идем забирать денежки за контракты. Есть еще контракт на сбор белой капусты. Но я не хочу его брать. И на балансе у нас плюс. 21 тысяча. Ничего себе. Ну, это, конечно, временное явление. Но мы, друзья, обновляем контракты. И у нас появляются еще контрактики. На гвоздь на ферме 3 действующих контракта. А что-то я стал замечать, что позбивалась куча настроек. Причем как-то очень рандомно. Так, в общем-то, ладно. Берем контракты в любом случае. 7 контрактов у нас висит на культивацию. Опять-таки, завтра в рабочее время я это все сделаю. Плюс, получается, займусь сечкой силосом ямы, сколько успею по времени. Выполним контракты, примем их. И будем смотреть, что у нас по финансам. Тогда будем решать проблему с кормом. Ну, и, друзья, встретимся тогда еще через пару часиков. Ну, что ж, друзья, у нас заканчивается уборка кукурузы-насечку. Последняя такая мини-проходочка уже идет. Прям узенькая. В общем-то, пускай заканчивают. Также параллельно у нас катается ман, который продает навоз. В принципе, наверное, можно его отправлять на парковку. Потому что яму навозную мы подосвободили. Вроде как там миллиончик-полтора вывезли. Сильно денег мы на этом не заработали. Но, да, 2200 осталось отлично. Пойдет. Ну, и поля, которые мы убирали, там идет известь, мульчирование. В общем-то, все такое. Нас сейчас, друзья, в первую очередь интересует, знаете что? Компостер и сечка. Нам надо посчитать, сколько нам надо привезти туда сечки. С точностью до литра. Всего у нас есть 5 миллионов. Как-то прям много. По-моему, прошлые года было поменьше. Могу ошибаться. Черт, у нас получается места на силос не хватит. Значит, солома надо будет продать. Кто у нас завершил работу? Известь у нас завершила работу. Так, тогда, друг, шуруй на поле 53. Посыпай его, а потом паркуйся. Пятидесятое поле чуть попозже будет посыпано. Потому что оно у нас черное. Повторевшие данные. Надо опять пробы брать. Черт, это столько денег стоит. Там большое поле. Но это ладно. Итак, друзья. Карьеру мы с вами завершим в октябре 2011 года. Это уже прям точно известно. Наверное, в 12 часов дня. Так, чтобы вот четенько было. Соответственно, до октября 2011 года наше производство будет работать. И все, что мы будем куда-либо загружать, будет рассчитано именно до этой даты. Я чуть попозже сделаю точный список. Просто сечка у нас последняя. Больше мы ее собирать не будем. Водитель BigX двигается к АЗС. Мне кажется, это плохая идея. Он где-нибудь забудется. Итак, значит, у нас целый сентябрь еще, октябрь и 12 месяцев. То есть 14 месяцев мы умножаем на 24 часа. Получаем 336 часов. У нас до конца карьеры осталось игровой. И плюс еще 6. 342 часа. Заодно посмотрим, правильно ли это работает. А если мы залезем сюда, то мы увидим, что компост из сечки у нас перерабатывает 1500 литров в час. Соответственно, эти самые 342 часа мы умножаем на 1500. И получаем 513 тысяч литров сечки. У нас будет переработано еще до 12 часов октября. Плюс 31540 у нас там лежит. Отнимаем это количество. 31540. И получаем 481460 литров. Можно, кстати, разделить это все дело на 2. И получим 240 730. Соответственно, если мы возьмем вот этого товарища. Снимем его с маршрута. Пропишем ему лимит заполнения. Вот этот. 240 730. И отправим сделать 2 поездки. То в теории он у нас забьет ровненько тютелька в тютельку до 12 часов октября следующего года. Эту самую сечку. Что, в общем-то, меня устроит. Это у нас с элеватора. Заодно проверим, работает ли это все дело. И можно ли действительно вот так вот высчитывать литр в литр. Всю эту историю компост выгрузка. И возишь ты сечку. И едешь два раза. И, в общем-то, давай едь. Также, друзья, на балансе у нас находится 100 тысяч денег. Нам надо еще коров покормить. Они у нас в день сейчас жрут почти миллион литров. 900 тысяч литров. Поэтому эти самые 900 тысяч литров надо им привезти. А 900 тысяч литров это 270 тысяч денег. А у нас, как вы понимаете, не хватает. Поэтому мы опять лезем в кредиты. Я его пытался немножко возвращать. 365 тысяч осталось. Но 170 тысяч мы еще берем. Итого 535 тысяч у нас кредита. И, насколько я понимаю, мы в ноль абсолютно сейчас. Наш баланс 363 евро должно будет остаться после всех вот этих манипуляций. Это при условии, если не будут чиниться те, кто в полях сейчас работают. А они ж могут. Ух ты, ничего себе, друг. Ты сам доехал до этой самой. До АЗС. Он заправится здесь и даже припаркуется сам. Классно. В общем-то, ладно. Ждем тогда, пока сечка привезется. И будем закупаться кормом. Да, друзья, про что я вам и говорил. Кто-то починился. И на балансе стало 268 тысяч. Этого как бы в теории не хватает. Но я тут, знаете, еще что подумал. Нам нужно вывести вот этот силос на базу. Здесь находится 3,5 миллиона литров. Но он утрамбован. То есть, по факту, ближе к 4 миллионам литров. Соответственно, здесь у нас столько места нет. В любом случае, прежде чем даже сечку заполнять в элеватор, надо сначала силос оттуда убрать. Можно, конечно, воспользоваться и силосной башней, и складом для тюков. Но мне не хочется. И как бы места бы хватило тогда. Почему у нас так мало силоса? Мы же 2 уборочных уже проводили здесь. Всего 3 миллиона. А не, все правильно. Это с одной уборочной, с апрельской. С июльской мы сейчас будем. Короче, нам надо продать 1,5 миллиона литров соломы. А значит, у нас будут какие-то денежки. Поэтому, друзья, вот этого товарища мы сейчас отправим 5 раз продать солому. Или сколько нам ее надо продать? Ну да, 5 раз. 1,5 миллиона как раз. Останется 26 здесь забито. И все должно будет влезть на базу. Так, прибыл к элеватор. Хорошо. Так вот, друг, ты 5 раз едешь. Продаешь солому с элеватора. А вот куда ты поедешь, а? На ТЭЦ. Самая хорошая цена у нас на ТЭЦ. Блин, цена сейчас как бы прям вообще не огонь. Смотрите, разница 300 тысяч, да? Блин, а 300 тысяч это разница. Мне что-то как-то даже и не хочется ее продавать по такой цене. А, в любом случае, 1,5 миллиона литров всего везем. Давай, друг, вези. 5 раз продавай солому, друзья. На заработанные деньги. Абсолютно все. Все, что будут. Я потрачу на моносмесь. На полях работу мы закончим. Силас перевезем на базу. Запихаем сечку в яму. Утрамбуем и все такое. На полях работу я тоже закончу, друзья, за кадром. Что у нас там? Помульчировать кого надо. Известью посыпать. 2 поля еще надо перепахать. И, соответственно, потом убрать камни. Но, опять-таки, я этот весь процесс запущу. Если он не успеет сделать, я буду время мотать. Потому что это все у нас не горит. Как вы понимаете. И мы встретимся тогда уже с вами в сентябре с утра. Август у нас не закончился. Но всего лишь осталось затрамбовать вот эту вот яму. И это на самом деле надолго. Я вот ехал домой с работы. И знаете, что понял? У нас следующий покос будет только в октябре. А значит, мы можем все это дело укатать. И в сентябре, в следующий месяц. Поэтому можно смело мотать время. Чем мы сейчас и займемся. Правда, промотаем совсем немного. Ох ты ж, ежик, молоко нет места. 10 утра у нас. Так, ну вообще, первая задача, которую я хотел остановить, когда перемотается время, это поддоны. Как у нас тут появилось? 29 кубов. Отлично. 3 штуки мы достаем. Даже 6. Нет, 6 будет не полных. Значит, 3. И эти самые поддоны относим нашим лесорубам. Я этого не отнес утром, потому что случайно увез все до единого на склад. Со склада возить не особо мне хочется сюда. Вот. Ну мы сейчас вот таким вот нехитрым образом все распихаем. И этот вопрос закроем. Вот. Ну тогда надо еще решить проблему с молоком. Молока лежит, но почти забито и скоро забьется. Куда оно нам надо? О, контракт на известь. Отлично. Возьмем. Он быстро сделается. Лишние 20 тысяч нам не будут. Еще вопрос, сколько молока. Мы можем вообще вывести. 150 кубов мы можем вывести на лабораторию. 400 кубов можем вывести на молочный завод. И есть у нас еще сыроварня. Да, можно вывести 300 кубов. Ну погнали, ребят, отправим. Сразу все 3 бочки, чтобы это максимально быстро было сделать. Коровник, молоко, сахарный завод. Здесь у нас лаборатория, выгрузка, жидкость и везешь ты молоко. Давай, погнал. Остальным, говорим, сделать то же самое. И 3-го тоже отправляем коровник, молоко. Давай, катайся. Блин, надеялся, что перемотаю прямо сейчас на сентябре, но нет. Видите ли, всплыло еще одно недоразумение. Заодно пробежимся еще посмотрим. Кстати, про сеной солод. Мы же собрали сорга. Не сильно много, но в любом случае мы запускаем эту линию. Я вот не знаю, имеет смысл рыбу еще сегодня вывести или нет. Давайте вывезем рыбу на всякий случай. Но так в целом везде все хорошо. Ну, вода забьется, как бы и ладно. Ну что ж, ждем тогда перед передмоткой, когда вот это вот все дело они развезут. И тогда встречаемся в наивок сентябре, да. В сентябре. А не, соврала, еще что надо контрактик сделать, да. 69-е поле же нам надо удобрить. Она прям маленькая. Не удобрить, а известью посыпать. Посыпется моментально. Уж точно быстрее, пока молочко развезется. В общем-то, встречаемся тогда в сентябре. Здрасте, еще раз. Уже который раз эту серию. Сентябрь у нас наступил, 9 часов утра. Время остановлено, баланс в полной заднице. И да, нам надо будет опять покупать корм. Я пока не знаю, за какие деньги, но ладно. Есть у нас опять-таки большой списочек перевозок по заводам. Но на самом деле, на самом деле, больше ничего-то делать особо и не надо будет. Поэтому я думаю, мы за сегодня быстренько сейчас все и сделаем за пару часиков. Что у нас еще происходит параллельно, друзья? На 50-м поле, на котором мы кукурузу убирали, пришли пробы. Я, соответственно, посыпал тут известью. Запустил мульчера работать. Ну да, тут просто переход был на новые сутки. Поэтому где-то сорняк вырос, где-то нет. И запустил следом еще работать лук. Соответственно, надо будет еще потом убрать камешки отсюда. И это поле тоже будет у нас полностью готово. Опять-таки, по времени мы не привязаны. Поэтому ориентироваться на перемотку на них не будем. Когда успеют, тогда успеют. На 53-м поле, друзья, тоже работает у нас плуг. Уже полполе сделал. Он давно работает здесь. Ну и запустил я товарища, который еще и камешки тоже убирает. Так что тут работа потихоньку пошла. Камни отвозим на наш карьер. Тут рядом, ближе, чем в порт. Плюс они там все равно понадобятся. Рано или поздно эти камни на производство извести. Из полей в этом году мы не собрали только два. Это свекла и 78-е поле еще. Также, если мы посмотрим карту, то у NPC тоже не особо много полей осталось, которые готовы созреть в этом году. А еще подсолнухи у нас, кстати, да. Будет чем в октябре заняться, но это в октябре будет. Сегодня у нас ничего не созрело. Никаких полевых работ, кроме того, что я назвал, нету. А, еще три контрактика, да, у нас висит. Но это про полка. Супер маленькие поля. Давайте тоже товарища отправим. Потихоньку пускай катается. Так, смотри, парковаться по завершению тебе не надо. Давайте начнем с 12-го поля или с 21-го. С 12-го оно самое большое. И начать с самого маленького. Давайте с самого маленького начнем. С 81-го. Давай, едь пропали там все. Что у нас тут с трамбовкой силоса? 54-е процента. Все в порядке. Также, друзья, я вот думаю еще насчет нашего элеватора. Мы же сюда еще силоса много закинем. Наверное, от соломы все-таки больше придется избавиться. Ну ладно, это мы посмотрим в октябре. Просто еще большой вопрос, что там с урожайностью будет у нашего 78-го поля? Но это мы посмотрим уже в следующий раз. Итак, давайте начинать тогда разбираться с нашими производствами. Во-первых, конечно, надо все продукцию позабирать. Наверное, даже по всем производствам имеет смысл сегодня прокатиться. Можно электрозаряд продать, наверное, да? Какие-то деньги же за это получим, чтобы на корм нас собирать. Хотя у нас тут много на что есть приятная цена. Много чего надо будет повывозить. Хотя вообще, я тут сейчас мельком пробежался. Я не успею это сделать за 2 часа. Значит, нет смысла сегодня пытаться торопиться все успеть, чтобы мотнуть время на октябрь и еще начало октября вам записать. Поэтому сейчас просто посмотрим, составим план. И на работе я это все дело по делу. Давайте посмотрим тогда, что нам надо, где, откуда повывозить. Слушайте, у нас сточная вода здесь забивается. Она переполнена здесь. Давайте ее на продажу поставим. Даже будут какие-то деньги, правильно? Причем везде. Она, понятное дело, продастся за копейки, но все равно. Где у нас еще сточная вода есть? Можем, кстати, даже сейчас время мотнуть и сразу посмотреть, что по деньгам будет. Электрозаряд тогда тоже продадим. Сточная вода у нас еще на молочном заводе. Что я смотрю, ее почти нигде и нету. На сыроварне у нас она есть. Ферментатора солода она есть. Кто-то куда-то приехал, дынкнул. На целлюлозной фабрике она есть. Ну и на сепараторах она, разумеется, есть. Вроде бы все. Знаете что? Можно даже мотнуть еще один часик. Просто посмотреть, за сколько это все уйдет. И будем иметь деньги. И будем иметь какое-то представление, что нам делать дальше. Да, рыба забилась. Ничего страшного. Черт. Слишком сильно мотнул. Ладно, давайте до 11. До пол-одиннадцатого. Все. На пол-одиннадцатого останавливаемся. 331 тысяча есть. Не то, чтобы прям много. Сточная вода, значит. У нас пускай дальше все время продается. Она прям вообще за ноль ушла. Чтоб она не собиралась. Потому что у нас ее здесь как-то прям очень много лежит. Хотя ее перерабатывается 20 тысяч литров в час. Ну, в общем, пускай лежит. Потом будем смотреть. Если что, вдруг распределение опять поставим. Электрозаряд мы меняем на распределение. Потому что у нас много где просадка по электричеству есть. Пускай везде оно пополняется, где нужно. И поэтому давайте смотреть, где у нас, откуда, что надо повозить. Компост почти забился. Надо будет вывезти обязательно. С лаборатории. Но, в принципе, я все поддоны объезжу, посмотрю. А несмотря на то, что не показываются поддоны, надо будет поддоны перевезти сюда обязательно. 40 кубов. Потому что они в этом списке, как исходящая продукция, они в этом списке не показываются. Далее. С лесопилки все вывозим. Щепу, наверное, всю на целлюлозную фабрику перевезем. Освободим. Три поездки ему тут надо будет сделать. Ничего. Дерево. Дерево заберем все на базу и отвезем на лесопилку. Раз мы будем кататься. Поддоны, наверное, еще по поддончику можно будет сюда закинуть. Посмотрим. С мельницы тоже все позабираем. С молочного завода тоже все позабираем. Поддоны можно сюда еще тоже не везти. Кстати, мы же канолу собрали. Можно запустить линию топлива из канолы. Я совсем про нее забыл. Поэтому запускаем. Топливо из подсолнечника пока не запускаем. Подсолнечник соберем чуть попозже. Дизельное топливо вывозить оттуда смысла нет. Несмотря на то, что оно почти все полное. Будем еще развозить по заводам это самое дизельное топливо. Здесь у нас, кстати, метана много скопилось. Но уже в следующей серии мы его просто продадим. Далее. Пивзавод. Поддонов, наверное, можно сюда привезти. Немного, но можно привезти. Хотя можно и 70 кубов полностью закинуть. Далее. Известь вывезем. Удобрения и жидкие удобрения по два разика можно съездить вывезти. Далее. С рыбаков, разумеется, все вывозим. Ракушки можно вывезти. Хотя можно их не трогать, если там в списке их нету. Потому что на производстве извести ракушек как бы не сильно много. Но посмотрим, сколько их там надо. Если их будет хватать больше, чем на сутки, то я их трогать не буду. Далее. Сахарный завод. Все вывозим. Резаную сахарную свеклу. Можно два прицепа, кстати, отвезти на БГ и запустить эту линию. Линию можно запустить сразу так-то. Я не забыл потом. Да, в принципе, она здесь в списке теперь вот появилась. Биогаз. Резаная сахарная свекла не забуду. Можно даже не записывать, когда пойду по тому списку. Про сточную воду, кстати, забыл. Тоже на продажу ее ставим. Известь здесь пока трогать смысла особого нету. С сепаратора тоже пока дергаться нет смысла. Навоз, если там на производство удобрений или в компостер требуется, закинем. А так трогать его не будем. Бутылки и банки, разумеется, вывезем. Единственное, надо будет, наверное, на два раза как-то это распихать. Потому что машина оттуда уехать не может. Нагруженная. Далее, столярка. Здесь я запустил линию поддонов. И поэтому они стали копиться. Имеет смысл их тоже отсюда забрать. Щипу эту тоже можно вывести на целлюлозную фабрику. Кстати, сколько у нас тут щипы? 153 мы закинем. С лесопилки еще 213. Это 370, да, примерно. А на самой целлюлозной фабрике у нас влезет щипы. Еще останется место на 500 кубов. Я просто думал о том, чтобы вот это вот место освободить здесь. У нас здесь еще 727 кубов щипы лежит. Наверное, отсюда тоже тогда ее вывезем. Сколько влезет, столько влезет. Забьем целлюлозку под завязку. Со столяркой у нас все понятно. Сыроварня тоже, в принципе, все понятно. Все вывозим. С ферментатора солода тоже все вывозим. Плюс там как раз солод позаканчивался на пивоварне. С целлюлозной фабрики все вывозим. Здесь я тоже забыл. А здесь я на складирование вообще поставил почему-то. Но ладно. И со щебеночного завода у нас все идет. Кроме чернозема, все идет по нужным. Щебень на производство извести, песок на производство бутылок. Там это все дело закончилось, по-моему, и в этом списке оно все есть. Да, и песок, и щебень все везде требуется. Вот. В общем-то, я вот этим вот всем добром занимаюсь. Наверное, друзья, я еще продам солому. Оставлю себе чуть-чуть. Не знаю, кубов 8, наверное, можно продать. Может быть 9, как раз для ровного счета. И место здесь освободим, и деньги какие-то будут. Чернозем, наверное, продадим. Ну и когда я все это закончу, посмотрим, сколько у нас там денег будет. Что эти перевозки тоже какие-то деньги сожрут, потому что все будут ездить, чиниться. Хотя, с другой стороны, можно им отключить эту функцию, чтобы они не ездили, не чинились. Кататься им много придется все равно. В общем-то, посмотрим. И тогда решим, что делать с кормом, откуда его брать и так далее. И встретимся тогда, получается, как обычно, через один рабочий день. Ну и, в общем-то, друзья, что мы имеем. Все работы завершены, кроме полевых. Там еще камешки на последнем поле убираются, но это не горит, не важно. Мы, по сути дела, готовы мотать время, но корм не отвезен. Соответственно, на корм надо брать кредит. Опять-таки, на сутки надо 270 тысяч, поэтому выводим баланс в 270 тысяч. Ничего, скоро продадим и разбогатеем. У нас много всего лежит на складе. И до кредита уже миллион 150 получается. Ну, какое-то вот, ну, такое себе. Давай, друг, ты у нас поедешь. На смесь три раза коровник едаст на закупку материала в ЖД вокзал. Ждем, друзья, пока он тут все отвезет. Мотаем время и встречаемся в октябре. В октябре будет повеселее. Итак, друзья, у нас 4 часа утра и у нас забилось молоко. Поэтому время перемотку я остановил. 304 тысячи минуса у нас на балансе, миллион кредита, весело живем. Давайте, извините, что ночь, но посмотрим, что нам сегодня надо будет сделать. Во-первых, конечно же, обслужить производство. Это я все сделаю за кадром, друзья. На работе контрактики, разумеется, как обычно. Есть у нас сбор урожая. Морковь, лук, соевые бобы, два поля и кукуруза. Контракты, наверное, тоже за кадром сделаю. Плюс, конечно же, сенокос. Куда же без него? Какие-то деньги заработаем. Еще будут прокормить наших коровок. Также, друзья, наши поля покосить обязательно надо и привести в порядок. Хотя, наверное, достаточно их просто покосить. Это последний покос у нас будет. А также, друзья, наши поля еще есть созревшие. Это подсолнухи 44-49. Около базы 4, 5 и 3 у нас созрела свекла. А также 78-ое поле. Чем мы, в общем-то, уборочную-то и закончим. Я думаю, что 78-ое поле мы уберем на каком-нибудь стримчанском. А все остальное я по-быстренькому уберу у себя на работе. О, кстати, да, созрел урожай. Интересно, чем он убирает? Тут такие стебли, как будто необычной жаткой это делается. А початка собирателем. Это оно, да, вот этот значок. Да, это оно. Початка собирателем придется собирать. А это значит, что это займет больше времени, потому что они у нас уже по размеру. Или, друзья, тогда какое-нибудь поле я оставлю на стримец. Черт. Ладно, посмотрим. Что-нибудь на стримец я оставлю. Но для начала я вывезу все молоко, конечно же. Куда можно будет? Что-то у нас тут поддончик один какой-то неправильный. Лежит это с поддонами. Поддон. Как тебе вот так надо положить? Да. А силос-то у нас не созрел, только в 10 утра созреет. Черт. Ладно, я тогда вывезу молоко и тогда мотну время, чтобы можно было все делать. Да и, в общем-то, по светлу работать. Да, что-то я совсем какие-то маленькие включения стал делать. Ну, просто это все уже было, во-первых, и в карьере неоднократно. Во-вторых, в сегодняшней Сирии. Так что соберем урожай и посмотрим, что к чему. Я думаю, тут ничего особо вам показывать не надо будет. Так, друзья, очередное небольшое включение. У нас закончилась уборка контрактных полей. И сейчас потихонечку увозим это все дело сдавать. Также было убрано поле с подсолнечником. И весь этот подсолнечник был отвезен на НПЗ. Можно запустить эту линию. Подсолнечника получилось почти 300 кубов. Не убрано еще поле со свеклой. Но сейчас я его запускать не буду. И не убран у нас конопляк. И будет сейчас стримец, друзья, через 10 минут у меня. Где мы будем убирать 78-ое поле. Ну и параллельно с ним, в общем-то, докатаю, сдам эти все контрактики, которые были на уборку. Хотя, на самом деле, посмотрим, как там будут справляться 2 мана. Хотя бы одного надо будет оставить на контракты. Плюс, друзья, также было обслужено почти все производства. Осталось разобраться с кормом и клевер. Клевер мы собираем покошенный наш. GCB-шка катается, собирает все уже урожаи. Я думаю, что, может быть, даже за стримец, за сегодняшний, она успеет все собрать. Контрактная поляна покос, друзья, все скошены. И сейчас они ворошатся. Если 75-ая уже ворошится, значит, осталось только 61-ая, 60-ая и 41-ая. Большие, я знаете, с маленьких. Сначала 9-10, 14, потом 74-75, потом иду пачкой туда. Надо, кстати, запустить волковалку. Это что она стоит без дела, да? Парковаться по завершению ей не надо. Загружаем ей поле номер 9 и отправляем на поле номер 9. Все, давай, работай. Потом по этому же самому маршруту мы запустим фуражник наш, который будет все это дело собирать. Правда, он не скоро туда приедет, потому что ему еще наши поля надо подсобрать. Хотя я вот думал, может быть, сначала сено подсобрать, а наши поля потом. Никуда же они не денутся. Может быть, так и сделаем. В любом случае, вот этого товарища надо немножко отпустить, фору дать, потом посмотрим. Тут еще, друзья, что нам надо отвезти будет нашим манам. 260 кубов кукурузы, 277 кубов лука, моркови 787 кубов. Блин, много. И всего лишь 176 кубов бобов. Кубов бобов, да. Вот, я надеюсь, что за стрим я опять-таки все это дело успею сделать. Потом я еще включу запись и расскажу вам, друзья, о том, чем мы там позанимались. С места здесь надо освобождать, потому что почти все забито. Я продал соломы около 2 кубов, а то и больше. И соломы бобовых все оттуда тоже вывез на склад тюков. С местом проблемы. Ну да ладно. В общем-то, друзья, встретимся тогда после стрима и продолжим наши вот эти вот все приключения. Ну что ж, друзья, прошел у нас стримец. 4 часа длилась у нас уборочная 78-го поля. И что мы в итоге получили? Во-первых, посмотрите на эту текстуру урожая. Скорее всего она просто не прописана, потому что это, по-моему, какой-то просто гребаный щебень, камни, что-то в этом духе. Текстурки нету, не знаю, что за баг, но ладно. Также за все время, за весь стрим мы успели заволковать все поля. И даже до 60-го поля у нас сбор дошел. Осталось только... А, 41-го еще волкуется, тут 12 минут осталось. И, соответственно, собрать сено с 41-го поля. Я это все дело сделаю завтра на работе. Также мы отвезли весь урожай по контрактам. Там, правда, один косячок возник, но никто не видел, никто не знает, поэтому что у нас тут хлопок неинтересно. Поэтому все нормально. Выкрутились, все хорошо. Принимаем все вот эти вот контрактики. И на нашем балансе становится минус 85 тысяч. Приятная цифра. Меня это радует. И вместо тех полей, которые мы убирали, берем еще контрактики. Лайминг, 54-й поле, 99 тысяч, полная прибыль. Прекрасно. Так вот, друзья. В общем-то, вот мне еще задание завтра на работе. Поделать все эти культивации. Почему нет пахоты? Потому что там лук, морковь собирали, кукуруза. Должна быть пахота. Хотя вот с этой была морковь, с этого была лук. С 68-го была кукуруза. У меня, друзья, периодически сбиваются настройки. Из-за синхронизации настройки контрактов. Вот, спашка после корней плодов выключилась. Да. Ну ладно. Мне иногда вендрайв тупит. При синхронизации ноута с компом. Какой-нибудь файлик настроек не перекидывается. И слетают настройки какой-нибудь курс плея, автодрайва и так далее. Ладно. Что мы собрали с 78-го поля? Мы собрали практически миллион литров. 990 кубов. Что самое интересное, друзья. Давайте это даже посмотрим вот в этом меню. Триггер цены продажи. У нас сейчас большой спрос. Именно на то, что мы собрали. И ценник 2,297. А рекордная цена за 10 лет была 1951. Это значит, друзья, что несмотря на то, что в этой серии мы ничего не хотим продавать. Сейчас самое время продать этот урожай. И я его завтра на работе продам. И заработаем мы с него 2 миллиона 227 тысяч. Также завтра за кадром я, друзья, доделаю вот эти контракты на культивацию и все остальное. Дособираю сено. Дособираю наши поля вот эти покошенные. Потому что у нас тут... Я только с 47-го поля собрал люцерну. Остался еще клевер и трава. Так что фуражнику еще покататься придется много. И мы с вами встретимся после этого. Как раз у нас там появятся деньги на корм. Появятся деньги вернуть кредит. Появятся деньги на все остальное. Клевер соберем. Тоже компостер закроем. Техобслуживание пока не надо. И в общем-то месяц будет этим завершен. Встретимся тогда, получается, чуть попозже. Да, маленькие вот эти вставочки по 2 минуты на вас, наверное, уже достали. Но извините, так получается. Мы, друзья, продолжаем. Прошел еще один рабочий день у меня. И что у нас происходит? Во-первых, убрались поля со свеклой. Что самое главное. На сахарном заводе у нас лежало 400 кубов свеклы. То есть мы ее собираем больше, чем у нас потребляет одна линия. Сейчас 2 300. То есть почти 2 миллиона мы собрали. Это хороший показатель. Тут все хорошо. Второе изменение. Закончилась сборка сена у нас. 2 миллиона литров у нас лежит на складе тюков. И 760 кубов лежит здесь. Сейчас мы это все дело пойдем сдавать по контракту. Это 2. Также сделали все контракты на культивацию и известь. То, что там были. И культивация после извести была. Поэтому мы немножечко денежек приподняли. Один еще не сделал. 68 поле. Но там работает эта медленная вольва. Короче, пускай работает. Я еще, по-моему, час там с лишним. Но вот эти вот контрактики мы все принимаем. И у нас 53 тысячи. Положительный баланс. В какой-то веке. Давно такого не было. Но это ладно. Также начался сбор травы у меня. И там на 45 поле работает сейчас фуражник. Но ему здесь еще... Ой, много ему травы. Что-то ему как-то совсем много. Он только вокруг успел проехать. То он завершает проходы вокруг поля только. Короче, ему еще долго. Ну и потихоньку я уже запустил. Посыпать поля известью. Сейчас сюда приедет. 47, 48 надо посыпать известью. 3, 4, 5 надо будет посыпать известью. 45 надо будет посыпать известью. Все это дело еще надо будет замульчировать. Поля, которые с травой у нас надо будет еще и удобрить сверху. Поля из-под свеклы нужно будет перепахать. И, соответственно, собрать камни. Ну а 78 поле. Да, кстати, на 78 поле сейчас работает волка-валка. Уже собирает солому. Погнали, побежим, посмотрим на нее. И на волки, потому что я вам не показал их. Получается как бы вчера, но как бы 5 минут назад, да? Так вот, вот такая вот соломка у нас здесь получается. Судя по волку, ее здесь будет крайне немного. Но на самом деле, чем ее меньше, тем быстрее мы ее уберем. С другой стороны, это меньше денег. Ну и, в общем-то, он тут ездит, собирает одинарный волок, по которому мы потом запустим фуражный прицеп, который за один раз здесь все соберет. И то же самое, надо будет здесь известью посыпать и замульчировать. Все это делает тоже надолго. Но, опять-таки, знаете ли, это не горит. Можно будет время мотать и без этого. Не дожидаясь, пока он это сделает. А вот заботы, которые нам сегодня надо еще точно сделать, прежде чем перематывать время, это сдать контракты на синокос, отвезти все это дело. Продать обязательно урожай, который мы собрали с 78-го поля, надо сегодня. На вырученные деньги, разумеется, нам нужно еще будет заполнить корм в коровник. Ну и после сбора травы надо будет обязательно клевер отвезти на компостер. После чего всю вот эту траву запихать вот в эту вот силосную яму, укатать, утрамбовать. И, в общем-то, это все из оставшихся дел на сегодня. Все остальное, а ну вообще трава извести и удобрения, точнее извести мульчеры и удобрения на полях с травой тоже сегодня обязательны. Но это ладно. Времени еще много, работы еще много. Давайте наши маны отправим возить сейчас сено по контрактам. Отвозить надо в садоводство. В принципе, это близко и с этой стороны, и со склада тюков, поэтому все нормально. Давайте, друзья, работайте. Черного запускаем, красного запускаем и белого запускаем. Все, они втроем поехали работать. Да, придется им немножечко покататься, но покатаются. С фуражником по 300 кубов, конечно, это было бы все намного быстрее, но он сейчас занят. Пускай тоже работает. К тому времени может еще 68-й контракт завершиться. Еще 38 минут он показывает, что работать будет. Так что, по сути дела, просто ждем, пока они закончат. Вот, когда сено закончится здесь, переведем их всех на элеватор, на склад тюков, да. А вообще, друзья, знаете, что я еще подумал? У нас есть вот этот маленький товарищ, который может отвести немного клевера на компостер, на котором он заканчивается. Я вам говорил как-то, что в следующем году мы закончим в октябре карьеру. На самом деле, я вас обманул. Точнее, не обманул, я тогда так и думал. Но сейчас я передумал. Где компостер? Мы закончим ее раньше. 1500 у нас используется. Час. 36 тысяч получается в сутки. До следующего апреля нужно 400 кубов, по моим подсчету. Нет, 216 кубов. Короче, едь катайся, потом мы тебя снимем просто. Будем потихонечку следить. Или сейчас не париться, и потом просто один прицеп вот этот самый. Фуражника отвезти, да и все. Наверное, так и сделал. Ладно, что его гонять? Все, продаем тогда наше сено. Уже пошла продажа первого, самого большого, кстати, 41-го поля. И это уже второй грузовик, кстати, разгружается. В общем, они тут справятся. Ждем, пока они закончат. Бздынь. И контракт выполнен последний. Там еще 218 кубов сена у нас осталось на складе тюков. Сейчас они вывезут, и отправим их всех тогда продавать нашу коноплю. Последние контракты, включая культивацию, мы принимаем. И на балансе у нас становится 411 тысяч плюса, за исключением, конечно, гигантского кредита. Но это все дело мы быстренько исправим. Что за это время у нас поизвести? Посыпается сейчас 49-43 поля. 47-48 было посыпано. И 3-4. И 3-4-5. Вот эти поля были посыпаны. Остается 45-е и 78-е. Но там пока идет работа, туда пихаться нельзя. Надеюсь, что они закончат к тому времени, как освободиться вот здесь. Ну да ладно. Тут уже не так много осталось. Я думаю, что где-то полчаса ему поработать. Итак, товарищ, смотри. Ты дальше у нас поедешь грузить наш урожай, который мы собрали с 78-го поля. И грузить ты его поедешь на элеватор. Мы им сейчас всем это все дело переставим. Чтобы они у нас поехали грузиться в правильное место. Не хочу их сейчас переставлять через паузу, потому что они половина поедут чиниться, половина не поедут. Вот как-то это все не хочу. Так, ты тоже потом грузишься на элеваторе. Ну и точку разгрузки моим, разумеется, тоже поменяем, когда они разгрузятся. И ты, друг, то же самое тебе меняем. Ты у нас на элеваторе. У нас тут еще остается, по-моему, около 40 кубов. Да, 39-800. Еще некрасивая цифра. Малыша нашего отправляем туда тоже покататься. Получается на три раза. Хотя последний будет прям совсем там бубушка. Это дело мы, кстати, уже эту сено, это все мы продаем. Это уже будет нам в плюс. Но, правда, тут такие копейки за это будут, что даже и не смешно. Довольно быстро мы здесь перевезли примерно 2,7 миллиона. На ЖД вокзал нам надо будет... На ЖД швакзал нам надо будет, да? Да, на ЖД вокзал нам надо будет 990 кубов. То есть это должно будет произойти еще быстрее. Туда тоже довольно близко ездить, поэтому тоже все хорошо. Ну, с одного прицепа, ну, 4000 пускай округлим. Несерьезно. Итак, вставай, друг. Ты у нас дальше разгружаться едешь на ЖД вокзал. Топлива тебе хватит, так что катайся. Далее ты, друг, давай разгружайся, мы тебе все переставим. Ты у нас тоже поедешь на ЖД вокзал. Ну и белому, разумеется, тоже ждем, пока он разгрузится. И меняем все это дело на ЖД вокзал. Видите, у него износа 77%. Если мы его сейчас остановим, перенаправим и запустим, то он поедет чиниться. Я не хочу. Поэтому сделаем это прямо в процессе работы. Давай тоже на ЖД вокзал. Все, получается, миллиончик вот этот надо продать. И основные задачи будут выполнены. Ну, почти что. Работы так-то еще много остается, но, опять-таки, сделаю ее потом за кадром на работе. Картошку так и не продал. Ну, ладно, останется кому-нибудь. Первый загрузился. Отлично. На ЖД вокзал ехать сколько? Полторы минуты, грубо говоря. Поэтому все быстро будет. Самый не, друзья, неприятный момент. Это вот этот перекресток, который я вроде как сделал тут с двухсторонним движением, чтобы они уступали. Но не всегда это работает. Почему-то. Не знаю, от чего зависит. Вообще, за всю карьеру в 19-ю и 22-ю ферму, сколько я наиграл в эти обе фермы, первый раз мне вот так вот попало, что я по высокому спросу продаю урожай. Это, конечно, дело часто вылетало, но все время игнорировалось и не было того, чего надо. А тут прям на тебе, прям четенько, прям классно. И денежки покапали. Боже, какая дорогая эта самая трава. 133 тысячи за прицепы, 20 тысяч сверху награда эко-счет. 153 тысячи денег. Вот это по-нашему. И что у нас, кстати, по эко-счету? 99. А, мы же все поля убрали, все. Теперь везде на всех полях у нас 99-100. Ну, 97 вот тут встречается где-то, чуть-чуть недоудобрено было. Но в целом все охренетительно. Классно, везде 99, одно поле 97 и одно 100. А, и одно 98. Так что максимальная, этот самый, максимальная награда за эко-счет. Ну, теперь ждем, пока вот эта вся история у нас доездит. Как приятно, друзья, видеть положительный баланс. 2 миллиона 725 тысяч у нас сейчас на счету. Еще осталось 100 кубов. Так что последнюю ходку сейчас все сделают. Этот будет неполный. Давайте мы ему поставим уезжать при 20%. И потом поставим обратно. На этого можно сразу же домой отправлять, правда, начиниться. Сначала едет, но ничего страшного. Также у нас только что закончился сбор травы. Сейчас этот товарищ тоже по-быстренькому все выгрузится. И мы придумаем ему новую работу. И тем временем я, кстати, уже успел отправить посыпалку извести сюда. Но она еще сюда не доехала. А, ну почти доехала, вот. Так что по таймингам все рассчитал. Соответственно извести у нас не посыпано только 45-е и 78-е поле. Так что все нормально. На 78-е поле большом еще 42 минуты будет волкование идти. Но не страшно. Итак, этот товарищ у нас в последнюю ходку едет. Давайте-ка мы перепрыгнем вот в этого. Чтобы когда он разгрузится, мы его сразу домой отправили. Блин, там сейчас ремонт добудет. Справа кошмар. Белый поехал чиниться. Он вообще изношен и был. Бздынь. 17 тысяч. 18. Да, ремонт это дорогое удовольствие. Черненький выгрузился. Давай едь, паркуйся. И красненький. Черт же, Сибишка застряла с жатками. Ладно, сейчас исправим. А что он там поехал тем кругом? Непонятно. Ну ладно. Все, последнее продано. Ты тоже давай, друг, едь. Паркуйся. Сначала чиниться, потом паркуйся. Кто здесь жатки оставил? Непонятно. Ну ладно. Он у нас выгрузился. У него все хорошо. Значит, что нам надо сделать? Нам надо, во-первых, отвезти один прицеп клевера на компост. Чтобы этот вопрос нам закрыть. Также у нас, друзья, почти 3 миллиона на балансе. Что очень приятненько. И мы возвращаем наш кредит. Постараюсь это максимально быстро сделать. Кликая и на геймпад, и на мышку. Можно было еще на клавиатуру параллельно. Жалко, нельзя вот просто, знаете ли, зажать кнопочку и все вернуть. Представляете, там 20 миллионов кредита брать и возвращать. 500 нажатий. Причем слово 500 я употребил, знаете ли, просто чтобы показать, что много. На самом деле, их даже больше. Хотя нет, это 400 нажатий. Да, реально, 400 нажатий. Ну ладно. У нас остается миллион 800 своих собственных денег. И какой у нас далее план? Вот этот товарищ сейчас едет у нас. Отвозит клевер. Потом едет, покупает корм для наших коровок. Возьмем сразу на 2 дня, так как деньги позволяют. Это будет минус 600 тысяч где-то. Им много. И потом едет наполнять силосную яму. Тем временем, на полях мы завершим работу. После того, как он заполнит силосную яму, мы поедем, соберем соломку с 78 поля. Пока он будет ее собирать, эта яма утрамбуется. Накроем и можно будет мотать время. Опять-таки, процесс чисто на курс плея. Все. Не быстро это я сделаю на работе завтра. Или не знаю, когда я, в общем-то, это сделаю. Мы с вами, получается, встретимся тогда уже в ноябре. Последний игровой месяц этой серии будет. Там, в принципе, чисто с производствами по-быстрому разобраться. Я думаю, раскинемся быстро. Много времени там у нас не займет. Так что, да. До встречи в ноябре. Итак, друзья. Ферментация в силосном бункере завершена. 10 часов утра у нас ноября. И, по сути дела... Ай, наконец-то эту серию мы можем заканчивать. Забилось, опять-таки, молоко у нас. Поэтому я его всю ночь ввозил, куда можно было присунуть. Вот еще 50 кубов может оно насобираться. Но это ладно. Итогу, друзья. Мы, в общем-то, завершили все свои дела. Проиграли практически год подряд в одной серии. Начинали мы в декабре. Или даже в ноябре, кстати. Я вот не помню. Открыл, посмотрел. В декабре мы начинали. Ну, в общем-то, с декабря по ноябрь. Будем считать, что это целый год. Сейчас делать особо нечего. Можно просто развести все по производствам. И на этом, в общем-то, закончить. Но уже ладно, друзья. Хочется побыстрее закончить, опять-таки. По объективным причинам. У нас все поля ухоженные. Все ухоженное. Кроме 78-го поля. Там еще не завершилось у нас мульчирование. И еще 4 часа ему тут кататься. Пускай катается. Я думаю, это не проблема. Я думаю, имеет смысл подвести итоги всего этого беспредела. Который мы устроили в этой серии. Который я устроил. Честно говоря, экспериментальный формат. Я очень сомневаюсь, что когда-либо еще буду так делать. Потому что, если честно, сомневаюсь, что кто-то это все дерьмо досмотрит до конца. Ну, то есть, конечно, найдутся люди, которые это досмотрят. Но это настолько мало людей будет. Короче, весь вот этот труд, который я вложил в это все дело. Он не окупится вообще ни разу. Я уже не говорю про финансы какие-то. Но, как я говорил, давайте посмотрим, во-первых, статистику. Сегодня у меня 21 февраля. Запись этой серии я начал 18 января. Чуть больше месяца у меня ушло на запись одной серии. Сколько времени у меня уйдет на монтаж, я вообще не могу себе представить. И еще, друзья, я говорил, что мы посмотрим статистику. Вот, друзья, вот такую вот статистику я подготовил для вас. Что было сделано в этой серии. Соответственно, левый столбец криво вклеено. Извините, я не фотошопер. Это со скриншота, который был сделан на старте, когда мы делали. Вторая графа, соответственно, то, что у нас происходит сейчас. И справа желтым изменения. По поводу обрабатываемой площади. Я думаю, тут комментарии вообще излишни. Расход семян, расход удобрений. Тут тоже, в принципе, понятно. Делались контракты. Плюс расход извести, насколько я понимаю, идет в расход удобрений. Сделали мы 126 контрактов за эту серию. Пройденное расстояние 17747 километров. На это все было потрачено 91 куб топлива. Ну и запись серии у меня заняла 185 часов. 185 часов я проиграл в это дерьмо, чтобы записать один сраный ролик. Я не знаю, зачем я это сделал, но эксперимент, который, скорее всего, я повторять никогда в жизни не буду. Ну ладно. Еще я не знаю, почему у меня собрано коллекционных предметов в ноль. Но, как я говорил, у меня периодически всякие XML-ки отваливались и отваливаются. Из-за синхронизации сброс настроек, поэтому, видимо, это все дело у нас восстановилось. Здесь можно сходить в магазин и посмотреть. Да, нашей коллекции нет, туфлей здесь нет, здесь ничего нет. Ну и ладно, на самом деле, как бы и пофигу. На этом, друзья, я думаю, что эту серию мы закончим тогда. У нас много есть, что распродать. Но обо всем об этом я расскажу уже в следующий раз. Сила созрел, кстати. Да. На этом тогда на сегодня у меня все. Не знаю. Поставьте лайк, что ли, да? Может быть, я его заслужил? Не знаю. Разумеется, кто досмотрел до этого момента, ребята, черканите комментарий какой-нибудь о том, насколько сильно я спятил и насколько сильно вам это не понравилось. Или понравилось, не знаю. Товарищи спонсоры, извините меня за столь большое ожидание, как бы месяц практически без роликов. Зато этот, скорее всего, получился длинный. Я даже не знаю, сколько по времени у меня еще займет его смонтировать. Спонсорам, разумеется, огромное спасибо за поддержку. На этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилай. Всем пока-ки.